Позвольте сразу не представлять всех участников. Я постараюсь представить и каждого, кто будет брать слово, и одновременно каждый что-то, если захочет, расскажет о себе подробнее. У нас есть программа, она есть и в наших сетях, в таких электронных вариантах. Ну и если кто-то захочет, то можно взять ее в печатной форме. Поэтому позвольте уже известных вам людей, наверное, не представлять лишний раз, а сразу перейти, так сказать, к делу. И позвольте дать слово Раиле Каисичу Назырову, президенту Российской психотерапевтической ассоциации и ректору Института психотерапии и психологического консультирования имени Бориса Дмитриевича Кровосарского при Российской психотерапевтической ассоциации. — Спасибо, дорогой Дмитрий. Добрый день, дорогие коллеги. Очень благодарен за приглашение. Мне кажется, такая действительно замечательная такая у нас обстановка, в которой находятся люди, которые заинтересованы в психотерапии. Я думаю, что мы, конечно, тут можем обсудить очень такие важные вопросы, искренне обсуждать, но хотя понимаю, что нас, я так понимаю, транслируют в интернете, и поэтому коллеги из регионов могут смотреть, и мне кажется, тоже это важно. Мне кажется, действительно важно собираться и пытаться какие-то делать акценты, потому что психотерапия в стране, конечно, сегодня переживает на настоящее время, очень непростое время. Те наблюдения, которые мы видим по регионам, они показывают, что, конечно, объемы государственной психотерапевтической помощи сокращаются, и часто радикально. На последнее время держался Оренбург, Оренбургская область, но как только Сергей Михайлович переехал в Санкт-Петербург, там, значит, начало уменьшаться тоже это качество психотерапии, ее объемы. Вот возникает такое впечатление, что психотерапия в настоящее время, в отличие, может быть, от других, так сказать, частей медицины, управляется, находится в таком ручном управлении, то суть которого заключается в том, что если есть хорошие специалисты, то они обязательно найдут себе возможность и заниматься практикой, и переустраивать клиники, в том числе психиатрические, и вводить туда среду, и заниматься качественной такой помощью. Но сегодня время настоящее, оно, может быть, вот как раз, понимаете, помогает настоящим пассионариям психотерапии, потому что вот то время, когда было такое всеобщее ликование по поводу психотерапии, скажем, в конце 90-х, вот активное ее развитие, оно сейчас сменяется, конечно, таким биомедицинским возвратом каким-то, связанным, конечно, с тем, что очень хорошо действительно занимаются и представляют новые препараты фармакологические компании с меньшим количеством побочных эффектов. И в этом плане, конечно, слышу постоянно ужасные вещи. Пациентка обращается к психотерапевту, он с ней разговаривает 10-15 минут, и после этого назначает фармакотерапевтическое средство. Вот с моей точки зрения, вот на этом заканчивается, по сути, психотерапия, потому что они, по сути, переходят в парадигму такой медико-биологической формы взаимодействия. По сути, это пограничная психиатрия. И таких, к сожалению, таких событий, таких вот фактов становится все больше. Я думаю, что нужно, конечно, этим заняться и пытаться это как-то изменить. Вот причем подчеркиваю, что время перемен, может быть, кризис, это хорошее время для того, чтобы люди, которые по-настоящему хотят заниматься психотерапией, они могли бы найти себе место. Потому что, понимаете, если бы сейчас все бы говорили о психотерапии, все бы ей любовались, то тогда, может быть, вам было бы сложнее найти свое собственное место. А так и для молодых людей, которые хотят заниматься, это отличная такая площадка для проверки собственных сил. Еще одно важное аспект, может быть, такого современного психотерапевтического мира связано, конечно, с демократизацией общества и изменением, конечно, формы организации медицинской помощи. Значит, надо сказать, что никакие приказы Минздрава в области психотерапии практически не работают. Хотя они все написаны, все есть, есть приказ, можно взять, есть порядки медицинской помощи. А с Натальей Дмитриевной Букревиной мы сейчас внесли предложение об изменении этих порядков. Там появится такая вещь, как региональный психотерапевтический центр. Но, к сожалению, в большинстве регионов психотерапевтическая служба в медицине, она теперь не находит места. И, видимо, тут надо как-то подумать о том, что можно нам делать. И вот если поговорить про какие-то рецепты изменения, то мне кажется, что можно действовать профессиональному сообществу в трех направлениях основных. Направление первое, мне кажется, это подготовка специалистов. Потому что, с моей точки зрения, врач, который назначает препарат на первом же свидании с пациентом, для меня означает, что все-таки он, понимаете, у него в душе не прижился вот этот вот психотерапевтический его образ. Он все-таки играет роль психиатра. Для того, чтобы врачу-психотерапевту сохраниться в медицине, нужно понимать логику медицинской помощи, понимать устройство здравоохранения. И самое главное, конечно, отвечать на запросы реальных пациентов. Потому что запросы пациентов, они сминают все психотерапевтические методы и все наши подходы. В этом зале сидит Светлана Владимировна Лешковская, человек, который занимается исследованием диссертационным, который показал, что, конечно, пациенты ориентируются на мишени психотерапии. То есть не на какие-то методы, которые сегодня присутствуют. Современный человек не знает никаких методов. Причем их же гигантское количество. Его не интересуют формы психотерапии. Ему не интересно, чем мы с вами развлекаемся на конференциях. Ему интересно страдания и помощь. Страдания и помощь. И вот если психотерапевты будут подготовлены, чтобы в условиях медицинской практики отвечать вот эти запросы, тогда, конечно, все будет меняться. Поэтому, с моей точки зрения, обучение психотерапевтов должно быть не просто качественным, они должны не просто обладать методом, каким-то конкретным реформой психотерапии, как индивидуальная, групповая, семейная, но они должны уметь это совершенствовать, применять в условиях медицинской помощи. Потому что это очень сложно. Здесь есть еще один важный человек, это Наталья Васильевна, который поставляет второй диспансер, в котором есть целое отделение психотерапевтическое. И видно, как им сложно вписывать в эту систему медицинскую помощь психотерапевтическую работу. Хотя у них получается. А это значит, что и у других тоже получится. Я подчеркиваю, врач-психотерапевт, медицинский психолог, социальный специалист, действия в бригаде должны быть хорошо подготовлены для медицины и здравоохранения. Они должны понимать, что мы должны отвечать на запрос пациента, а не любоваться собственным психотерапевтическим методом. Мне кажется, что в этом смысле, вот можно говорить так, я уже тоже так об этом говорю часто, значит, надо мной коллеги, некоторые, так сказать, злятся на меня. Я считаю, что есть две психотерапии. Нарциссическая, которая идет от метода. Мы любуемся своим методом, понимаете, приходи ко мне лечиться. Значит, каждый человек, я вам покажу свои собственные такие штуки в каком-то конкретном методе. И второй подход, клинический подход. Под задачи пациента мы помогаем ему и создаем для него программу, которая включает разные компоненты психотерапевтической работы. Чтобы это уметь делать, нужно быть хорошо подготовленным. Поэтому, мне кажется, образование в области психотерапии является важнейшей вещью. Причем, какие психотерапевтов мы должны готовить? Психотерапевтов, понимаете, учить можно по-разному. Тут сидят все коллеги, которые представляют и образовательное учреждение, и кафедра замечательная, которую Борис Дмитриевич создавал, которую сейчас Сергей Михайлович Бабин возглавляет, который проводит замечательное обучение. Когнитивный институт когнитивной психотерапии, Герстальтин институт, еще один Герстальтин институт, наш институт, институт Бехтерева. То есть у нас есть много инструментов. Санкт-Петербург, не зря, называют столицей психотерапии. Мы должны учить людей под медицинскую возможность медицинской практики. Мне кажется, главное принципиальное условие, которое должно быть там, это психотерапевты должны быть супервизируемые. Понимаете, вот о наших моделях обучения можно спорить. Мы предлагаем там дидактическую такую-то концепцию интегративную, например, там среды. У других есть другие подходы. Но если все психотерапевты, закончив курс, будут понимать, что они должны обязательно супервизироваться, поверьте, там все будет выправляться. А пока он сидит одинокий, значит, может быть, брошенный, с профессиональным сообществом без супервизии, конечно, тогда рука тревожной тянется к рецепту, потому что трудно как-то ответить под другие вопросы. Тем более, что пациенты сами, главные врачи часто, они же хотят, чтобы там все это было как-то просто. Это вот первая задача. Вторая, как мне кажется, что нам важно сделать. Нам важно, конечно, кое-что сделать в организации психотерапевтической помощи. Я считаю, что здесь велика роль ассоциации. Вот мы поговорим об этом на съезде, который будет 5-6 февраля. И мы всех приглашаем коллег, членов РПА и просто гостей, людей, которым просто заинтересованы в развитии ассоциации. Поговорить о том, что могла бы делать ассоциация. Сегодня профессиональные сообщества, много могут, нам нужно сделать несколько важных вещей. Я считаю, что нужно поставить вопрос в региональном таком формате перед органами управления здравоохранением. Попробовать все-таки ответить на те существующие нормативные документы, которые есть, которые предписывают развивать психотерапевтическое хозяйство. Всего, по сути, три компонента. Что должно быть в каждом городе, в каждом регионе? Первое. Психотерапевтическая сеть. Один на 25 тысяч населения кабинет психотерапевта в поликлинике или в офисе врача общей практики. Второе. Это психотерапевтическое стационарное отделение, в котором психотерапия является основным методом лечения. И третья важная вещь. Это региональный психотерапевтический центр, который является и учреждением для оказания сложных видов помощи, и развитием психотерапевтической службы. Там, где видно, что появляются региональные психотерапевтические центры, работать становится проще. Как, мне кажется, добиться того, что происходило? Я считаю, что тут мы должны вступить в дружеский, но четкий и жесткий контакт с нашими друзьями и, может быть, старшими братьями по области охраны психического здоровья с психиатрической помощью. Потому что, когда мы смотрим в конкретных регионах, как происходит все это дело, законодатель делает очень просто. Просто выделяются все деньги на всю область охраны психического здоровья. И главный психиатр часто региона говорит, что я отвечаю за все службы, которые входят в эту систему. А это именно психиатрия, судебная психиатрия, психотерапия, психиатрия, наркология и сексология. Так вот, после этого важно просто провести вопрос, задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вы, отвечая за психотерапевтическую службу, сделали ли вы то, что предписано документами нормативными Минздрава? Первое. Есть ли у вас в регионе сеть кабинета? Второе. Есть ли региональный психотерапевтический центр? Есть ли психотерапевтическое отделение? Если нет, нужно ставить вопрос о раздельных бюджетах психиатрии и психотерапии. И, поверьте, как только мы начинаем поднимать такие вопросы, видно, что кое-что меняется. В частности, есть регионы, в которых эти вещи реализовываются. Кроме Оренбурга можно добавить еще другие регионы, их около десятка, в частности, Кировская область, где прекрасным образом все эти вещи существуют. Причем, подчеркиваю, форму собственности регионального психотерапевтического центра можно обсуждать. Например, в Кирове это просто отделение психиатрической больницы. И прекрасно функционирует это отделение под руководством главного психотерапевта Татьяны Былатовой. Для того, чтобы это сделать, нужна политическая воля, готовность к конфронтации, я думаю, дружеская. Хотя, конечно, нужно будет аргументировать с психиатрической службой. Для того, чтобы просто поставить один вопрос. Вы отвечаете за психотерапевтическую помощь, предъявите сеть кабинетов, региональный центр и отделение. Не справились. Давайте тогда выделим отдельный бюджет, будем развивать психотерапию отдельно. Она предписана нормативными документами и порядком оказания психиатрической помощи. И, дорогие друзья, третья, мне кажется, не менее важная вещь в развитии психотерапии. Это должна быть, конечно, научная деятельность сообщества. С моей точки зрения, которая должна была бы произвести анализ и ревизию психотерапевтических методов для применения в медицине. С моей точки зрения, еще раз хочу сказать, что существуют разные модели психотерапевтической помощи. С моей точки зрения, в медицине это одна система, это должна быть клиническая психотерапия, которая обслуживает болезнь и страдания. И должна быть другая психотерапия, вот этот общий мир психотерапии, который порождает психотерапевтические методы. И сегодня их описано 800. И пусть это и будет. Все это замечательно. Но для медицины нужно кое-что важного сделать. Нужно выделить на самом деле психотерапевтические подходы, которые имеют клиническое значение. Разобраться в теме и попытаться в этом гигантском количестве списка психотерапевтических методов выделить просто различные нарративы, просто разные описания этих подходов, тогда количество этих, мне кажется, методов сократится. Потому что это похоже просто на разные взгляды, скажем, в условиях динамической психотерапии и других тоже. Потому что эта тенденция к интеграции уже идет. Сегодня по-настоящему никто не говорит о психотерапии, например, когнитивной БЭКа. Даже вот великие наши когнитивисты, и Дмитрий Викторович всегда говорит про когнитивно-поведенческую психотерапию. То есть мы понимаем так, что эта тенденция, это движение, она происходит. То есть мы должны сделать ее под медицину, чтобы она была более эффективна. И в этом смысле, может быть, заняться каким-то таким более качественным анализом или созданием методик применения психотерапевтических инструментов в медицине, которые бы, может быть, не носили такого величия конкретных методов, но подполагали бы все-таки сочетание инструментов для решения конкретных задач пациентов. Вот я считаю, что сообщество у нас очень сильное, все возможности у нас для этого есть. Я надеюсь, что такие дискуссии, в том числе, помогут продвинуться в это направление. Спасибо, Дмитрий Викторович. Спасибо большое, Евгений Викторович. Вопросы, чтобы у нас живая дискуссия была. Я попрошу второй микрофон, можно сразу же. Вот мы говорили о запросах пациента. Запрос пациента может быть очень четкий, ясный, определенный. Я хочу гипнотерапии, потому что я верю только в гипнотерапию. И что делать? Я считаю, что вести дискуссию, Виктор Анатольевич. Потому что, когда пациент говорит, я хочу гипнотерапию, то за этим же стоит идея, что она ему поможет. А если мы, например, сможем разобраться, что гипнотерапия не очень помогает при семейных, допустим, кризисах, тогда любой пациент с удовольствием от нее откажется. И наша повседневная практика показывает, что пациенты, может быть, в меньшей степени держатся за методы, чем сам психотерапевты. За исключением людей, которые просто хотят на самом деле посещать, например, гипнотерапевта. А вы используете гипнотерапию? Я скажу, что я использую. Если нужно, то да, я согласен, использую. Значит, тогда в этой ситуации... Илья Анатольевич, извините, на микрофончик. Тогда в этой ситуации мы будем обсуждать эту работу. Вот я, с своей точки зрения, считаю, что мы вполне можем эти вещи обсудить, но вот просто назначать гипноз без логики клинической помощи я бы лично не стал. Потому что для этого есть люди, которые, ну, не знаю, там, понимаете, получают удовольствие от самого гипноза. Я думаю, что пациент может обратиться в профессиональное сообщество, в психотерапевт, который любит гипноз. А я люблю помогать людям. В общем, он уйдет. Уйдет. Я считаю, что и должен уходить. Я считаю, что психотерапия это такая специальность, которая, понимаете, не должна ни в какой степени навязывать вот это лечение. Понимаете? Я считаю, что мы на самом деле должны понимать, что... Конечно, фармакотерапия тоже помогает при расстройствах, но психотерапевт должен оказывать помощь только мотивированному пациенту и ставить с точки над «и». Если это фармакотерапия, это психиатрия, а если психотерапия, то у тебя может быть мотивация, а может не быть. Я считаю, что мы вполне можем отказывать в этой помощи людям, которые еще не нуждаются в ней. Потому что мне за этим таким скрытым обращением и таким явным, что дайте мне гипноз, если не поможет, я тогда уйду, значит, он еще не хочет менять свою жизнь, которой, мне кажется, часто, может быть, и не нужно это делать. Может, он сам может еще справиться. Хорошо. Значит, он уйдет и пусть ищет, да? Гипнотерапевта. Он уйдет и пусть ищет, если он хочет просто гипноз, а не лечение. Но он будет знать, что если нужно будет все-таки прийти и лечиться, то это к нам. Потому что есть центры. Есть центры. Центры гипнотерапии. Да. И в плане опыта личного, конечно, он может там... Конечно, абсолютно. Абсолютно, да. У нас, например, сейчас это мы так и делаем. У нас есть Светлана Викторовна Хитрик, она руководит институтом психотерапии, институтом, значит, гипноза клинического. И люди, которые хотят гипноз, мы туда направляем, и часто они так и получаются. Понятно. Так что запрос учитывается по направлению. Конечно, обязательно. А вообще, вы вот везде ездите, по России, в психотерапевт-центр. Есть где-то, встречали кабинет, или как часто кабинет, я, как не темно, поведенческий терапевт, на двери написано. Или там, я гипнозерапевт, или там написано, я гипнозерапевт. Это точно, я встречал такое. Лично-ориентированная, реконструктивная психотерапия. Вот лично-ориентированная не видел название, но, например, гипнотарий видел, когнитивная психотерапия видел, гипнотарий видел, когнитивная психотерапия видел, гистальт психотерапия тоже видел, вот, видел арт-терапия. Название, арт-терапевтический центр, например. А вот тоже висит клиника когнитивно-поведенческой терапии и консультирования. Здесь тоже. Клиника лечения. Лечения. С помощью когнитивно-поведенческой терапии. А по-моему написано. Я не видел, я прочитал внимательно. По-моему написано. Нет, бывают на самом деле. Есть люди, которые себя идентифицируют, это очень хорошо. Я считаю, что это замечательно. Понимаете, просто тут пациент должен четко понимать два таких принципиальных подхода. Хочу гипноз, это одно. Хочу вылечиться, это может быть другое. Может быть и совпадают эти вещи. Но понимаете, все-таки мне кажется, что назначение лечения должно происходить, как в медицине это принято. Диагноз, прогноз, создание программы, терапия. Понимаете, а не просто он пришел, сразу терапия, а потом уже прогноз и план какой-то. Ну хорошо, центры подготовки, кафедры и так далее, они должны просто, там кафедры психотерапии, центр подготовки психотерапии, или они должны быть ориентированы в церковь подготовки к гештальтерапии. Или мы на психотерапии надо по всем основным специальностям. Вечно кажется, что должно быть и то, и другое. То есть должны быть центры подготовки когнитивных психотерапевтов в ассоциации когнитивных психотерапевтов. Но все-таки если это медицина, то надо поплатить за подготовку психотерапевтов для лечения пациентов. А если это какой-нибудь частный центр, или просто, может быть, это, ну не знаю, там специальная какая-нибудь программа, так может быть и такие центры, и такие, и такие. Мне кажется, что надо сочетание. Еще раз, тут должна быть копилка методов, и должен быть клинический подход, который их эксплуатирует для лечения пациентов. Сергей Михайлович должен готовить специалистов, которые приходят по всем методам основным, да? Все включить. Приходится, да? И за короткое время, месяц-полтора, надо ему вот так подготовить, или усовершенствовать. За два. Это замечательная шутка, но я считаю, что методов клинических значительно меньше, чем описано. Это 800 нарративов, описания, какой психотерапии проводится. А как только в психотерапию попал такой метод, как клиническая лингвистика, часто мы начинаем, вот используя этот инструмент, понимая, что ну это просто нарратив, это просто описание. А вот методика, что делать, их значительно меньше, конечно. Позвольте передать слово заведующему кафедрой психотерапии и сексологии, уже несколько раз обращались, апеллировали к Сергею Михайловичу Бабину. Вот, позвольте ему раскрыть секреты его видения на эту сложную ситуацию. Ну, коллеги, достаточно любопытная дискуссия, но я думаю, что мы тут долго будем сидеть, мы все примем участие, про методы тоже, так сказать, можно поговорить, про обучение. Ну, я бы хотел как-то немножечко с другой стороны посмотреть наши современные тренды, да, психотерапии. Ну, у меня такой мрачный взгляд на современные тренды российской психотерапии. Я сейчас попробую как бы начать, да, и мы можем подискутировать на эту тему. Если вспомним, так, психиатрию, все-таки основа, да, ну, давайте разберемся, как это ориентация вместе времени в собственной личности. Вот где мы с вами находимся. Напомним, да, что мы в Санкт-Петербурге, столица психотерапии, советская, российская, безусловно, огромная концентрация учебных учреждений, государственных и частных, научных структур, соответственно, воспроизводящаяся армия психотерапевтов, мегаполис с приличным уровнем зарплат. Естественно, Москва, там, Питер, ну, может быть, еще там 2-3-4 города в стране сильно отличаются от всей остальной России. И это дает, разумеется, непосредственно влиять на развитие психотерапевтической, психологической помощи. Все остальное совершенно отличается от жизни мегаполисов, жизни всей остальной страны. Тоже любопытно посмотреть, кто у нас анализирует тренды психотерапии. Ну, во всяком случае, те, кто здесь сидят. Значит, если отсюда начать. Это учебное заведение, частное, государственное. Мы с Виктором Анатольевичем представляем государственную структуру до университета Мечникова. Частные центры. Мы находимся в великолепном частном центре лечения депрессии и фобий. Это, опять же, характерно исключительно для мегаполисов. Ни одного представителя государственной системы здравоохранения в зале есть. А здесь, конечно, нет. То есть собрались люди. Опять же, давайте с учебных начнем. Учить других, как работать. Анатольевич сидит в зале. Слушатель. Она может присоединиться, конечно, я думаю, что там будет интересно. Но, тем не менее. Учить других, как работать, всегда легче, чем работать самому. Кроме того, ну понятно, что у руководителей или людей, которые участвуют в образовании, достаточно стабильный круг клиентов частных. И там кризисы какие-то и прочие вещи не сильно отражаются на потоке моих клиентов. Тем более, что я думаю, что, ну, например, мое личное ощущение, что моя частная практика – это не основной источник моего дохода. Соответственно, я не сильно завишу от моих клиентов. И они всегда будут вне зависимости от ситуации. Частные центры, которые здесь представлены, и люди, которые исключительно работают на частном приеме. Безусловно, это специфика мегаполиса. Это определенный контингент пациентов, которые в них обращаются. Вся остальная масса или вообще не получает никакой помощи, или обращается в государственную структуру, которая, конечно, сказал, что, в принципе, уничтожается и почти, так сказать, ликвидирована. Ну, не в Санкт-Петербурге, да, но тем не менее. Поэтому это такие очень, вот если говорить о тренде, да, то есть это частная психотерапия, частные и некоторые небольшие государственные образовательные структуры. Это специфический контингент клиентов-пациентов, которые обращаются за этой помощью. А все остальные фактически ее лишены. Здесь упоминался Оренбург замечательный, я не могу не отреагировать. К сожалению, это не связано с Сергеем Михайловичем. Выдающийся. Она и есть, в общем, она чуть хуже. Вот, к сожалению, если бы это было связано вот только со мной, то можно было бы, там, не знаю, Сергея Михайловича через какое-то время заменить на Ивана Ивановича, и все бы было там. Вот нет, к сожалению. Это тренд развития психотерапии. Там, не знаю, нас выложат потом в интернет, там, или транслируют. В свое время было отделение неврозов, которое как раз было открыто в самом начале 90-х. Такое романтическое время, у нас все впереди, мы сейчас вот куда-то вырываемся, у нас тут рассвет психотерапии, здесь говорить о психотерапии. Вот было открытое отделение неврозов, которое строили непонятно кто, ну, психиатры, и там была одна ординаторская на всех. А через 10-15 лет, там, по-моему, у каждого психотерапевта, ну, как это положено, был кабинетик, мы там что-то какие-то клетушечки построили. Прошло сколько там, 25 лет, сейчас это отделение закрывается, но оно меняется, его переводят там в другой корпус, и они все возвращаются опять в одну ординаторскую. Это вот не случайность, это тренд развития социума, общества. Психотерапия — это свободная профессия для свободных людей, которые думают в том числе о своем психологическом благополучии, здоровье и так далее. В тоталитарном обществе такая психотерапия не нужна. Ну, может быть, гипноз, мы винтики, все винтик убрали, винтик заменили. Вот это общий тренд развития. В том числе вот этот обвал психотерапии, который в государственной системе происходит, он этот четко характеризует. Да, а частники, которые, частный пациент, который может заплатить за свой прием, да, они еще где-то остались. Ну, где они остались по стране? Ну, вот там, пяток мегаполисов они остались. Какие-то областные центры — это единичные люди. И, как вы понимаете, ценник приема в любом областном центре России, ну, не сопоставим там с питерской средней ставкой там за психологическую помощь или там психотерапевтический прием, не говоря уже о каких-то высших уровнях расценок. Так что, в общем, на мой взгляд, все это печально. Психотерапия, разумеется, остается в специализированной помощи, психиатрии и наркологии. Это тоже своя специфика. Опять же, психически здоровый человек вряд ли пойдет в ПНД, про это говорил с тысячу лет. И это стигма. Там психотерапевтические центры, сколько их там, 10, 15? 29. Ну, хорошо, 29, у нас 87 регионов, субъекты федерации, 29 психотерапевтических центров. И часть из них, ну, я их просто знаю, это центр, в котором в одном кабинете, у него табличка «Центр», конечно, там сидит один человек, ну, может, два. Ну, в двух, да. Ну, два центра, все-таки два кабинета, иногда совмещенные. Вот это вот, да. Поэтому, конечно, это вот весьма печальная вещь. И, на мой взгляд, для развития, вот, как бы, чтобы психотерапии, опять же, по вашей же, конечно, статистике, где-то до середины двухтысячных годов был рост числа психокабинетов и государственных, и частных. Сейчас, вроде бы, частные существуют, они же не перекрывают падение государственной структуры. Фактически ликвидирована психотерапия в соматике, единичные центры психосоматической помощи, которые остались, ну, в том числе и в Санкт-Петербурге, в частности. Опять же, они единичные. И более того, там, где это остается, это частная инициатива отдельных лиц. Никакой системы нет вообще. Вот там пришел главный врач, открыл психотерапевтический центр. Через пять лет ушел куда-нибудь, или его ушли, или на повышение ушел, пришел другой, закрыл эту структуру, и открыл тут, знаете, шутка у нас такая была, коровника открыл. Он больше прибыли приносит, да, свинарник. Вот и все. И никакой психотерапии ему не нужно. А почему нет? Потому что нет социального запроса на это. Нет гражданского общества, нет среднего класса, который пытался бы выбивать эту психотерапию, и требовал бы ее, и готов был платить за нее так или иначе деньги, или непосредственно через налоги. Соответственно, все остальное, такие игры детские. Ну, давайте мы откроем центр. Ну, давайте откроем центр. А завтра у нас тут вот самолет упал. Давайте мы откроем срочно кризисную помощь. Все будем кризисные. Пооткрывали телефоны доверия. Пооткрывали. А потом у нас что-то с детьми случилось. Давайте мы это закроем, откроем там детскую помощь. Или там давайте все будем заниматься аутистами. Ну, давайте. Вот. И такие шарахания. То есть абсолютно такие уникальные, индивидуальные, ничем не обусловленные случаи, ни системы, ни структуры, ничего. Приказы. Да, действительно, они, в общем, все существуют, они не работают. Да, они не обязательны к исполнению, кроме порядка. А если порядок есть, опять же, что-то будет болеть голова психотерапией, что ли? Гигантская психиатрическая служба, решающая свои специфические, сложные, тяжелые проблемы. Понятно, что это остаточный принцип. Ну, там, вишенка на тортике какой-нибудь, там, психотерапевтическая, дай бог, если это отделение. Еще такой момент. Я это услышал у Кочеткова, но я думаю, что у психотерапевта такого, как Индинова Московского, но я думаю, что это в интернете тоже ходит, эта шутка. Знаете, культ карга существует такой. Ну, имитация. В Меланезии они верят, что после Второй мировой войны это расцвело, когда там американцы, англичане на этих островах приезжали, делали военные базы, садились самолеты, продукты, оружие, стройка. А потом война кончилась, они взяли и улетели. И вот эти туземцы верили, что это все боги. Просто белые люди снабжали их всем этим материалами, едой, в том числе, постройками, а белые люди все это украли и увезли. И чтобы вызвать богов отдельно, дополнительно к себе, они начали имитировать аэродром, они их расчищали, они ходили в форме, строили из дерева, на фотографиях все это есть, самолетики, махали флагами, ну, имитировали вот, там, азбуку Морзе, например, и ждали, что сейчас с неба все эти продукты посыпятся. Это довольно распространенные вещи. Вот у нас очень часто то, что мы делаем, это культ карга. Ну, вот образование, например. Ну, давайте мы сделаем непрерывную систему образования, как на Западе. Да, вот Болонская конвенция, баллы, ни системы баллов нет, непонятно, как она оценивается. Ну, вот у нас будут дистанционные курсы. Кто, что, ничего непонятно. Ну, вот давайте мы это сделаем. Или там, у нас есть психотерапевтическое отделение, ну, давайте мы его откроем, оно есть в порядке, оказание психиатрической помощи. А то, что для каждого психотерапевта в психотерапевтическом отделении должен быть отдельный кабинет, где он должен сидеть, ну, это уже вот детали, это же неважно, это карга. Вот мы же табличку сделали в психотерапевтическое отделение, у нас невротиков нет, да давайте их заполним психотиками, какая нам разница? У нас же койка финансируется, какая разница, кто там лежит. Вот абсолютные такие вещи. Или там отделение первого эпизода психиатрического. А там эти бедные психотики начали грызть кожаную мебель. Так давайте прекратим принимать первый психотический эпизод в отделение первого психотического эпизода. И будем хроников спокойно там принимать. Какая разница, мы же его открыли, открыли, отчитались, вот оно. И вот это сплошь и рядом. Вот это чистый карго. Нужна супервизия? Да безусловно она нужна. Кто ее проводит? Да непонятно, кто ее проводит. Супервизия, интервизия, вообще она не проводится. Ну вот, мы же много про это говорим. И вот куда ни кинь, мы имитируем какие-то внешние такие вещи, как вот этот самолетик из тростника. Но он же не летает. И он же никогда не полетит. И чтобы он полетел, должна измениться в целом ситуация. Более того, это карго, когда этих бедных туземцев возят в Австралию и показывают заводы, которые производят оборудование, которое они хотят, их это совершенно не переубеждает. Ну завод это тоже карго, да, вот откуда же это все равно сыпется. Поэтому можно и сымитировать большой завод, да, там будет больше продуктов, больше машин и оборудования. Так что в целом, я думаю, что тренды психотерапии весьма печальные. И невозможно построить, предположим, одну отдельную специальность, неважно, в рамках медицины, психологии, отдельную, вне зависимости от всей общей ситуации, которая есть в стране. А ситуация явно не способствует развитию ни психологической помощи, ни личностному росту, ни какой-то заботе о собственном духовном благополучии. Скорее нет. Поэтому, на мой взгляд, тренд такой, в общем, негативный. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Сергей Михайлович, вот в отношении, да, печальная картина, ужасная, а есть какие-то рекомендации и рассвета из этой выхода, из этой печальной, или она дальше будет? Нет, разумеется, если говорить серьезно, я думаю, что дальше будет только хуже, безусловно, да. И, в общем, ну, тут два варианта, знаете, или ужасный конец, или ужас без конца, да. Вот, каждый выбирает в плане прогноза, что ему больше нравится. Нет, 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 мы не упали, как это, снизу постучали, мы падаем, так что, ну, мы не будем останавливаться на таких экономических, политических вопросах. Я думаю, что, естественно, мы его даже не нащупали, это дно, мы еще медленно, вставая с колен, опускаемся все ниже. Но если что делать, у меня была какая-то презентация еще давняя, но что тут делать? Тут глобально ничего не сделаешь, потому что это не от нас зависит. Или какое-то маленькое, то, что мы делаем реально, то, что мы делаем в обучающем с вами процессе, что коллеги делают в своей частной практике, в других структурах, мы должны более-менее нормально делать собственное дело. Помните, делай что должно и будь что будет, вот этот древний эпос. Вот другого пути, в общем-то, нет. Но мы, я там не столько, что народ хочу пугать, мы просто, на мой взгляд, должны четко осознавать контекст ситуации, в которой мы находимся, и что, так сказать, дальше предстоит дальше делать. Понятно, что абсолютно верные вещи по поводу образования, по каким-то другим вещам, по общественным организациям, которые, по идее, должны за этим следить. Но, в общем-то, я пытался, так сказать, чуть более широкий контекст сдать происходящего, чтобы было понятно, вот, ну, как бы, тренды, мы же говорим о трендах. Ну, а так, в общем, делать, что должно, и будь что будет. Ну, вот такой, если ответ. Можно еще вопрос? Сергей Михайлович, позвольте я, ну, давайте я встану, чтобы было как-то конгруентно. Производит впечатление глубина пессимизма, да. Очень красив этот реализм, правда. Вот вставая с колен, мы погружаемся все ниже. Я вот подпадаю под это влияние, думаю, нет, стой, 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 я не хочу ниже. Ну, сугестии же, да. Да, да, работают. Это отдельная красота, я просто Эрих Мария Ремарк вспоминаю, какие-то прекрасные такие, очень плохо и будет еще хуже. Но это я готов подумать вечером когда-нибудь об этом, но сейчас не очень. А у меня конкретный вопрос. Вы великий лидер, вождь, предводитель психотерапевтов, столица психотерапии нынче. Куда ведет наш вождь нас? И какие следующие конкретные шаги? Что должно вождю и что с нами всеми будет в вашем исполнении? Ну, про вождя я даже комментировать не буду, да, я как-то так не беру на себя, да, да. Это реально, всегда можно последовательность в стране штатных. Значит, по поводу, ну, например, куда мы, вот образовательная структура. На самом деле ничего же не меняется принципиально за 20 лет в образовании, психотерапии в частности. Нынешняя реформа, которая идет, и которая говорит о непрерывном образовании, смене там сертификации на аккредитацию, мы сейчас только в начале в самом. И я, к сожалению, думаю, что даже там в Минздраве, который все это инициировал, никакого окончательного понимания, ну, кроме карга, да, вот, там, слово непрерывное, у них у самих нет, они выпускают приказы, противоречащие друг другу, такое ощущение, что они это делают, ну, вот, на ходу. Поэтому, что будет через полгода, мне даже затруднительно сказать. Но, опять же, я уверен, что ничего не будет, мы приспособимся. Будет дистанционный курс, какая-нибудь голова в телевизоре, да, человек там будет регистрироваться с большим трудом, ну, слушать. В большом счете ничего не будет, ну, сертификацию сменят на аккредитацию, слово сменили, ну, пачка бумаг будет, может быть, другая. Я думаю, что пачка бумаг будет побольше. Это неизбежно. Так что, по большому счету, принципиально образование не меняется. Мы же говорим бесконечно, что образование, ну, любое психотерапевтическое, вне зависимости от школ, это теоретический курс, это личная терапия и супервизия. Ну, три основных, там, в разных комбинациях. Этого в государственной системе как не было, так и нет. И никакое непрерывное дистанционное образование в этом смысле ничего не дает. Потому что эти вещи не прописаны. Опять же, дистанционное образование западное, если к ним кто-то знаком, там, работа с клиентами, это же огромные деньги, это актеры, которых готовят, которые, там, не знаю, изображают реально, там, депрессивного, фобического, там, шизофреника, еще кого-то, с ними действительно можно отрабатывать. Нам предлагают быстренько на коленке сделать то же самое. Ну, депрессивное, наверное, могу изображать, да, у меня хорошо получится. А вот всех остальных как-то я не знаю, кто это будет делать и каким образом это делается. Это вот чисто карга. Ну, соответственно, будут какие-то, причем это же не только психотерапия, это вся медицина, кстати говоря. Поэтому по поводу кризиса, да, кризис, ладно, психотерапия. Он, соматику-то тоже, мы же с вами болеем, и наши родственники, да, так что это большой пример от соматической медицины, что нас ждет дальше, да. Поэтому вот скорее так. Сергей Михайлович, все-таки вот я, ну, шутка шутками, да, вот этот минорный настрой, он, значит, у вас такой стиль, я так понимаю, выступление, что тоже хорошо, такая, знаете, взрыхляем, как бы, какие-то вопросы. Вот, ну, все-таки вот если задать провокационный вопрос, как бы, да, тебе, вот смотри, значит, ты говоришь, гражданское общество, да, ну, в гражданском обществе там же ведь каждый человек отвечает за себя сам, да, так вы, я прошу прощения, так вы это делаете на кафедре или нет? Вот, например, вы, значит, сейчас на кафедре занимаетесь психотерапевтами. Можно ли спросить, готовите ли вы психотерапевтов для специальной работы по изменению рабочего места? Потому что у меня есть масса опытов, если человек приходит на какую-нибудь кафедру, ну, не про вашу будет сказано, значит, хотя последние десятилетия она тоже работала не очень хорошо, когда Виктор Анатольевич ушел, то снизилось ее качество работы. Если там читаются просто безумные лекции, бессистемные, да, без всякого смысла, как бы, да, просто одна лекция сегодня по гештальту, завтра по динамической психотерапии, потом что-то еще, проходите, проходите, вот, то, а потом мы говорим, эти люди бедные не могут работать, так они просто лекции слушали больше ничего. Вот вопрос вам такой, первый, да, значит, если на кафедре все-таки эта структура выдерживается, теория 25%, второе, практика, личная терапия в рамках тренингов, и второй вопрос, проводится ли специальная подготовка по внедрению, да, новых рабочих мест? Спасибо. Ответ, конечно, нет, конечно, нет. Мы проводим подготовку в соответствии с государственным стандартом подготовки, вот какой он есть, изменять я его не могу, там, по-моему, сколько, говорит Анатольевич, 20% или меньше даже, как бы, вариабельность часов, опять же, внутри этого стандарта. Никакой личной терапии там не предусмотрено вообще, ни часов, ни возможностей. Давайте тоже, вот будем говорить какие-то основы на реальных вещах. Значит, с прошлого года, с 2014-го, новый закон, да, пока позволяет любые программы создавать. В общем, простая позиция, берите программу, которая есть, на которую можно ориентироваться, да, делайте программу подготовки, значит, ту, которую считаете нужным, и преподавайте. Никто не может запретить. По новому закону образования можно делать любую программу, тем более ваше государственное учреждение. Нет, 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 нет. Есть государственный стандарт, и мы в рамках этого стандарта можем создавать программы, но которые укладываются в стандарт. Стандарт прописан, количество часов прописаны, там, лекционных, семинарских, практических, личной терапии нет вообще. Да, мы можем, мы это делаем, там, групповая работа, ну, тренинги, групповая работа, которая, естественно, была в свое время на кафедре, мы сейчас это возобновили, да, это есть. Но часы личной терапии, ну, конечно, нет. Нет, супервизия, ну, можно делать в групповом формате супервизию, но это, скорее, демонстрация, как это должно быть. Понятно, что сделать, там, ну, не знаю, 100 часов супервизии, 40 часов супервизии, 100 часов личной терапии, безусловно, мы не имеем права это делать. Почему не имеете права? Кто запрещает? Есть государственный стандарт. Сергей Михайлович, нет никакого государственного стандарта по постдипломному образованию. Есть государственный стандарт по высшему образованию, а в постдипломном образовании есть унифестированные программы, на которые сегодня, значит, Министерство образования и Дума, выпустив новый закон, говорят так, что нужно их учитывать, но не придерживаться. Это же, ну, ведь все эти вещи известны. Вот это замечательная структура, вот наши законы, они таким образом работают. Вот как это, слабость, как это, жесткость законов компенсируется их несоблюдением. Вот на самом деле ничего подобного. Мы сейчас переписываем все эти программы по новому закону. Это вот, ну, то есть бюрократическая составляющая, она, я даже про это не говорю. Это вот ужас-ужас такой. Но это, так сказать, детали, да, в конце концов, там есть люди на кафедре, которые этим занимаются и, слава богу, пишут эти бумаги, которые, кстати, к реальности тоже никого отношения в итоге не имеют. Но реально, конечно, заниматься нормальной подготовкой психотерапевтов возможности нет. Я думаю, что, я не могу говорить за все кафедры. Вот наша кафедра, ну, наверное, мы пытаемся сделать что-то более-менее вменяемое и лучшее, чтобы не было такого, что сегодня лекция там по гештальту, а завтра там по когнитивной, а послезавтра по гипнозу, потому что у нас так вот совпало, да, свободные преподаватели. Разумеется, мы пытаемся давать какую-то целостную картину, но весьма приблизительную. Не говоря уже о том, о рабочих местах, а какое отношение имеет обучающая структура государственная к рабочему месту в Рюпинске. Да я никакого отношения к нему не имею, я на Питер-то никак не влияю. Закрыли его, открыли, открыли центр, закрыли центр. Никакого. Я последний раз вот вмешиваюсь, просто я вижу, что просто Сергеем Михайловичем, значит, ну, может быть, такое, смотрите, вот, значит, очень простая штука, да. Вот, например, приезжаю в регион ИКС, да, значит, проводим семинар по семейной психотерапии, да. Значит, до этого год назад приезжала группа подготовки, тоже учили семейной психотерапии. И они, значит, что-то умеют, но, говорит главный психотерапевт, не внедряется просто семейная терапия в принципе, да. Я спрашиваю, она у вас почему не внедряется? Они говорят, ну, у нас нет условий. Я говорю, давайте напишем список условий, которые нужно сделать. Первое условие. В вашем кабинете должно быть 4 стула, ну, просто, а не 2, да. Просто если 2 стула, то семейную терапию в принципе не провести, да. Значит, я спрашиваю, можно 4 стула сделать у вас, чтобы было? Они говорят, конечно, можно. Я говорю, можете завтра прийти и сделать фотографические снимки, что 4 стула есть? Я говорю, да, можем. И остальные действия по организации рабочего места такие же. Потом они говорят, например, невозможно провести семейную психотерапию, потому что невозможно этих пациентов по ОМС включить. Спрашиваю главного врача, так можно или нельзя? Они говорят, можно просто довести карточку на каждого члена семьи. И все проблемы, понимаешь? И вот когда мы эти 10 отработали позиций, просто вот таких простых просто. Приходите утром, у вас должны быть в кабинете 4 стула, а не 2, если вы хотите заниматься семейной терапией. Они появились, семейная терапия стала двигаться. Это разве не задача образовательного учреждения? Если бы внедрение семейной психотерапии заключалось в количестве стульев, это, конечно, было бы просто подарок. Как-то я думаю, что кабинетов нет, куда эти стулья ставить. Так, по большому счету. Не говоря уже об их количестве. Да, кабинеты, да. Там кабинеты, психотерапевты и так далее. Безусловно, нормально работающие образовательные структуры какое-то влияние на развитие психотерапии, безусловно, оказывают. И в России, наверное, позитивные. Если они вменяемые, так аккуратно скажем. Но, по большому счету, мы сами живем в этих же условиях. И, условно, по моей, по нашей, по вашей бывшей кафедре. У нас две трети сотрудников – это внешние совместители, чтобы вы понимали. Потому что никто за эти деньги не работает на этой кафедре. И, естественно, внешний совместитель, да, это очень хорошие профессионалы. Но он пришел, что-то отчитал, ушел. И, в общем, особо на этой работе не горит. Так спасибо ему за то, что он пришел и отчитал. И что-то показал, или тренинг провел. Если их... А завтра нам скажут их всех убрать. И это, естественно, будет рано или поздно. Так и их не будет. Поэтому я считаю, что весьма ограничены возможности влияния государственных больших образовательных структур на развитие психотерапии. Тем более, ну, в университете медицинском. Представьте вот все эти развития, высокие их технологии, там, и прочее. И кафедра психотерапии. Господи. Да и любая другая кафедра. 150 кафедр. Ну, их будет 149. Кто-то это заметит? В общем, никто. Ну, кроме людей, которые там работали. А для руководства кафедры больше, кафедры меньше. Это же... Потому что тем более говорим о психотерапии, да? Это же легко посчитать. Сколько у нас психотерапевтов зарегистрированных по статистике? 1500, 1800? Нет. 3000. А мне кажется, что... Нет, ведь у нас даже статистика разная. А вот ничего подобного. По-моему, 1800, а 3000, это, по-моему, совместитель... Ну, совместителями, да-да-да. Совместителями. Ну, понятно, да, совместителями. Если по статистике все-таки их 1800, то все эти кафедры в России осуществляют руководство, это же государственная структура, да, 1800 психотерапевтов. Почему у нас ликвидировали кафедру сексологии отдельную? Потому что у нас 2,5 сексолога. Ну, один из поводов, почему. Ликвидировали, наверное, по другой причине. Но один из поводов, кого готовит кафедра. 15 человек зарегистрированных, там, или 30 во всем союзе, во всей России, отдельную кафедру держать. Раз, закрыли. То же самое, может быть, и с психотерапией. Я что-то очень много занимаю вместо. Спасибо, Сергей Михайлович. Ну, важная тема, поэтому, видите, очень актуальные вопросы. Я еще буду принимать участие в дискуссии. Обязательно. Позвольте передать слово Константину Витальевичу Павлову, директору Восточноевропейского гештальтинститута. И чувствую, у Константина Витальевича есть что сказать. Он так уже держит, так сказать, боевую стойку. Я очень внимательно все записываю. Уважаемые коллеги, я вообще, да, спасибо большое, Дмитрий Викторович, что есть такая возможность. Записывал внимательно все, что говорится. Мне очень понравились некоторые определения. Мне понравилось определение психотерапевтическое хозяйство Травилько Исовича. Я его обязательно буду дальше использовать. Я подумал, что аббревиатура регионального психотерапевтического центра что-то мне болезненно напоминает. И я подумал, надо ребрендинг осуществлять еще до введения в официальный оборот, я считаю. Но это просто по ходу, рикошетом у меня мысли такие идут. А важнее другое. Мне, конечно, совершенно не с руки обсуждать большие вопросы организационные. И здесь, уважаемые коллеги, все, кто говорил до меня, у вас гораздо больше и полномочий, и статуса, и опыта, и, ну, не знаю, всего-всего, и авторитета, на мой взгляд, тоже. Мне так видится с моей позиции. И я скорее сидел и думал, нет, стой, стой, мне тоже нужно иметь мнение на сей счет, потому что вопросы очень важные. А мнение у меня очень небольшое, совсем маленькое. И к моему великому сожалению, оно почти никак не относится к организационным моментам, потому как я фаталист в этом смысле, как, может быть, вы, Сергей Михайлович, отчасти. А с другой стороны, я очень решительный фаталист, как мои товарищи знают. То есть я понимаю, что как бы вот все вот так, как происходит, но только я точно знаю, что если я что-то делаю, то это получается. И тогда остается один только единственный вызов. Мне нужно определить, какие я задачи перед собой ставлю, и тогда я это сделаю с людьми, которые со мной это почему-то решили делать, вопреки или благодаря всему остальному, что происходит вокруг меня. Я вот так примерно отношусь, и мне кажется, что эта позиция может быть рассмотрена как оптимистическая. Не мне говорить и взывать вождей к вождизму, потому как я сам очень маленький вождь. Но я думаю, стой, те, кто хочет быть большим вождем, я бы ждал вот такого вот изменения. Да, стой там, вот мне прислали там ворох хлама осенних листьев откуда-то из центра. Как мне нужно умирать? Нет, стой, стой, стой. Я не готов пока. Однако это призыв. Мне вольно говорить, я сбежал с государевой службы и рад этому. Поэтому вот мое только сочувствие и какое-то такое поддержка тому, что на фоне моего маленького лидерства расцветает. А это такой прагматизм и оптимизм. Я бы так это, наверное, назвал. Хотя порой я готов ремарка почитать и даже перечитал недавно. Вот погрустил, как они все умерли. Но думаю, нет, стой, 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 мы успеем. Тут надо еще как-то пожить успеть. Поэтому все мои размышления, они, по-моему, находятся в области совершенно практической и очень близкой к тому девизу, который вы, Сергей Михайлович, озвучили, про делай, что должен и будь, что будет. Вот мне кажется, фокус внимания мой про делай, что должен. А я думаю, что я должен. Я должен сохранять здравый смысл. И здесь мы с Дмитрием Викторовичем на одной платформе вообще со всей когнитивной терапией. То есть если мы еще и мозг потеряем, то это будет очень печально. Но здесь, включая тех, кто сумел включить сегодня экран компьютера и кто с нами в регионах, упомянутых Раэль Каисовичем, я думаю, мозги у нас еще есть. Как-то в России принято надеяться, что они еще сохранились. И тогда, значит, я думаю о практике. Что же нужно делать вот этим всем многочисленным, 800 ли, много ли нарративов, их можно схлопнуть, свернуть, психотерапевтов. И вообще, лечим ли мы пациентов или же что-то другое делаем. И вообще, как нам уклониться от управляющего хаоса, который распространяется из поля вокруг нас, того, что происходит. Вообще, поле-то у нас беспокойное, особенно в последние дни. В общем, вопросов очень много, а я для себя их переформулирую в то, что же делать. И последний год я хожу по конференциям, меньше хожу, потому что много сижу и работаю. Вот тут прозвучало, те, кто учит, то мало работают. У нас это не так. Мы потому что частная структура, не государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования. И у нас нет никаких грантов, и у нас даже зарплату, даже никакую государство вообще не платит. И это ставит на совершенно конкурентные условия. И, может, кто-то и завидует, и, наверное, по делам, но при этом совершенно все держится на эффективности. Я думаю, стой, 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 а во что же я тогда верю, если я такой оптимист? Или это я просто слабоумный и поэтому оптимист? Эту вероятность тоже не стоит сбрасывать со счетов. Но мне кажется, я скорее верю в самоорганизацию. Я вообще верю в людей. Вот, но у нас кряхтит, страдает, выезжает в средний класс. Ну, выезжает, ну, страдает, ну, кряхтит. Ну, не очень он патриотичен или патриотизм понимает как-то по-иному, нежели положено понимать. Но я думаю, все ли запустело? И только ли вот в пяти городах есть что-то? Ну, я так хорошо не знаю, как живут в совсем маленьких городах. Но я знаю, что интеллигенция была всегда. Я беру Чехова, открываю, и всегда есть инженер, всегда есть дьяк, и всегда есть учитель. И они выпивают, и они разговаривают печально о судьбах России. То есть эти люди есть, они до сих пор есть. Я их встречаю, когда выезжаю в города Российской Федерации. Эти люди очень честные. И они хотят работать. И, ну, они готовы услышать нечто разумное, практически применимое для того, как же им быть. И я думаю, хорошо, если я верю в самоорганизацию. То есть я примерно верю, что можно двигаться, и человек, если двигается, может вокруг себя создать сообщество, в этом сообществе сохранить здравый смысл, в том понимании здравого смысла, о котором договорится данное сообщество. Вот у нас здесь, мне кажется, есть довольно высокая плотность совместности в понимании здравого смысла. А различия наши преимущественно стилевые по мировосприятию, и различаемся мы также по тому, какие фокусы внимания для нас основные. Потому что у нас рычаги разные. Кто к чему приложился, кто к кафедре приложился, одно важно, потому что у него в одном месте плечо зудит, куда он давит. Кто в отделении работает, вот как Наталья Васильевна, у того другое болит. Он думает, какие там у меня кожаные диваны, кто сейчас в этот момент погрыз, пока я здесь на конференции. Все понятно, это все наши истории. А я в то же время думаю, нет, стойте, а где же народ? Вот мы собрались, оторвались от народа. В это время народ страдает, народ не кается, народ бегает по городу и ищет. Где же эти 25 кабинетов, где РПЦ? Они нашли РПЦ, конечно, но это не наш региональный психотерапевтический... Это огромное количество населения, потерянное, не пошло на работу, ходят, ищут того одного, которого нету. Они фонарем светят. В общем, это, конечно, совершенно фантасмагорическая картина. Но на самом деле все не так. Все гораздо лучше. Население не мечется и не ищет этого психотерапии. Население на работе, население... Кто-то уже выпил, кто-то продолжает... Конечно, повседневная жизнь продолжается, народное хозяйство растет. У нас Форбс повысила прогнозы по экономике Российской Федерации. Вчера Силуанов с изумлением комментировал этот факт. Я понимаю, что на самом деле все не так плохо. Я хожу по улицам города в разных городах, и люди, которые трудятся, они сыты, одеты гораздо лучше, чем герои первых пятилеток. Энтузиазма гораздо меньше, но люди гораздо толще. И, в общем, вот я не могу разделить в полной мере ужас. Я думаю, стой, 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 почему же так все хорошо, как я это вижу? Да, унылые люди, давно не менял свой Ford Focus на более лучший автомобиль. Я думаю, вот, блин, вот это основание для депрессии. Недостаточное основание для депрессии, на мой взгляд, простите меня, уважаемые больные, кто мучается депрессией по поводу несмены автомобиля. Не-не-не, я с кибольшишами до сих пор, хотя одет как плохишь, я понимаю. Но история не о том, а история о том, как же я верю в самоорганизацию. А вот так я верю в самоорганизацию. Если один по, скажем, нерешительности вождей наших, один-таки психотерапевт, который, значит, никому не нужен в этой системе, тогда люди найдут себе другую помощь. И люди находят себе другую помощь. Люди отлично пристроились. Те, даже которые не средний класс, они находят себе психологов. Они находят себе колдунов, костоправов, ясновидцев, всех тех, о которых, я уверен, Леонид Ленинович нам еще сегодня расскажет. То есть у нас есть незримые, никем не ученные коллеги, которые волею судеб прорвались на арену, которую мы почему-то снобистически хотели бы считать своею. И они плевать хотели на то, что мы думаем про то, как мы должны лечить ли людей. Или исполнить то, что они у нас спрашивают, что Виктор Анатольевич совершенно справедливо спрашивал. Я вот, например, отправляю гипнотерапевту, человека, который упорно говорит, дай мне гипноз. Это я в супервизии, кстати, Раиль Каисович получил такой совет. Я ломал одного моего уважаемого клиента на гештальт со всей свойственной мне убедительностью. Потому что я верю в гештальт, и мой прием это гештальт, я его люблю. А он говорит, доктор, ну я, блин, ты молодец, очень меня лечишь мощно. Ну дай мне таблетку, в конце концов, дай мне таблетку. У меня депрессия там, я не хочу терапию, ты молодец. Классно, я готов к тебе даже ходить, ну дай таблетку. Я пошел к супервизору, говорю, вот мучитель какой мне попался. Он говорит, так а что ты ему таблетку не дашь? Я думаю, боже, а что ему таблетку не дам? Я дал таблетку, через три года встретил мужчину в кафе, улыбнулся, подошел ко мне. Спасибо вам большое, что вы меня поняли с моим желанием. Спасибо, что вы мне дали таблетку. Я к вам тихо направил пять клиентов, которые хотят психотерапию. Спасибо вам, удачи, пожелал мне этот мужчина. Так вот, я знаю, что люди хитрые, люди потому что хотят выжить. Я верю в самоорганизацию, вода не стоит, вода течет там, где дырочка. Вода дырочку найдет, люди найдут себе помощь. Так вот, вопрос к нам и к нашей ригидности. Готовы ли мы бессильно опустить руки и огорчиться от того, что ворох осенних листьев прилетел к нам сверху и он несет бессмыслицу? Ну, это выбор, однако, опять же, это выбор, мне кажется, для каждого человека. Что же это вот сейчас у меня такая история? И я с уважением отношусь к выборам людей. Я сам не такой, там, титан, у меня свои сложности в жизни, как у всех нас. Это совершенно очевидная история. Но я скорее о другом. Я о том, какую же помощь получают эти люди, которые вообще не интересуются тем, видим ли мы их как больных, как невротиков, или же это пограничная организация, или же это бодерлайн, или что-то мы еще думаем на этот счет. Эти люди хотят жить лучше. Совершенно я с этим согласен, Раил Каисович, что они приходят за тем, чтобы получить облегчение в своем страдании, а методология их не интересует. Но здесь это запрос уже к нам. Упремся ли мы в разнообразии методологий и станем обездвиженными в этом? Или же мы сможем спродуцировать нечто, свое мировоззрение, что нам подсказывает делать для того, чтобы делать с этими людьми? И мой короткий, вот я говорю не о том, о чем хотел говорить, но говорю в отклик, потому что это важно. Я хотел сказать о тех принципах, на которые я опираюсь в своей повседневной работе, и чему по мере сил учу людей, чтобы они могли работать. Те, кто называются гештальтерапевтами. Гештальтерапия, Фридс Перлс говорил, слишком хороша, чтобы быть применимой только для больных. Мы, конечно же, работаем и для условно здоровых, во врачебной аудитории принято так мягко шутить, про недообследованными. Но, в общем, с теми людьми, которые ходят по улице, с теми 50% невротиков, которые составляют нашу популяцию в мегаполисе, я совершенно уверен, что эта цифра больше. Мы просто привыкли жить в невротическом мире, и так как мы живем в этом воздухе, то мы уже не замечаем, что этот воздух какой-то такой специфический. То есть все нормально. И я хотел говорить о принципах твердости, ясности и открытости. Это такие универсальные вещи, которые мне помогают сохранить тонус, сохранить уважение к себе, сохранить уважение к людям и, надеюсь, быть полезным. Потому что эти три направляющие основаны на ценностях, которые во мне устроены, а ценности связаны с верованием. Вот здесь я, уважаемый Равиль Каисович, не могу с вами согласиться, что на почве личности одного терапевта могут сосуществовать разные методологии. Я в это не верил и не верю. Вот такую совершенно мультимодальную психотерапию я до сих пор переживаю, как окрошку какую-то, приготовленную нехорошей хозяйкой. Потому что если я верю в самоорганизацию, то управлять, может быть, я и могу. Я когда-то кодировал больных алкоголизмом с очень высоким результатом, но мне это оказалось не мило. Только поэтому, когда ко мне обращается человек и говорит, я хочу гипноз, я вижу, что человеку это нужно почему-то сейчас. Я могу ему сделать нано-проповедь? Я скажу, послушайте, ну у вас семейная история, может быть, вам разобраться с ним. Он говорит, да я уже все опробовал, мне бы сейчас, чтобы полегче было. Я говорю, ну, брат, ступай к гипнотерапевту, я подскажу тебе. А потом, если что не так, ты заходи, если что, как в этом мультфильме про «Жил-был пес». И они иногда заходят, а иногда и уходят, и слава богу. А потом гипнотерапевт звонит, говорит, о, пришел человек, я там что-то рассказал ему. И прошло все. И хорошо. Так ведь тоже бывает. Потому что иногда можно просто обличить боль. Иногда у людей недостаточно чего-то, культура другая, чтобы они хотели себя узнавать глубоко. Они хотят что-то изменить, да и все. И так вот, твердость, ясность и открытость, как принципы, которые строятся на моей идеологии. Потому что, я понимаю, гештальтистская очень свободолюбивая идеология, такая либерально-демократическая. Мы верим в свободу, осознанность и ответственность. Мы действительно верим, что каждый человек отвечает за способ своего существования. И тогда возникает шанс, если я ответственный, то я могу что-то изменить своими активностями. И это такая оптимистическая нотка, если угодно. Очень просто. Если нет твердости, то не с чем встретиться к клиенту. Если нет твердости, то не на что опереться. А люди очень часто хотят в какой-то мере опереться. Вы скажете, перенос, контрперенос, если человек хочет опереться. В какой-то степени да. И когда-то мы с этим можем работать. Но поначалу человек хочет прийти за помощью. И значит, то существо, которое он встречает в кабинете, должно хотя бы выглядеть как достаточно плотное, что оно не разрушится и не умрет первым. Потому что, ну знаете, если зарыдал первым терапевт, это несколько смущает наших уважаемых пациентов. В этом смысле твердость важна. Если мы вспомним о сложностях работы с нашими пограничными пациентами и клиентами, которых достаточно много. Но пограничность в бытовом понимании для уважаемых наших зрителей, которые находятся далеко и могут не владеть терминологией, это такая специфическая основа поведения, когда не уважаются границы других людей и часто себя, проявляется в виде бытового хамства, удивительной уверенности в себе, сочетающейся с резкими и нелепыми выходками, имеющими в наше смутное время часто выгодный эффект. Вот бизнесмен Полонский, небезызвестный, он выглядит как отчетливый пограничник для меня. Кто не видел, посмотрите, в ютюбе там есть ролики с его совещаниями. Очень интересный. Так вот, если такого человека, который при этом может очень сильно страдать, а я знаю, что такие люди страдают, встречает существо неуверенное, нерешительное, размазанное, потерявшееся в собственных сомнениях, то терапия очень короткая. К сожалению, такой клиент не может продолжить работу с отсутствующим терапевтом. А для того, чтобы было присутствие, необходимо терапевту, как в тренинговом мире говорят, поймать гранату и бросить ее успеть обратно. Это должно быть ловкое существо, отвратительное, маленькое, гадкое, задающее скверные вопросы, но ловкое и выживающее, вопреки ожиданию. Что тут за сидит очередной упырь, который должен мне помочь? Упырь должен выжить. Вот твердость нужна для того, чтобы выжить, чтобы помочь нашим уважаемым пограничным клиентам. Еще твердость нужна в работе с детьми. У меня трое детей у нас с женой, у нее трое детей, а я их просто помог ей родить, наверное, правда, больше в этом. Я приношу домой тушу убитого мамонта, они ее быстро делят. Я ознакомлюсь с детьми на празднике, это понятно всем, кто работает. Но у кого есть дети, кто встречал детей, знает, что быть размазней с детьми – это путь боли. Путь боли и путь в никуда. Особенно я уважаю Монте-Сори педагогов, я о них вообще всегда помню. Вот кто не понимает Монте-Сори педагогов, думает, что это чепуха, что это хаос, что там детям можно все, они мазюкают всем и по всему, и, в общем, это такое счастье либерально-демократическое. Ничего подобного. Монте-Сори – это фашизм маленький, потому что граничность существует вокруг. Прошу прощения, не точный, не строгий термин, но, прошу прощения, фашизм такой с маленькой буквы и переставьте буквы в правильной последовательности, имел в виду только большую жесткость по границам. Вот эта возможная свобода внутри, либерально-демократическая, тоже все с маленьких букв, в любой последовательности, вы понимаете, то есть это метафора. Она внутри, вот эта гиперсвобода. Но границы пространства должны быть очерчены с максимальной твердостью. Дети любят ясную инструкцию. Дети любят ясность. Ясность – это следующий пункт, который любят и взрослые. Есть большой блок работы в психотерапии, такой не медицинской, работа с внутренним ребенком. Ну и честные люди понимают, что внутри нас, конечно, живет ребенок. И я себя переживаю, конечно, тем же человечком, который я был, когда был маленький. И, ну, я не знаю, я обращаюсь к честным людям, кто еще не потерял память. Мы, конечно, я сильно изменился с тех пор. Я знаю, что некоторые дамы изменились в меньшей степени с юности, но я меняюсь, я это замечаю, а внутри я воспринимаю мир точно так же. И я помню, как это было раньше. Посему восприятие ребенка – это важное восприятие, и ясность детям важна. Ясность важна всем остальным людям. Мы в гештальте работаем с контактностью, и мы ценим осознанность. Это важно, потому что мы считаем, что если человек хочет управлять своей жизнью, принимать ответственные решения и нести за них ответственность, то нужна ясность, на основании которой принимаются эти решения и производятся шаги. Без ясности существует то, что мы называем конфлюенция. Это противоположность осознанности. Если есть конфлюенция, это муть, с которой к нам очень часто приходят пациенты и клиенты. Люди приходят, и они не могут связать слова в предложение, предложение в текст. Часто произнося некоторый текст, они в конце сессии обнаруживают, о чем же они говорили. И вот это обнаружение того смысла, который в тексте есть, который замечен нарративными терапевтами и другими терапевтами, логотерапевтами, очень часто бывает важной частью работы. Однако не только текстовая ясность нужна. Нужна ясность на уровне опыта. Мы с Дмитрием Викторовичем будем обсуждать сегодня следующий круглый стол по awareness и mindfulness. Это наши предтечи, наше понимание осознанности. И осознанность как опыт проживания момента, который ведет к присутствию человека в данном моменте. Это уже терминология. Здесь необходим опыт, чтобы это понимать. Но тем не менее, ясность очень важна. Не буду долго распространяться, я посвятил внимание политическим, организационным моментам. Открытость. Открытость – следующий фактор, который определяет успешность терапии. Потому что часто в жизни люди не имеют образцов здоровой открытости. В первую очередь речь идет об открытости по поводу чувств. Люди не знают своих чувств и тем более не могут открыто приносить их в мир. А чувства как регуляторы поведения, регуляторы отношений крайне важны для того, чтобы вокруг человека складывалась правильная ситуация, такая, в которой можно удовлетворить его потребности. Потому что очень часто чувства ведут к тому, что не вполне совпадает с пониманием человеком того, что должно происходить. Потому что у нас есть масса интроектов, потому что у нас есть представление о приличиях, потому что нам трудно поверить в реальность своих желаний. Если я не привык удовлетворять какие-то свои потребности никогда в жизни, сейчас есть такая возможность, у меня нет такой привычки. А в стереотипах у меня, в понимании ситуации не лежит возможность удовлетворения такой потребности, то это ситуация конфликта. Чувства говорят одно, мысли говорят другое. Так вот по этим многочисленным разным причинам люди плохо знакомы с чувствами. И научиться говорить на языке эмоций, научиться признавать эмоции и их роль в обозначении потребностей и в следующем шансе возникающем удовлетворения потребностей, это педагогика. И педагогика строится в открытой ситуации. Не надо думать о том, что терапевт это какое-то слабоумно открытое существо, которое вываливает все свое содержание. Я начинал с того, что рыдающий терапевт раньше, чем зарыдал клиент, это немножко странный терапевт, редко я бы рекомендовал поступать именно так, крайне редко лучше. Однако быть полностью присутствующим и иногда избирательно делиться собственной открытостью, это очень важно, потому что часто необходимый дефицитарный момент в терапии реальности для клиента является настоящий отклик эмоциональный другого сочувствующего существа в ситуации, которая переживается клиентом как болезненная. То есть человек делает что-то неудовлетворяющее, ведущее к неудовлетворению потребностей, но он к этому привык и он относится к этому как к нормальному. А сочувствующие вокруг люди не находят в себе сил дать ему настоящий эмоциональный отклик. И терапевт может стать тем первым человеком, который даст настоящий отклик. Меня бесит, как неуважительно ты ведешь себя по отношению к людям. Это может быть началом терапии для какого-то очень крепкого, очень уверенного человека. Например, пограничного человека. Это может быть началом большой дружбы, которую не примет терапевт по нашим терапевтическим канонам. Что еще про открытость сказать? Да нет, наверное, достаточно. Твердость, ясность и открытость – это три направляющие, о которых я помню, когда думаю о том, что же на самом деле я делаю в терапевтическом кабинете отдельно от экспертизы по процессу. Потому что основная моя профессиональная работа, которую мы учим в институте людей, это наблюдать процесс, процесс жизни клиента. Потому что в процессе жизни клиента заложены все основы, возможные потенции изменений, и, соответственно, исцеления, улучшения, реконструкции качества жизни, как мы говорим. Отдельно от экспертизы по процессу, что есть тема другого какого-то доклада, в какой-то другой из дней, твердость, ясность и открытость – это три направляющие, о которых я помню и рекомендую вам помнить, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо за такой замечательный трансовый многих стультистский текст. Мне кажется, что я, когда слушал вас, с удовольствием погружался, и в образы какие-то появлялись. На самом деле есть несколько вопросов, которые, мне кажется, важно было бы обсудить. И вообще мне казалось, что на Комтапе мы даже с вами были бы встретиться, потому что я какой-то, в степени, конечно, я оппонент таким, что называется, монометодическим специалистом, которые идут из гештальта. И я немножко, так сказать, иронизирую по этому поводу, что это такой, знаете, психотерапевт, только анальгина. Ну-ка, если перенести в медицину, то можно ли лечить всех анальгином, или невозможно, есть другой подход. Но мы сегодня говорим о тренде. Мне бы очень интересно было бы узнать, как вы относитесь сами, к тому, что, например, в современной гештальт-психотерапии, я видел тексты на ассоциации современной европейской, они на полном серьезе обсуждают тему бессознательного, то есть какое-то отношение имеет к Пёрлзу, к тому чистому, ясному, такому вот осветляющему или просветляющему гештальту. Как современные гештальт-терапевты понимают вопросы групповой динамики, все больше есть групп, в которых там уже нет специального кресла для пациента, это все возникает такая вот вещь, связанная с взаимодействием внутри группы. Бесконечное количество всяких других сходных техник, психодрама на полном серьезе начинает использоваться. Вот как это можно объяснить, как Вы оцениваете такую вот тенденцию гештальт? Не означает ли это, что, понимаете, если вот когнитивная терапия появилась в Малфонус, а у Вас появляются вот эти вот все такие замечательные новоприобретения, не является ли, по сути, это движение направлено на слияние всех методов? Это первый вопрос. Спасибо, Равиль Кайсович, за такую возможность развернуть немножко глубже дискуссию. Постараюсь кратко. Ну, во-первых, психодрама никогда не уходила из гештальта. Фридс Перлс дружил и учился у Якоба Морена, и они вместе творили театр. И психодрама, не имеющая идеологии, являющаяся совершенно великолепным техническим методом, всегда была включена, как один из методов, в старый гештальт. И я до сих пор вчера делал вечером с дамой, совершенно не предрасположенной к драматизму, делал с ней монодраму, мы ругались с медсестрой. Это было совершенно мило, и я это делаю редко, кто меня знает. Однако вчера это было особенно хорошо, вечером медсестра получила свое, мы назвали ее курицей. И это был прорыв, потому что это была очень боязливая дама моя, и было хорошо. То есть, Якоб Морена никуда от нас не уходил. Гештальтист при этом, это человек, который совершенно спокойно и уверенно вечером может пожарить картошку и съесть ее. То есть, гештальтист, это не гештальтист какой-то до мозга костей, который ничего другого, кроме гештальта, не делает и не верит в бессознательное. Да, упаси господи, Фрид Сперлз, он же психоаналитик, он же открыл первый в Южной Африке психоаналитический институт. Я был в Кейптауне, и там стоит памятник его другу Джанус Мацо, который про холизм писал. И весь психоанализ Южной Африки, это перлзовский психоанализ. Мы совершенно последователи психоаналитиков с точки зрения бессознательного. От бессознательного мы никуда не уходили, и вся эта ясность, осознанность нужна как раз для того, чтобы размутить бессознательное. Но с другой стороны, я понимаю, о чем вы могли говорить, у нас есть наши товарищи, которые сочетают гештальт, например, с эриксонианским гипнозом. Знаете ли, мне кажется, разнообразие совершенно нормально на почве одного и того же человека. Есть удивительно разделенные личности и богатые личности, у которых есть разные таланты. Если человека туда тянет, значит, есть тому основание. Но мы никогда не называем это чем-то одним. Есть гештальт методология и есть методология эриксонианского гипноза. Может один и тот же человек приготовить картошку, а после этого вообще сварить борща. Может. Может этот же человек сделать гештальт хорошую работу и потом эриксонианский гипноз. Да может, конечно. Я думаю, ему трудновато, этому человеку. Вот мне трудновато вернуться в гипнотическую ситуацию. Хотя многие, не только вы, говорят, что я когда говорю, то трансовое состояние происходит. Я думаю, так оно примерно где-то и есть. Специально ли я это делаю? Да ни в коем случае. Я просто живу в моменте. Потому что это поток, называют мои коллеги из института коучинга. Я не знаю, поток, не поток, но это для нас здесь и сейчас. Потому что я живу моментом и это происходит. На что еще отреагировать? Это про драму, про бессознательное. Про групповую динамику. Про групповую динамику. Представление о том, что горячий стул, это весь гештальт в работе с группой, это совсем старомодное представление. Прошу прощения. И совершенно понятно, потому как вы обозреваете все подходы. Я читаю Норкроса и про Хаску. Они анализируют мета-анализ всех методов психотерапии. Я восхищаюсь и снимаю шляпу, как глубоко эти люди проникли во все методы психотерапии. И я понимаю, что закопавшись в свой гештальт с любовью, я не имею возможности десятой частью узнать широту так, как вы ее знаете. И на это не претендую. Это мой выбор сознательный. В энциклопедичности про психотерапию я не соревнуюсь с энциклопедистами. Но про гештальт я знаю глубже. Это совершенно нормально для узкого специалиста, я так считаю. Но с анальгином сравнение несколько некорректное. Это гештальт и гештальт. И я повторюсь, если я вижу, что для моего клиента, пациента, а мы в реконструкции качества жизни думаем как раз о том, что поможет человеку. Лучше гипнотерапия или лучше фармакотерапия, это тяжелый случай. Или это здоровый человек и не надо ему терапии, ему достаточно личностного роста, консультирования. То мы стараемся это сделать ясно и сообщить. И с нашими коллегами мы обсуждаем эти вопросы. И я очень хорошо отношусь к тому, что есть прекрасные специалисты в других отраслях. С Михаилом Михайловичем Решетниковым, психоаналитическим человеком. Мы дружим уже много-много лет и мы видим, что в работе, это я не устаю повторять, хорошие представители разных терапий на глазах людей сделают совершенно одинаковые работы по интервенциям. Разница начинается на момент интерпретации. И когнитивно-поведенческий человек даст одни интерпретации и расскажет, почему он принимал решение сделать ровно такую же интервенцию. Это будет другое объяснение. Аналитический специалист расскажет по-своему, экзистенциальный терапевт расскажет по-своему, гештальтист расскажет по-своему. Но я был на супервизии Харальда Штерна. Совершенно гештальтистская работа, хорошая работа. Начинает объяснять, что делал, не хочу слышать, голова болит. Но человек работать умеет, уважение мое вызывает. А голова болит, это мои сложности. Вот именно потому, что у меня болит голова, когда я слушаю психоаналитические многие фантазии. Простите меня, уважаемые психоаналитики. Но это, прямо говоря, конечно же, фантазии, проекции. Мы фантазируем про клиента. То я не соглашаюсь с этими фантазиями, мой опыт их не подтверждает. Но до тех пор, пока вы делаете хорошую работу, на мой взгляд, и я могу обсудить, почему это хорошая работа в моем понимании, я очень уважительно отношусь. То есть, пожалуйста, если клиент хочет психоанализ, в данном смысле, пожалуйста. Вот такое мое отношение к мультидисциплинарности. Я против окрошки, когда человек имеет 10 часов экзистенциального, 3 часа психоанализа, 7 часов гештальта и 2 часа групповой терапии, и говорит, я мультимодальный человек. Это не какой человек, к сожалению, нужно учиться и нужно понимать, что ты собираешься делать. И именно потому, что это сложно, то я говорю… Ну то есть, можно быть гештальтистом, который проводит эриксонянский гипноз, но другие виды окрошек сложны. Нет, нет, когда ты делаешь эриксонянский гипноз, я не видел пока человека, который делал эриксонянский гипноз, размахивал флагами гештальта. Люди тогда начинают говорить, стой, 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 я клинический психотерапевт, я использую эриксонянский гипноз, я могу применять гештальт в какой-то степени. Я лично болезненно отношусь к смешениям. Мне кажется, что они трудно уживаются на фоне одной души. Это мое личное… Спасибо. Вот, Костя, и последний еще вопрос, мне тоже просто очень важно в этом разобраться, я хочу просто понять. Скажи просто, как тебе кажется, не является ли гештальт психотерапии сложностью, что она не очень интегрирует в себя современные научные данные? Вот, например, в частности, современные представления исследователей эмоций показывают, что по сути нет никаких эмоций. А про Антонио Дамасио тот берли покойный… Есть эмоционально-когнитивные какие-то процессы сходные, вот как вы их отматриваете? Нет, давайте мы рефрейминг сразу осуществим, Равель Каисович. Гештальт терапия является одним из признанных, известных в мире психотерапевтических методов, которые включают исследования и в доказательной медицине наравне с другими подходами. Может быть, когнитивно-поведенческая далеко впереди, но все остальные подходы по проверенности и доказуемости из признанных гештальт в пятерке точно во всем мире. Норкраса и прохазку открываем, мы это видим. То есть, что не пользуется, это некорректно. Что же касается трудов Антонио Дамасио и нейронауки про слитность эмоций и когниции, мы с Дмитрием Викторовичем на конференции по психосоматике позавчера об этом говорили. Это известный факт, тот Берли как раз в 2003 году, когда Дамасио выпустил свои книги, уже говорил об этом, гештальтист. Да, видите ли, до сих пор остается в гештальте некоторая такая мода, тенденция не слишком умничать. Так как мы претендуем на то, что мы очень практичные, мы не слишком закапываемся в научную литературу. И это, если угодно, особенность. До тех пор, пока клиент выбирает нашу работу, до тех пор, пока наши уважаемые коллеги, а я надеюсь, что так и будет, потому как мы соратничаем и мы открыты, будут говорить, что эти парни работают хорошо, эти девушки работают хорошо, гештальтисты. Мы хотим с ними сотрудничать. Пускай нас признает сообщество, а другие люди, которые более настроены на научный подход, доказывают наши результаты. Мы просто пользуемся другими результатами. Почему нет? Если я смотрю, я вижу, что есть хороший подход психодрама, я пользуюсь психодрамой у себя в кабинете, потому что это не противоречит подходу гештальтистскому. Если я вижу, что помогает, и мы говорим об осознанности, ЭВНС, Дмитрий Викторович говорит про mindfulness, и есть у нас доказательства эффективности mindfulness, то следующим кругом столом мы покажем, что это одно и то же. И нам не нужно делать эти исследования, потому что наука одна, она открыта. В этом смысле сейчас подозревать гештальт в малонаучности, это, наверное, некорректно. В том смысле, что хедлайнеры, ключевые люди в российском гештальте, это остепененные, серьезные ученые. Вот Леонид Леонидович будет говорить что-то, не все поймут, что он говорит. И не потому, что он будет говорить глупости. Поэтому, нет-нет, это, пожалуйста, это позавчерашний день. А с точки зрения групповой динамики, да мы впереди планеты всей. Клибринская модель в работе с группами, это сочетание полевого мировоззрения, о котором не знают пока другие люди, и системного в его лучших проявлениях. Ведь Грегори Бейтсон, это же гештальтистский человек, Бертоланфе дружил с этими людьми. То есть, коллеги, давайте не будем сейчас трогать науку, прошу вас, мне кажется, нашим зрителям это будет не так интересно. Нам нужно собраться где-то в кулуарах и поговорить об умном, еще более умном, еще отдельно, чтобы было еще веселее. Не знаю, насколько это вопрос к докладчику, меня зовут Егор Фторов, у меня частная практика. И вроде круглый стол, вопросы частной практики, проблемы, пока я услышал про проблемы организации здравоохранения, ну, это важные проблемы, про вопросы, точнее, про сложности, про ясность. Вот мне кажется, сколько я интересуюсь психотерапией, мне уже скоро 40, то есть достаточно давно, около 20 лет. Проблема, она одна, и она в частной практике, в государственной, ее как-то вроде не формулируют, что ли, так вот так открыто. Это неясность ответа на вопрос, что есть в психотерапии, потому что понимания-то ее много. Я надеюсь, коллеги, вы согласитесь с этим. И из этого же вытекает проблема самоорганизации, потому что, ну, когда люди в терапевтическом сообществе, психотерапевтическом, да нет на самом деле этого сообщества, люди очень разные. Разное понимание, что есть психотерапия, разное понимание, что делать с клиентами, и кто это вообще такой клиент, и кто такой психотерапевт. Вот, например, у меня одна из проблем в моей психотерапевтической практике, такая идеологическая, что очень сложно ответить, бывает, на этот вопрос, кто есть психотерапевт. И понятно, что в медицинских кругах есть один ответ на этот вопрос, хотя разные мнения. Вот тут семейная психотерапия промелькнула, хотя для меня не очевидно, что есть тогда терапевтическая мишень, и как это применить в практике, в ПНД, например, как это так будет. Это мои проблемы, я этого и не знаю, вы знаете. И мне кажется, что если бы про это говорить, про ясность в том, что есть психотерапия, хотя бы пусть этих ясностей будет много, может быть, как-то и проблемы будут решаться. Это был комментарий, наверное, не вопрос. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Позвольте предоставить слово Виктору Анатольевичу Ташлыкову. Не побоюсь этого слова патриарху, не только отечественной, но и представленной российским видом психотерапии, личностно-ориентированной психотерапии, я надеюсь, и выходящей за рамки только Российской Федерации и постсоветского пространства. Спасибо. Уважаемые коллеги, я как бы не входил в часть таких мини-докладчиков, и даже случайно тут, можно сказать, появился. Но, тем не менее, Дмитрий Ильич сказал, что дискуссия будет о трендах психотерапии. Ну, тренды психотерапии, конечно, мы периодически встречаемся, обсуждаем эти тренды. И на этот раз я тоже спросил, Дмитрий Ильич, почему разговор-то по этому сейчас именно? Это плановое какое-то мероприятие или это катастрофическая ситуация, кризис какой-то психотерапии? Для чего мы это делаем? И в рамках чего? В рамках какого-то общего, неясного психотерапевтического сообщества или ассоциации психотерапевтической или когнитивно-поведенческой? Но как-то я не понял, что Дмитрий Ильич сказал, вообще, так надо встретиться, поговорить обо всем этом. Ну, и тренды, конечно, на сегодня, если говорить о трендах, они разные. Одни тренды в практической работе психотерапевта, касающиеся практической работы, преподавания, образования, тоже другие тренды, может быть, научная деятельность психотерапии, третий тренд и так далее. Разные тренды, но Дмитрий Ильич, границы мне сказали, личностно-ориентированная психотерапия. Да, да, я понял. Ну, личностно-ориентированная психотерапия на широком пространстве методов психотерапии российской, конечно, занимает какое-то свое место, продолжает, она эволюционирует, развивается, и те, кто, ну, проявлял интересы, интерес к ней знают об этой эволюции, о том, что и, каким образом, какие этапы проходили и так далее. Но на сегодня, конечно, очень много сложностей для реализации практического развития личностно-ориентированной психотерапии, реконструктивной психотерапии. И, конечно, это в образовании. Знаешь, на кафедре психотерапии Сергея Михайловича и институте Альга Каисыча, там, как бы, даже есть отдельный цикл, на самом деле, посвященный личностно-ориентированной психотерапии. Так что, на самом деле, как бы, возможности для того, чтобы соприкоснуться, подготовку какую-то, в этом направлении получить, и если есть интерес, такие возможности есть, конечно, на сегодня, хотя, может быть, и недостаточные. Но это зависит не от этих образовательных структур, а зависит от, вообще, как бы, развития, развития научного и практического развития. Ну, развитие происходит постепенно, потому что, действительно, невозможно, это давно уже, тысячи лет, наверное, говорят о том, что нельзя, так сказать, одним каким-то методом психотерапии всех пациентов лечить. Это невозможно, нереально и нелепо. И владеть только одним методом, может быть, и хорошо, но, тем не менее, можно глубоко проникнуться, но тогда должен быть какой-то выбор пациентов, которые как раз подходят для этого, которые могут получить эффект, и, как бы, должны быть какие-то, и существуют, я понимаю, наборы критериев, по которым, все же, некоторым пациентам говорит, вот, консервитация говорит, да, вы идите вот туда, или идите туда, или там еще какой-то центр. Так что идет этот отбор, и, слава богу, но вот работающий психотерапевт, где-то в диспансерии, в кабинете, с вами, может ли он это, имеет ли он право, и что скажет главный врач, куда вы отправляете? К вам пришел человек из нашего района, просит психотерапию, у него есть основания, давайте занимайтесь психотерапией. Поэтому он никуда не может отправлять, вообще-то, или уже договариваться так, чтобы вот так и так, но пациент скажет, я пришел в бюджетную психотерапию, а не в коммерческую, Константин Ильич не примет меня бесплатно, не будет работать со мной, да, не будет бесплатно работать. Крайне редко, годы маленькие. Да, вот. И ученики могут. Да, ну, может быть, да. Хотя, конечно, это проблема, должна ли психотерапия на сегодня быть полностью стопроцентно бесплатной, или полностью стопроцентно платной, или то и другое, да. Как? Все время тренд идет в отношении, что психотерапия у многих должна быть платной, да, начиная с Фрейда, который, как бы, сказал, что какая, может быть, там психотерапия, психоанализ, если пациент не будет заплатить, у него не будет ни поверхностной, ни глубокой мотивации, никакой мотивации не будет, если он не будет заплатить. Поэтому это тоже вопрос. И я не знаю, организаторы здравоохранения в области психотерапии, насколько они продвигают вопросы со страховыми компаниями, чтобы, ну, как хотя бы на Западе, там, ну, бесплатно, там, пять-десять сеансов когнитивно-поведенческой терапии, а дальше платили денежки, и на этом ограничиваются. Но и этого нет, по-моему, и этого нет. То есть готовы, конечно, принимать, но неудивительно, когда здесь говорит, что вот психотерапевт, там, пять-десять минут ведет, а потом лекарства назначает. А что делать ему? Что делать-то ему, бедному? Он в этой самой бюджетной зарплате маленькая, да, времени мало, да, он, конечно, параллельно занимается, естественно, чтобы приработок имеет своими клиентами, и в этой бюджетной, в своем кабинете бюджетного занимается. И пациенты платят ему тоже. Хотя и он это делает неофициально и преступно. Нельзя ему так делать, да? Мы об этом только не знаем. Но это происходит в каждом кабинете психотерапии. Гипотеза. Какая там гипотеза? Жить-то надо. Поэтому, конечно, это большая проблема. Вот соотношение платной психотерапии, которая должна как можно больше быть, чтобы мотивация. Ну, предположим, что это так, гипотеза, что это, может быть, такая мотивация повышается у пациента. Или какая бесплатная. Бесплатная тогда должна быть организована так, что действительно психотерапевт, значит, соответствует своей работе, получал большую зарплату, и за счет вот этих, может быть, страховых компаний, которые могли бы оплачивать часть, он мог бы дополнительно еще иметь зарплату. Потому что это важная вещь, которая в практической работе психотерапевтов может быть, должна учитываться, иначе непонятно, иначе должна самоорганизация быть. Как-то вот вроде того, что и частных принимать, тайком пациентов, вот самоорганизуюсь. А я вот от того, с государственной службы ушел, что государственное поведение и совесть не позволяло. Хотя людей я понимаю и сочувствую. А мне пришлось сбежать в частных платах. Вот. А что касается образования, действительно, это замечательно, вот это, чтобы, так сказать, соответствующая подготовка теоретическая, для личной терапии, супервизия. Но опять-таки, супервизия. Если эта супервизия не оплачивается самим, во всем мире не оплачивается, или эти страховые компании должны оплачивать, но государство же будет ли когда-нибудь оплачивать супервизию? А? Когда? Столько лет мы говорим, бубним, супервизия, супервизия, а движения такого нет. Но энтузиасты есть. Видите, на кафере там, под таким условным названием, групповая супервизия, там будто бы болезненные группы. Но это не супервизия, но можно хотя бы что-то, если ничего другого, нет других возможностей. Или вот Райка Ищи там в свое время тоже, я помню, он приглашал и меня, как супервизора иногда, с некими своими сотрудниками поработать. Но это было чисто такой тоже энтузиазм. не оформленный, какой там институт супервизии, не организацию его и так далее. То есть это серьезная проблема, которой должны озаботиться вот эти чиновники психотерапии, которые должны продумывать вот эту все вещь. не только там сколько стульев поставить, но и эти задачи тоже решать. Иначе действительно будет бюджетная, государственная психотерапия окончательно исчезает, исчезнет окончательно, бесповоротно. Что касается личностно-ориентированной, да, она занимает свое место, да, какая-то подготовка, да, развитие идет, исследования научные, работы. Тренд общий такой тоже, в общем так, и дальше, я думаю, будет развиваться эта краткосрочность и интегративные элементы. Потому что другого ничего. Так, такой запрос пациентов. Да? Бесплатно, краткосрочно и быстро, эффективно. И на дорогу терапия. Да, иногда. Поэтому здесь, видите, тоже проблема вот с точки зрения подготовки в центрах психотерапевтических. Тоже, каким образом вот готовить этого такого психотерапевта, который не может отказывать пациентам и должен использовать вот разные подходы. Но в то же время психотерапевт всегда всегда, всегда, любой, без исключения, творческая личность. Поэтому он не может, например, не иметь предпочтения, связанное с его личностью, с его подготовкой, интересом. И поэтому у каждого психотерапевта, видите, даже встречается и сочетание гештальтерапевтического гипноза. Значит, есть какие-то элементы в его личности, которые тянутся к этому эриксианскому гипнозу. И он никак не может себе запретить этого. А мы же знаем тоже, достаточно много зарубежных исследований, которые говорят, что осталось очень мало, ну, может быть, на пальцах пересчитать классических психоанализов Фрейда. В основном психоаналитики тоже частичные эклектики, то есть они включают самые разные технические приемы в общий такой свой динамический подход. Поэтому это тоже тренд, который не может не касаться и наших психотерапев, российских психотерапев, в том числе и личностно-ориентированных психотерапев. Она тоже не остановится какой-то интегративной моделью такой психотерапии, хотя по этому поводу тоже у нас велись еще год назад, по-моему, дискуссии. Может быть интегративная модель личностно-ориентированная, или не может быть, да? Некоторые утверждали, там, вот, и Сурина, да, никогда она не будет. Нет и никогда не будет. Другие говорят, нет, это реальность такая, что она уже есть. Поэтому, вот, но она может быть действительно оставаться, как это и положено, личностно-ориентированная, как основной подход, главный. Но интегративный подход в этой системе личностно-ориентированной, возможно, и реальный. И тогда я могу более широко принимать пациенту, помогать их, да? Я могу отбирать для личностной, чисто личностно-ориентированной только всех тех пациентов, которые способны, там, к рефлексии, способны анализировать, которые мотивация к осознанию, вскрытию, работе такой, участию. Но таких не так уж много. Не все такие пациенты. А есть часть пациентов, которые ориентированы тоже. Они неплохо, как бы, говорят, неплохо разобраться, понять, откуда я ставлю навротиком. Но все же он хотел бы преодолеть симптомы или решить конкретную проблему на сегодня его жизненную. И пришел за помощью вот с этим. И готов осознавать, но при этом, вот чтобы двигаться в этом направлении, чтобы депрессия уменьшалась или панические атаки. И в то же время, как бы, было вот это движение в плане осознания, он против этого не возражает. Поэтому вот к психотерапевту, который, большинство психотерапевтов, которые работают в кабинетах, бюджетных диспансерах, поликлиниках, больницах, есть такие психотерапевты в кабинете, они должны быть широкого такого профиля. Ну и вот Сергей Михайлович, по-моему, так и готовит таких психотерапевтов, чтобы они могли реально работать, но выбирая, может быть, свои какие-то предпочтения в своем творческом движении, работе. Поэтому, конечно, сейчас проблема, вот Российская психотерапевтическая ассоциация, да, как бы действительно существует, функционирует, работает и так далее, должна роль ее резко возрасти, например, с следующего года. Вот эти аккредитации, вот эти баллы и так далее, какие-то центры, вот я не знаю, Сергей Михайлович, не говорили вам уже, что вы должны заключить договор с психотерапевтической ассоциацией, чтобы установить там какие-то программы, каким образом вот эти аккредитивы и так далее. Роль ассоциации психотерапевтической в западном мире велика, да, там, как бы, многие психотерапевты, начиная работа или пытаясь поменять место, они обращаются, да, кланяются, говорят там, помогите, и я тебе помогаю, ты устраиваешь на работу и так далее, и имеют, как бы, уже утвердившиеся право на это, но у нас еще это меньше, как бы, да, не так сильно выражено, да, это еще не, не, не взядая так. Ну, уже кое-что можно, да, кое-что можно устроить на работу. Которое охранение, значит, уже влияет, и там есть некое положение о профессиональной сообществе, так что кое-что уже можно делать. Или как вот эти комиссии аттестационные, значит, они в том виде, как сейчас не должны вообще-то функционировать, если все это меняется, значит, там, или вот эти комиссии, если еще будут принимать людей с этими папками, с баллами и так далее, то в этой комиссии должно быть почетное место занимать и ведущие этой ассоциации. А вы-то не занимаетесь это место? Нет, так я говорил, уже говорю о том, что там все, кто сидит в этой, являются членом какой-нибудь ассоциации, но речь-то идет о другом, что в организационном плане, что они имеют определяющие даже, может быть, а может быть и будет только как на Западе, там скорее ассоциации этого рекомендуют и вообще аккредитуют. У нас как бы государство пока не допускает, до этого она делает какие-то шаги к модели западной, но все же, по-моему, на это не решается. Я вот хочу, если позволите, Виктор Анатольевич, а лаверды такое небольшое, вставить свое слово. У нас есть раэль в кустах такой небольшой. Наше сегодняшнее мероприятие будет аккредитовано, и все присутствующие получат баллы. Это вот такой маленький бонус. Мы его тщательно скрывали. — Сколько баллов? — Вот это загадка до сих пор. Насколько мы заслужим... — Сколько часов проведем, столько и баллов. — Нам еще нужно будет отчитаться... — Один час, один балл. — И решить, насколько мы заслужили, каких баллов мы заслуживаем. Но мы вот уже шаги в этом направлении делаем, поэтому это, конечно, некое будущее, это с 1 января, только официально начнется. Но мы пытаемся ковать уже это будущее предварительно. — Была конференция, мы с вами проводили ее, да, по Мексикамаде, и всем выдали сертификат, но он некачественный. Потому что Рошаль не подписал разрешение на проведение такой конференции. Нет, мы не обращались, потому что это еще новый опыт. Надо заранее, за несколько месяцев направить к Рошалю все бумаги и программу, и все-все-все. Он подпишет, тогда все, мы можем выдавать это. Да еще тоже надо продумать, не просто участник сидел, посидел, получил бумажку, а там надо еще пройти какие-то... — Тестирование. — Тесты, тесты, чтобы получить на основании не просто участие, но и ответы на тесты, которые там должны бы проводиться, да? — Российская психотерапевтическая ассоциация член Национальной медицинской палаты. — А, вот так. Через вас можно продвигать это? — Обязательно. Вот мы для этого сейчас и собрались, чтобы обсудить в том числе и такие вот утилитарные вопросы для развития и становления вот тех странных, пока еще, зыбких форм, которые могут даже вызывать небольшую тревогу своей неизвестностью. Ну, если мы будем, как Константин Витальевич объяснял, делать то, что должны, тогда... — То есть малые придут. — Придут, да. Они дополнят нашу деятельность неизбежно. — Ну, спасибо, я дальше. — Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Вопросы? — Маленький вопрос. Все-таки вот есть какие-то планы совершенствованию лично сориентированной реконструктивной психотерапии и главного метода Ленинградской школы психотерапевтической? — Ну, я не знаю, у Кафера, может быть, у меня таких планов нет. А что касается... Вот, нету здесь Александра Ватуры Александровича. — Он извинился, к сожалению, сказал, что две конференции подряд он не готов осилить. — Разработал метод, который не является продолжения или развития личности акта. Акта. И который даже отделился от нее тем, что назвал... Как он назвал? Да, вот эту патогенетическую лично ориентированную это фактически как бы метод рациональной психотерапии. Вот и все. Рациональная психотерапия. Ну, вот, ему надо было как-то заявить о себе. Но в то же время он работает над этим много, старается и, значит, продвигает какой-то вариант вот в рамках такой системы начальной вот этой психотерапии. Какая? Психотерапия отношений или психотерапия такой вот патогенетической или дальше личностно ориентированной. Так что появляются разные варианты. Вот варианты краткосрочные, скорее групповой, но личностно ориентированной. Пока еще так в исследовании эффективности и разработки и реализации такого метода пока я работ не видел, хотя это было бы интересно. Я думаю, это появится, работа легче через групповой вариант, потому что там больше технических возможностей, групповой динамики и прочих или туда вводится все, что хочешь. В индивидуальной там сложнее, там надо как-то оставаться в рамках все же не застывших, как классическом психоанализм Фрейда, хотя многие очень говорили, что на самом деле одно дело теоретические позиции, а в работе с пациентами он вообще иногда был далек от этого психоанализа и прочих. Он делал такие вещи, которые запрещалось делать в классическом психоанализе. Поэтому это одно дело практическая такая реализация, другая разработка или застывшая схема классического. Нет, лично снаритирован не застывшая, она эволюция будет развиваться и в частности в ближайшее время это скорее возможность вот такого дополнения в интегративных подходе не в самой системе главной основной как вскрывающий осознать психотерапию, но возможно вот разные техники дополнительные, которые могут усиливать вот это осознание, в частности вот Александров он гештальтехники некоторые принципы включил в свою разработку, понимая, что надо расширять это возможности осознание, потому что действительно иначе это просто через беседы, через эмоциональное взаимодействие врача это маловато, вот, и поэтому он вот и психотравматические техники, принципы гештальтерапии включил, и я считаю, что это хорошо, потому что это позволяет ему оставаться все же вот в рамках этой патогенетической психотерапии, лучше может ее называть психотерапией отношений как основа теоретическая его, но все же вот включать в это другие технические методы других техник, если они не противоречат, не противоречат под основом этой патогенетической психотерапии, вот так движение, тренд, я думаю, личностно ориентированный будет в этом направлении по поводу расширения, то есть, чтобы больше включать пациентов разных категорий, да, и может быть эриксонианский гипноз или подход, вернее, может быть тоже включен в систему личности для определенной категории пациентов, для которых это легче, не потому что они ориентируются, просят гипноз, но просто сам психотерапевт считает, что это было бы полезно, продвинуло бы терапию. Спасибо. У меня есть. Меня зовут Лешковская, Светлана, я сотрудник института Бектерева. Виктор Анатольевич, я бы хотела акцентировать такой вопрос именно в таком, может быть, с вами вопросе, в таком диалоге, потому что вы человек, который все-таки такой научный очень, то есть ваша деятельность такая высокоакадемична, всегда была и остается. И вот если говорить о современных трендах, то, как мне кажется, один из них, он сохраняется уже многие последние десятилетия, это то, что психотерапия от таких своих фантазий движется все больше и больше к доказательности, обоснованности, попытки встать в один ряд с какими-то другими методами медицины в том числе. Но вот когда мы говорим об исследованиях, научных исследованиях психотерапии, то мы читаем Норкруса и прохазку, то мы читаем иностранных авторов, которые исследования проводили свои достаточно давно, а если недавно, вот я очень люблю ассоциацию когнитивно-поведенческой психотерапии, в том числе за такое широкое информирование о последних всевозможных в том числе исследованиях в области психотерапии, они все иностранные. Может быть, у меня неправильное впечатление, может быть, я тоже недостаточно в этом плане информирована, но мне кажется, что таких настоящих глубоких качественных исследований психотерапии в России как-то давно не было. Вот что вы об этом думаете и как это можно было бы объяснить и что, может быть, следует думать об этом на будущее. что очень скоро появится, это будет ваша диссертация, где как раз вы будете такой анализ проводить того, что как можно совместить методы психотерапевтические с конкретной проблемой, конкретным расстройством, так, чтобы можно на выходе сказать, что именно это воздействие привело к этому изменению. Не вообще там после курса психотерапии человек изменился, система отношений, там он стал по-другому, то-то, то-то, то-то. нет, конкретно вот это воздействие, вот это изменение, конечно, понятное дело, что это могут быть мишени не симптоматические, да, тут симптоматический опыт достаточно давний, имеется, там, гипноз, там, еще какие-то технические приемы, чисто такого, ну, технического, четкого, ясного, конкретного действия, но в целом, как бы, можно было, что есть, вот так-то мишень, это определялось, психологическое, личностное, социальное и так далее, существующего пациента, который он желал бы эту проблему решить, желал бы измениться, вот конкретно в этом направлении, да, и вот этот технический, и вот этот психотерапевтическое воздействие, оно как раз и привело к этому, и поэтому можно говорить, что она эффективна, эта психотерапия, а если еще в вашем исследовании, там, положим, через год, или через три года это изменение сохранилось, или дальше еще развилось, желаемое направление, то вообще уже эффективность замечательная, не просто ремиссия какая-то, а эффективность, изменение вот этого в личности этого человека, вот вы работаете над этим, и готовите свое диссертационное исследование, и вот оно будет как раз в этом направлении. Спасибо, что вы так говорите об этом, но... конкретно вы человек, который это делает, но делают и другие, но я просто здесь вот вас вижу, и вы делаете это, но есть и другие. Как вы думаете, что же можно предпринять для того, чтобы интерес к таким научным исследованиям, действительно, содержание психотерапии, они как-то появились и в нашей такой российской действительности больше? Больше, не только вы, чтобы были, да? Да. Ну, вот, действительно, это должны быть... Это должна быть, конечно, кафедра психотерапии. Я бы тоже так думаю. У нее есть обязательная научная программа, которую они обязаны выполнять, потому что за это платят деньги, да? Кроме образовательной деятельности, научная деятельность. Сергей Михайлович, скажите что-нибудь. Ну, институт Бехтерио, с его кафедрой психотерапии, там тоже все сотрудники, не практическое же отделение, а отдел научный, да, в научном институте, значит, они там работают. Который, возможно, закроется. Закроет его? Когда? Всякое может быть в нашей реальной. Дело в том, что они меняются, там слово психотерапии уже, по-моему, выброшено. Это пограничные нервно-психи... Раньше было отделение в родственнике, теперь отделение пограничных нервно-психических расстройств. И, кажется, там они отчаянно, Попов помогал, оставили и психотерапию, еще немножко доставили, это словечко. Ну, вот там, как это может, если вот так определяется, как может быть наука там развиваться? Никак. Хотя там много вышло же исследований, вы же знаете, колотельщиковые и так далее, диссерционные исследования в рамках личностно-ориентированной, там, групповой... Но они не совсем про психотерапию как лечебный процесс. А почему они? Про неврозы. Ага, ну, так неврозы тоже это нуждаются в лечебном процессе. Невротики. Сергей Михайлович, очень хочется услышать. Я вообще хотел отмолчаться, да, ну, как-то, помните, сижу, молчу, примус подчиняю, да, тут как-то, ну, вот, тогда чуть-чуть про науку, у меня три реплики будет. Ну, вот, коль уж сейчас про науку, ну, общее и частное. Вот, общее, что, в принципе, мы в методологическую сферу исследования так погружаемся, исследование психотерапии достаточно сложная вещь. И многие говорят, что психотерапия это постклассическая, там, не классическая наука, ее нельзя исследовать обычными методами, так как наблюдатель неизбежно влияет на процесс терапии, там, и прочее, прочее. И здесь скорее речь идет, ну, можно и классические исследования, феминологические исследования, то есть единичные случаи, что в нашей науке не очень принято, потому что у нас есть статистика, там, 100 человек, достоверность и так далее. То есть, вот такие общие вопросы, которые возникают и у нас, и на Западе. Вот, в принципе, об исследовании психотерапии достаточно сложная вещь. Более частные вещи, что, разумеется, исследование психотерапии это дорогое удовольствие. И те, там, западные статьи, на которые мы ссылаемся, там, не знаю, вот немецкая, там, 20-летний лонгитюд в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии, но я даже боюсь сказать, сколько это могло стоить, да, 20 лет прослеживать людей, которые когда-то проходили определенный вид КБТ, и что с ними стало там в длиннике, и кто это будет финансировать у нас. А в частном варианте, на мой взгляд, это российская наука, ну, диссертационная, так скажем, она изначально порочна, поэтому никаких реальных исследований там и быть-то не может, потому что изначальная задача другая, там, кандидатская, докторская, определенные критерии, а все, что там внутри, это вообще, ну, так, к большому счету, к исследованию и к науке чаще, ну, не по всем, конечно, но чаще всего никакого отношения не имеет. Она решает другие, так сказать, там, ваковские задачи, да, в рамках, так сказать, НИИ, возможно, что-то можно делать в рамках исследования психотерапии, но там должно быть нормальное финансирование тогда, чтобы научные, да, система грантов, да, разумеется, тогда можно исследовать, чтобы это не было зависимо, там, от моей кандидатской, вдруг я докажу, что этот метод не работает, что мне скажут, да, отрицательный результат, только результат, это только в теории, да, а не на практике, вот если по науке. Еще буквально две реплики, вот, Алла Верды и Виктор Анатольевичу по поводу бесплатной психотерапии, ничего, меня всегда эта тема так интересовала, у нас была дискуссия, на мой взгляд, нет бесплатной, ну, волонтеры сидят на телефоне доверия, вот он бесплатно, а если доктор в ПНД, ну, он получает зарплату, вот поделить зарплату на количество клиентов, будет стоимость сессии, так что она, ну, вот она такая, но она же не бесплатная, для клиента, ну, опять же, если он не бомж, он же что-то когда-то заплатил за это, налоги, он просто себе отчет не отдает, но вот сколько он заплатил, столько он и получает, это, в общем, ему тоже можно вернуть, да, для осознания реальности, в плане бесплатности, и в плане супервизии, ну, в идеале, конечно, я плачу собственные деньги своему личному супервизору, и понимаю необходимость этого, потому что улучшает мое качество, как психотерапевт, там, привлекает мне больше клиентов, и так далее, в идеале, но в реальности, наверное, больше, так сказать, реклама супервизии, одно дело, я в книжке прочитал, там, про Хаски, да, любимый мой, а другое дело, вот я увидел, что это работает, и в этом смысле, какие-то бесплатные групповые супервизии, наверное, это ирзац, конечно, но, тем не менее, это все-таки работает, в Питере, там, не знаю, ЕКПП проводит еженедельные супервизии, групповые, бесплатные для участников, ну, десятки людей собираются, да, там, вот, гильдии, пробона, и тут мы же участвовали, да, такие открытые супервизии, в принципе, это возможно, это показатель, особенно для молодых психотерапевтов, что это здорово, и в плане государственных структур, ну, в свое время в Оренбурге, сейчас это продолжается, это вот не умерло, у нас была бесплатная супервизия, супервизоры в штате психотерапевтического центра, ну, две-три группы в начале, ежемесячных, и сейчас пять групп, вот, по-моему, у них проходят, ежемесячно пять групп различных участников, и для участников это бесплатно, люди получают зарплату, находясь в штате государственного психотерапевтического центра, что, в принципе, ну, понятно, что это не совсем заменяет индивидуальную, личную платную супервизию, но в каком-то этапе, на каком-то этапе, безусловно. — Еще одно буквально, это самое. — По поводу науки, все-таки, словно именно, значит, я думаю, что не до конца использован ресурс фармакологических компаний, то есть, и с тобой мы тоже, да, вот это действовали, и вообще, в принципе, обращаясь к ним, я замечаю, что когда вот им предлагается провести настоящие исследования, то есть, что была психотерапия, фармакотерапия, и плацебо, и того, и другого, в общем-то, у некоторых из них крупные глаза загораются, и если бы не кризис, я думаю, что мы бы одну-две компании бы к этому склонили. Спасибо. — Коллеги, позвольте предоставить слово моему уважаемому коллеге, многолетнему другу и соавтору по целому ряду не только проектов, но даже изданий, книг, Леониду Леонидовичу Третьяку, как уже его анонсировал Константин Витальевич, многие слова будут требовать прояснения, но я надеюсь, что с помощью вопросов мы вот эту глубину, и не побоюсь этого слова красоту, полета мысли Леонида Леонидовича обязательно раскроем. Поэтому, особенно в формате круглого стола, вот такие эстетические удовольствия, которые мы можем получить от изложения свойственного Леониду Леонидовичу, я надеюсь, мы сейчас как раз получим. — Спасибо большое. Я прежде всего хотел поприветствовать всех собравшихся, так долго выдерживающих тему нашего круглого стола. Это энтузиасты и Дон Кихоты, которые собрались и пытаются противостоять ужасному влиянию культа карга на развитие психотерапии. Ну, можно будет сделать какие-то акценты, относящиеся больше к области частной практики, вот, которой я сейчас занимаюсь, но это не потому, что я занимаюсь единственной занимающейся этим делом. Скорее, это то, где находится актуальность переживаний. И особенно приятно это делать в такой показательной клинике, которая является клиникой депрессии и фобии. Мы все здесь присутствуем. Это частное, негосударственное учреждение, которое, в общем-то, востребовано. Как говорил Константин Витальевич, люди находят, вот, вода сюда стекает, дырочка хорошая, и сюда приходят люди, которые интересуются возможностью справиться со своими депрессиями и фобиями. И уверен, что это происходит эффективно. Не только эффектно, но и эффективно. То есть о трендах частной психотерапии. Да, да. Я именно хочу акцентировать на трендах частной психотерапии, продолжив, может быть, традицию, которую заложил в нашем круглом столе Сергей Михайлович, кто я, где я и что со мной. Вот. Но если говорить, начать вопрос с ориентации, где мы, в каком обществе мы находимся, у нас вот звучат эти темы, общество наше довольно сложные времена продолжает переживать. Это, ну, так скажем, из постоянного только перемены, как говорил Лао Цзи, соответственно, постоянные перемены касаются и области деятельности, которой мы занимаемся. Для меня психотерапия – это прежде всего область деятельности. И ее, не знаю, кто придумал, ее изобрела культура. Это факт культуры, такая же область деятельности, как и медицина. Вот. Ну, может быть, более узкоспециализированная, стоящая на стыке разных специальностей. И медицина здесь, ну, одна из самых основных специальностей, породивших психотерапию. Ну, этот вид деятельности будет существовать часто не благодаря, а вопреки государственной политике, любой, да. И я помню, на одном из круглых столов, посвященных будущему психотерапии, обсуждалось нашими старшими коллегами будущее психотерапии в СССР. Вот. Обсуждалось в 88-м году. Психотерапия продолжилась, а СССР, как вы знаете, нет. Вот. И это история, которая может повторяться. Вот. Неизвестно, как будет, что дальше развиваться. Но на эту деятельность есть спрос. И этот спрос рождает многочисленные формы предложения, если будем говорить таким рыночным механизмом. Потребности людей, действительно, когда у людей есть потребность в чем-то, они находят способ ее удовлетворения. Это, ну, можно сказать, физиологическая аксиома. Соответственно, если возникает потребность, она возникает не, как мы знаем по истории, не всегда она была, а в конце только XIX века оформилась в связи с кризисом религиозного сознания, оформилась потребность в какой-то специфическом виде деятельности. И вы знаете, что в российской конкретно психоневрологии оформилось две тенденции. Одна тенденция, которую связывали с именем Корсакова, который рекомендовал сосредоточиться исключительно на стационарном лечении, а другую традицию представлял Бехтерев, который еще призывал идти специалистов в народ и ориентироваться на запросы общества, на запросы клиента, на запросы масс. Вот. Ну, потом у нас, как известно, развитие психотерапии было прервано и возобновлено энтузиастами, как раз Дон Кихотами. Вот Виктор Анатольевич из Дон Кихотского поколения психотерапевтов, когда специальности медицинской еще не существовало, возник род деятельности, который действительно был плохо сопоставим с тоталитарным обществом. И когда общество стало менее тоталитарным и двинулось в сторону демократизации, появилась возможность, как-то у людей появилась возможность оценивать качество жизни, уже не так заботиться вопросами выживания. И появилась потребность вот в таком виде помощи в структуре медицины, как вы знаете, там, в 1975 году первый психотерапевтический кабинет, в 1985 году, собственно, специальность появилась. Но мы очень часто игнорируем реальность, немножко так, психотически, потому что психотерапия существует не только в системе медицины, а существует немедицинская психотерапия. И различные ее дериваты и производные в виде психологического консультирования, психологической коррекции и так далее. И на это есть спрос. И разные формы психологической помощи, адаптации в усложняющемся мире, в мегаполисах этот спрос выше. Но дело в том, что наше общество все информационно связано, и оно все подвержено культу карго, то есть оно становится все более пограничным, и не только в России, а в других частях света, потому что информационная нагрузка растет, растет имущественное и социальное расслоение, и разного рода проблемы с этим связаны, и расстройство настроения, и фобия избегания, и разного рода психопатологии, которых мы еще раньше и не знали. Они появляются, допустим, азартамонии, в компьютерном варианте разные формы прокрастинации и так далее. То есть мы сталкиваемся с патоморфозом расстройств, если говорить о клинических задачах, и вообще с неклиническими задачами, которые тоже существуют. Поэтому наша задача, как мне кажется, первое, что мне кажется важно в плане ответов, потому что вопросы уже звучали, но мне хочется порассуждать немножко на тему ответов. Что, во-первых, нам не хватает для того, чтобы практика развивалась устойчиво? В первую очередь, психотерапевт часто остается один на один в ситуации, когда поддержки у него не так много, а общественное давление в сторону психотерапии тоже не очень большое, потому что психотерапия как культурная практика у нас еще относительно новая, и у нас нет такого культурального давления, которое бы формировало у наших клиентов ясные и прозрачные ожидания. Мне кажется, никто иной, как психотерапевтическое сообщество, отвечает за формирование этих ожиданий. Чего ждать от психотерапевта? Должен ли психотерапевт ходить в бабочки или в галстуке, или вообще галстук не использовать? Чего от него ждать? И так далее. У нас нет такого достаточной степени сформированного культурального давления. Поэтому в этом случае его важно формировать. И один из шагов мы уже сейчас, мне кажется, делаем, когда собираемся с сообществом и обсуждаем спорные вопросы. Но очень часто бывает у психотерапевтов, что углубляясь в какой-то спорный вопрос, мы уходим от общего, от того, что нас объединяет, и то, что мы можем транслировать. Ну, допустим, даже в ходе нашей дискуссии мы немножечко там начинаем застревать в особенностях методов или применении этих методов. Мне кажется, очень часто мы пытаемся изобрести велосипед в этом случае и уйти от сложившейся практики, допустим, в тех странах, где психотерапия не испытывала тоталитарного давления. Ну, допустим, трехуровневая система образования. Когда первое образование дается согласно, ну, как бы первое высшее образование — это психолог или врач, соответственно, а потом он профилируется в психотерапии, некоторые общие основы психотерапии, а затем он получает субспециальность, соответственно, тому профилю, который соответствует его типологии. С типологией же не поспоришь, если есть часть, которая хочет эриксоновский гипноз, она обязательно туда прорвется. И он нашу песню не задушишь, не убьешь. Вот. Это первый момент. Второй момент — это то, что тоже реальность состоит в том, что мы столкнулись с малоэффективностью и неэффективностью государства. Это тоже естественно. Потому что, ну, если проводить вдумчивую реформу, всегда возникает вопрос, а где деньги взять, да? А деньги берутся... Тут есть у государства радикальное решение, это другая система налогообложения вообще в целом, которая переводит налогообложение на физических лиц, но это почти реформирующая, ну, очень сильная социально значимая реформа, которой наше общество, может быть, не готово, да? Не только государство, но и общество не готово. Соответственно, чтобы каждый потребитель услуги знал, за что он платит, потому что действительно бесплатной психотерапии не бывает. За нее обязательно кто-то платит. Соответственно, есть психотерапия, которая может быть оплачена, действительно есть люди, которые нуждаются в психотерапии, но не могут за нее заплатить. Вопрос, кто будет платить за этих людей. И обычно в странах с развитой социальной экономикой этим занимаются страховые компании, которые, так скажем, существуют на страховые деньги с ясным, понятным механизмом финансирования. У нас этот механизм не ясный и непонятный. И, как вы видели, часто происходит на различных форумах, посвященных развитию медицины. Обсуждения много, но возвращаются к ответу, что бюджетное финансирование самое лучшее. А нового ответа не придумано. Тем не менее, люди находят ответ в виде той же самой частной психотерапии, которая присутствует, но на пути которой созданы ограничения. И часто созданы ограничения и самими психотерапевтами в частности. Ну, вы о них знаете, я просто о них напомню. Ну, в частности, длительная система образования без профилирования. То есть, действительно, салат или окрошка или что-то еще, который не позволяет получить непрерывное образование сообразно целям и задачам психотерапевта, чтобы он овладел воспроизводимым и стандартизированным инструментом. Что я буду делать, как я буду делать. Ну, понятно, что программа, как она формируется на тех же кафедрах психотерапии, она дает скорее… Это реверанс в сторону разных методов, но этим сложно действительно воспользоваться и воспроизвести. Второй момент. Это как бы регламентация, которая существует, нормативно-правовая база в психотерапии, она скорее тормозит развитие. Но она, конечно, отсекает лишнее, и на это она рассчитана. Ну, допустим, если в Германии психотерапевт открывает свою практику, в Германии психотерапевты стремятся быть государственными психотерапевтами, потому что у них есть ясные прозрачные механизмы финансирования. Государственный психотерапевт всегда будет обеспечен клиентами, и эти клиенты будут в листе ожидания, потому что это финансируется контролируемыми организациями, независимыми экспертами. Но это сочетание общественной организации и государственных форм регулирования. У нас, конечно, возможно такое. И одно из направлений развития нашей медицины, в частности, это государственно-частное партнерство, которое позволяет соединить частную инициативу и государственное финансирование. Государственное посредничество в распределении страховых денег. Для этого требуются смелые инициативы правительства. Вы знаете, что еще одна особенность – это лицензирование помещений, прекрасных помещений, но на Западе лицензируется специалист, а не помещение. Соответственно, качество специалиста – это основное. А у нас это сводится к лицензированию юридических лиц, или то, что снимает персональную ответственность с психотерапевта. И, соответственно, переносит это на юридическое лицо. И, конечно, порождает, ну, немножечко ограничивает конкуренцию на рынке, потому что де-факто психологическая психотерапия есть, и активное предложение присутствует. А врач-психотерапевт получает ограничения на реализацию практики. В связи с часто забюрократизированными, в том числе и за счет нормативной базы, приказами и так далее, которые не работают, которые созданы для другой социалистической затратной экономики, от которой, по сути дела, наше государство вынуждено будет уйти в любом варианте. И, соответственно, если бы эти механизмы были как-то… Ну, мы хотя бы сообществом постарались изменить эту составляющую. Это бы упростило практику, упростило бы предложение, упростило бы доступ к специалисту. Специалист часто в то же время и не защищен, потому что он не защищен. У него слабые ориентиры с точки зрения стандартов, то есть с точки зрения того, что он должен делать. И всегда разговоров по этому поводу много, но есть две тенденции. Либо принимаются очень сырые стандарты, либо, так скажем, стандарты как бы неработающие. Очень дифференцированные, но неработающие. Соответственно, это действительно проблема общественная. Если общество перейдет, и государство с этим согласится, саморегуляции снизу, то это уже задача профессиональных ассоциаций выработки этих стандартов, которыми будет руководствоваться специалист с точки зрения, озвученного Константином Витальевичем, здравого смысла. У нас очень часто нормативно-правовая база противоречит этому здравому смыслу, а не укрепляет его. И тоже такая важная проблема, опять же, это диффузия профессиональной идентичности. Но помимо того, что у нас психотерапевт и Швеция, и Жнец, и на Дуде, и Греции, представители разных методов психотерапии, да, понятно, он может по типологии выбрать один-два метода качественно, но не больше. Знать может быть все. Но овладеть это все равно, что я ездил бы одновременно, не знаю, и на автомобиле, и управлял самолетом, и подводной лодкой. Ну, в принципе, это все вождение. Но, как бы, задачи немножко разные. И качественно подводную лодку, овладев автомобилем, вряд ли бы я куда-нибудь привел. Соответственно, профессиональная идентичность у нас тоже один из конфликтов, существующих в специальности врач-психотерапевт, это ролевой конфликт. Если я врач, психиатр-психотерапевт, согласно нормативным документам, то, соответственно, я как врач несу ответственность за своего пациента. И, ну, а в то же время психотерапия часто строится на возвращении и взращивании ответственности клиента. Это немножко другая, содержательно другая деятельность. Возможно, стоит выйти из такого подчиненного, сотрудничающего положения, перейти в сотрудничающее положение с психиатрами, выйти в отдельную, действительно, специальность, которая будет применяться к задачам психиатрии. Абсолютно верно, что клиническая психотерапия требует определенного подхода, знания клиники. Тогда, может быть, допуск к этой области и финансирование в этой области, и допуск к тем же самым страховым деньгам опосредовать, чтобы клинический психотерапевт был загружен за счет механизма. А частный психотерапевт, пожалуйста, может конкурировать на рынке, и важно создать условия, которые бы уравнивали конкурентную среду. Создавали бы антимонопольные какие-то механизмы, которые позволяли бы самому клиенту, потребителю, как, собственно, сейчас и происходит. Только единственное, что это происходит, как уже у нас звучало, закон у нас принимается во внимание, но не выполняется, по сути дела. Принять к сведению закон. А зачем такой закон вырабатывать, который нужно принимать к сведению? Может быть, в этом смысле задача сообщества, чтобы нельзя, мне кажется, предотвратить влияние культа карга полностью, потому что люди к этому склонны и будут изобретать фантомы и исследовать их воле. Это продукт человеческого воображения. Но свести к минимуму токсичность продукта человеческого воображения может упростить практику нам и как-то научиться нам договариваться. Поэтому я очень рад, что у нас такая дискуссия происходит. И вот если бы несколько таких предложений, что касается сообщества, что касается стандартов, эти бы дискуссии продолжались. Переход к индивидуальной аккредитации. Я уже говорил, что в 2011 году была попытка, никто иной как президент вносил в сообщество медицинское вопрос перехода к индивидуальному лицензированию. Но само медицинское сообщество так запутало этот вопрос, что, конечно, у президента вопросы ушли по этому поводу. И мы очень любим сами себя запутать в этом случае. Если у нас будет общество, прежде всего, как у цеха, у профессии, ясное послание, как говорил Константин Ильич, то мы получим ясное ожидание. Пока мы сами немножечко пребываем в муте, в конфлюенции, в муте, в слиянии, в неразличении, для этого и важно обсуждать различия, чтобы возникло некий общий объединяющий смысл. Иначе мы будем не так эффективны. Спасибо. Еще раз важную вещь, безусловно, затрагиваем таким обсуждением. Спасибо большое, Леонид Леонидович. Салтыков Щедрин еще в позапрошлом уже в веке писал о том, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Да, вот здесь уже рефреном такое звучит, поэтому с приказами медицинскими и психотерапевтическими очень похожая история, что многие формы, которые пытаются подменить содержание, опять же, возвращаясь к этому интернет, такому распространенному действительно образу культа карга, имитационным каким-то процессам, что Жан Бодрияр еще описывал, что сейчас так много информации и так мало смысла – это тренд. Понимаете, вот избыток, переизбыток информации выхолощивает смыслы содержания и ценности. Чтобы не происходило такой подмены, действительно, я думаю, и необходимы такие встречи для того, чтобы мы возвращали эти ценности, фокусировали их от такой мути, как, опять же, упомянула Константин Витальевич и Леонид Леонидович, пытались кристаллизовать эти смыслы, чтобы не было мучительно больно и депрессивно вот в этом размазанном таком хаотическом процессе. Леонид Леонид Леонидович, я тут сижу, слушаю вас с удовольствием, большим ясность нарастает, и от этого легче мне еще жить становится. А один момент остался неясным. Я вот эту себе фигуру представил. Государственный такой психотерапевт, как паук сидит, сосет трудовые денежки народа, страховые, теперь по нашей с вами новой прекрасной ясности. И к нему психиатры бедные нагоняют народ толпами, у него запись, как в Германии, люди ждут под дверью, не могут дождаться. Не вырастет ли это его безответственность, раз он такой прекрасный, государственный, сидит себе вообще весь в статусах, и тут мечутся частные какие-то такие, доказывают что-то, никто им людей не гонит, страховых денег ноль. Вот я вот забоялся этого нового нашего психотерапевта, который сейчас нами любимый преступник, которому мы хотим поменять законы, чтобы они не были бессмысленными, не толкали его к преступлениям. Но тогда, когда он будет непреступником, не станет ли он каким-то вурдалаком страшным? Вот я его боюсь. Константин Витальевич, спасибо за вопрос. Такой риск есть, потому что у нас тоже Салтыков-Щедрин многое писал, могут воплотить до конца всякую ясность. Но мне кажется, что если уточнить, государственный психотерапевт, это просто в той же Германии, это включенный в программу медицинского страхования, то есть он получил допуск. Но допуск он получает, с одной стороны, да, государство как бы выполняет контролирующую, регулирующую функцию, но аккредитует, рекомендует этого психотерапевта профессиональная организация. То есть, опять же, там используется принцип самоорганизующегося сообщества, которое рекомендует или не рекомендует, если он совсем стал упырем, этот риск есть у всех нас, вот, каким-то образом обратиться. То есть мы его все-таки будем предостанавливать. Его корректирует независимый эксперт, говорит, а что же это вы? А то слово допуск в нашей стране, это страшное слово. Там возле допуска, я уже знаю, там толпятся люди, с которыми мне придется вести трудные и порой бессмысленные разговоры. Вот важно так, чтобы... А вот определиться придется с теми людьми, а еще с сообществом, как я понял, Леонид Ленинджевич говорит. А сообщество ведь будет неподкупное, ведь мы же страшны, мы неподкупны, правда ведь? Нет? А можно вопросик? Леонид Ленинджевич, я перед тем, как вопрос хотел бы задать, хотел бы поприветствовать наших коллег, которые смотрят трансляцию. Вот, я знаю, что нас смотрят точно, значит, далеко на Дальнем Востоке. Светлана Владимировна, ваши коллеги из, значит, Амурской области, вот, и мы поздравляем, что вы с нами, вот, и из других тоже регионов. Я думаю, что это очень важно, и когда, видите, современные средства коммуникации позволяют психотерапевту из Амурской области слушать, хотелось бы, чтобы, может, какой-то вопрос задали бы, Светлана, вам прислали бы, мы бы с удовольствием озвучивали, просили бы Леонид Ленинджевича ответить на этот вопрос. Вот, ну, а у меня вопрос такой, если позволите, немножко такой тоже с подковыкой будет, вот, потому что мне всегда казалось, что, понимаете, вот, так, между нами говорят, да, вот, когда присутствует на заседании главных врачей психиатрических больниц, вы знаете, о чем они говорят? Всегда одно и то же, что у них мало денег. Я эту историю про мало денег слышал, да, значит, уже лет, наверное, то, насколько вот я вхож или входил в эти форматы, да, и, значит, с Борисом Мирчевым, Борисом Алексеевичем, Казаковцем, вот, всегда одно и то же. Значит, я знаю точно, что за последние лет 10 денег в психиатрических клиниках увеличилось на порядок, да, а они все об одном, у них мало денег. У меня возникает такое подозрение, что это связано с тем, что как-то вот, понимаете, технологически неразработанная схема, видимо, не знает, куда ее тратить. И вот меня сегодня начинает настораживать почти такой же рефрен, который звучит, когда все выступающие говорят, у нас плохая, значит, нормативная база. Могли бы вы сказать, что плохо, значит, или какие, вот, по-вашему, настоящие дефекты, да, есть в современной нормативной базе по психотерапии? Вот. Мне всегда казалось, что просто психотерапевты хотят жить лучше, чем средний врач, как бы, да, я думаю, вряд ли кардиолог получает больше, да, или вряд ли там уж, так сказать, психотерапевтов вообще унижают. Они получают такие же ставки, как все, но почему-то работают, а психотерапевцы почему-то вот государственные клиники работать не могут, именно потому, что вот плохая нормативная база. Так вот, буквально, действительно, хотя бы вот пару слов, да, вот что нужно, по-вашему, было бы изменить. Вот. И второй вопрос тоже. А вот, например, могли бы мы здесь, не ссылаясь на нормативную базу, вот здесь, в Петербурге, договориться, вот этим, к этой компании, плюс вот коллеги из, значит, из Дальнего Востока нас тоже поддерживают. Сделал что-нибудь такое, вот два-три шага, чтобы, допустим, качество или количество, скажем, объема психотерапевтической помощи и государственной, и не государственной системой увеличились бы, например, в два раза за год, например, или полтора. Спасибо. Спасибо большое, Равен Крисович, за вопрос. Я думаю, что у нас как раз дискуссия для этого и существует, чтобы попробовать что-то такое породить. Вот, ну, имеющаяся нормативная база, чем мне кажется, несовершенной и не отвечающей задачам, она ориентирована не на индивидуального специалиста в области психотерапии, а на, ну, на учреждения те же самые, да, как они должны выглядеть. А финансирование под эти учреждения, опять же, не подведено. То есть вы же сами об этом говорите, о том, что приказы не работают, да, потому что они разработаны под финансирование. Нет, понимаете, я не говорю, что приказы не работают. Я говорю о том, что не работает приказ Минздрава, потому, Леонид Леонидович, что в Санкт-Петербурге не был выпущен специальный приказ по его исполнению. Если бы он был, знаете, работал бы лучше немножко. Ну, мне кажется, что важно, опять же, не идти путем организации сверху, да, учесть то, что уже работает, да. Ну, и то же самое. Я в рамках своего сообщения ориентировался на частную практику, да. И частная практика в этом смысле, она выполняет свои задачи, насколько может, да. Но в частности, вот то же самое индивидуальное лицензирование, допуск профессии, те же самые сложные случаи, да, где их рассматривать и с кем рассматривать. Если это возникает, допустим, ну, пограничный пациент наш любимый что-то отреагировал, да, то психотерапевт всегда, особенно в психиатрии, да, в большой или пограничной, он всегда в презумпции виновности. Ну, допустим, психотерапевтов до сих пор обвиняют в суицидах клиентов, да. Ну, каким-то образом веря, что можно этот процесс контролировать. Вот. И это, конечно, да, смешение вот ролевых пиджаков и ответственности. Ну, то есть смешение, за что отвечает психотерапевт и кто его поддерживает. Вот в этом, мне кажется, недоразработка. А можно вопрос вот какой? Тоже такой с подковыркой. Вот по поводу цеха, конфессии, объединения. Как вы считаете, вообще возможно, тем более это сейчас актуально, вот, Ралька Ильич говорил, съезд будет, РПА очередной. Вообще возможно, в принципе, объединение вот среди психотерапевтов и не больше ли у нас различий, чем общего? Ну, что общего между человеком, который там 15 лет челночно в Европе обучался психоанализу и член всемирный? Всемирный. И я, например, я говорю, а я психоаналитический психотерапевт. А ты что такое? Да я 500 часов прошел, там, 20 лет назад. Я тоже, вот, типа, знаю Фрейда, книжки читал. Или там руководитель какой-то частной клиники в Санкт-Петербурге со свящим ценником и психотерапевт поликлиники в Урюпинске. Вот что между ними общего-то вообще? Я предполагаю, общая – это запрос клиента на специфический вид помощи, который определяется общим словом психотерапия. То есть это через воздействие через психику, через психическое воздействие на его процессы. А различия, мне кажется, их не нужно нивелировать. Важно, обсуждая психотерапевтам разных конфессий, это общее выявить, и, может быть, это будет каким-то ядром объединения. Что есть общее? Что ждет клиент? Какие ожидания клиента есть? Что мы предлагаем? Потому что в основе психотерапии, как бы мы ни ссылались на научную доказательность, на научную базу, лежит философия определенная. И пока еще область доказательности только исследуется. И даже на Западе, несмотря на количество исследований, нельзя сказать, что это доказанность есть, эффектов психотерапии, но говорить о том, что это полностью научно обоснованная практика, и она идет от науки, это не так. Это скорее философия и практика. А нам еще предстоит это общее искать. Это задает наш клиент. Спасибо. Вопросы коллеги? Из зала, может быть, микрофон кому? Проблемная тема, безусловно, для этого мы ее и поднимаем, и обостряем. Да, может быть, с берегов Амура. Здесь вот есть некий отклик психотерапевтов, моих коллег с Дальнего Востока, Амурской области, на вашу фразу о том, как быть тем психотерапевтом, которые являются заложниками законов, очень строгих, серьезных лицензирования. И вот такой вот отклик, что наши психотерапевты, как та вода, которая гибка, которая дырочку найдет, у нас сейчас есть такая возможность повышать квалификацию в рамках клинической психологии. И, как вы знаете, что психология не нуждается в лицензировании, и специалист-консультативный психолог может владеть и владеет зачастую не меньшими компетентностями, нежели чем практикующий психотерапевт. Вот сейчас вот наши коллеги проходят повышение квалификации, многие уже прошли, и вот таким образом решают. К сожалению, вот таким образом приходится обходить закон, делать то же самое, но без лицензирования. Вот такая реплика пришла. — Может быть, тогда просто сделать лицензирование основанным на других принципах, на профессионализме, скорее оценке профессионализма специалистов? — Безусловно. Мы уже на протяжении 7 лет в Амурской области, несмотря на такую далекую, в общем-то, дальность от центров психотерапии, и несмотря на то, что кафедра психотерапии и психиатрии у нас закрыта в медицинском вузе уже на протяжении 3 лет, и я работаю на базе классического университета и преподавателя кафедры психологии, и нам не остается ничего другого, как организовать курсы дополнительного образования, куда включаются не только психологи и клинические психологи, но и большинство тех психотерапевтов, которые заинтересованы в своем личностном развитии. Ну и не буду там открывать секреты, это, в общем-то, подлинно ясно, что человек, который хочет зарабатывать в частной психотерапии, он прежде всего нацелен на повышение личной эффективности. А за счет бюджета это будет или за личные средства, ну тоже не секрет, что за личные средства. Вот, и, ну, с гордостью могу сказать, что наши психотерапевты дальневосточные не готовы тратить определенную сумму своего заработка на повышение этой эффективности. Спасибо. То есть это признак осознанности такой, инвестиции в свое развитие, в образование. И одновременно Вы упомянули такой важный тезис, как выйти за рамки сложных проблем, таких организационных, просто выйти из поля психотерапии в поле психоконсультирования, психологического консультирования. И тут получается, то, что не прошел через Думу закон о психологической помощи, то это даже не сумерки, а просто выключили свет. И дальше, кто как в темноте в этой будет действовать, вообще никак не регламентируется. Я хотел бы передать слово еще одному моему уважаемому коллеге, другу и соавтору, Андрею Геннадьевичу Каменюкину, директору этой клиники, который не понаслышке знает о вот этих бюрократических препонах. Десятки раз он сталкивался с самыми вот заковыристыми закорюками, какие лампы должны быть, для чего нужен шпатель, например, в психотерапевтическом центре. Это вот вы можете узнать сейчас напрямую. И один страшный прибор, название которого все время вытесняется у меня в силу травматичного характера и его сложности, связанный с режимом звукозаписи. Да, он очень сложно назывался магнитофон банальный, то есть какое-то устройство для звуковоспроизведения. Да, ну как вот, чуть ли не фонограф. Примерно так. Как еще раз? Программно-аппаратный комплекс. Вот представьте себе его, визуализируйте, и вы поймете, с какими сложностями сталкивается частная практика для того, чтобы обеспечить прохождение вот этого лицензирования, пусть даже не специалиста, а помещения на экзамене. Я думаю, вопрос убил бы на повал. Опишите, значит, просто как выглядит тот комплекс программно-аппаратный, которым вы обязаны пользоваться в своей частной практике. Ну и все, можно лицензию, да, не давать сразу же. То есть это вопрос вот этих формальных барьеров, как ими оперировать. Вот он крайне действительно острый. Для нашей частной практики. Ну, а сейчас, если позволите, тогда слово Андрею Геннадьевичу. Спасибо. Но я бы хотел, прежде всего, поприветствовать всех собравшихся. И все-таки я не буду детально рассказывать о всех трудностях, о сложностях, которые были связаны с лицензированием. Я все-таки, поскольку представляю когнитивно-поведенческое направление, то в своем докладе буду отталкиваться от этой парадигмы. И здесь прозвучали слова моих коллег, и чем дольше я их слушал, тем больше убеждался, что у нас очень много точек соприкосновения, что, несмотря на какие-то концептуальные расхождения, тем не менее, мы можем взаимодействовать для того, чтобы лоббировать свои интересы и эту мощную границу государственных противодействий преодолевать. Но, тем не менее, я вернусь к своему докладу. В моем сообщении все-таки будет речь идти о том, как мы обучаем когнитивной терапии, какие есть примеры из Запада. А начать бы я хотел с того, что вспомнить о том, что если мы обратимся в XIX, XX век, и даже в 15 лет уже прошедшего XXV века, то человеческая цивилизация сделала достаточно мощный скачок. То есть эволюция очевидна. Мы пользуемся современными гаджетами, мы ездим на автомобилях, которыми управляют не лошади, а лошадиные силы. Мы летаем в космос, в медицине мы используем современные технологии, а в психотерапии мы продолжаем использовать некие устаревшие модели, порой спорные, и иногда это приводит к результатам достаточно печальным. Почему же так происходит? Почему мы, используя уже регулярно упоминавшийся термин «культ-карго», продолжаем слепо воспроизводить методы, которые не приносят нужного результата и тем самым не дают эффективности в работе с клиентами? Конечно, ситуация спорная, она требует более подробной дискуссии. Я лишь просто расскажу о той модели, которую мы используем. Мы используем зарубежный опыт, мы используем когнитивно-поведенческий подход. Но если говорить о том, что происходит зачастую в тех направлениях, которые отрицают некие элементы доказательности, то в утрированном варианте, в Готескном, мы можем услышать о том, что психотерапия является искусством. И в этом случае, если психотерапия — это искусство, то мы можем тогда считать, что и представители некоторых масс-медиа кругов тоже являются психотерапевтами. И в этом случае мы тоже можем тогда требовать лицензирования некоторых деятелей искусства и таким образом оказывать через средства массовой информации психотерапевтическую помощь. Но, естественно, это все-таки с точки зрения доказательной медицины, которая является основным трендом сейчас за рубежом, является, конечно же, неприемлемым. В своей практике мы используем доказательную медицину, то есть, по сути, весь когнитивно-поведенческий подход апеллирует к доказательной медицине. А что такое доказательная медицина? Это медицина, которая в основе своей имеет достаточно четкие факты, которые подтверждают эффективность метода, имеет довольно четкую научную основу, и этот метод безопасен в применении. Есть такая замечательная таблица, которая приводит сравнение, чем отличается недоказательная медицина от доказательной медицины. Конечно же, если мы будем рассматривать недоказательную медицину, то это мифы. Прежде всего, это некая мифологизация, то есть, это какие-то абстрактные понятия, сопоставимые с тем, что используют шаманы, с тем, что используют какие-то уже упомянутые моими коллегами целители. И, конечно же, также некоторые методы, лишенные доказательности, становятся подобными таким подходам. Но если мы дальше по этой таблице пройдемся, то мы увидим, что зачастую искажение оценки эффективности терапии, акцент на то, что хорошее лечение — это и есть удовлетворение запросов, искажает истинную картину. Тогда, когда мы отрицаем так называемые научно обоснованные или клиникодиагностические критерии, тогда мы, естественно, не можем делать адекватные выводы. Часто тогда, когда мы полемизируем с коллегами по поводу доказательности и недоказательности, есть ссылка на некую такую очевидность фактов. То есть, а мы видим эффект. Но, однако, этот эффект очень субъективен. Если же мы возьмем доказательный аспект, доказательные оценки, то здесь мы обращаем внимание на то, что человек может искажать ту информацию, которую он воспринимает. То есть, когда он работает с пациентом или проводит какие-то свои исследования, он, не руководствуясь какими-то протоколами, может абсолютно некорректно оценить то, что он видел. Следующий пункт – оценка результатов. Инструментальные методы, срогатные исходы. Здесь речь идет о том, что часто мы акцентируемся, некоторые коллеги акцентируются на такие критерии, как, например, изменение частоты сердечных сокращений или изменение какие-то в электроэнцефалограмме. Но в совокупности, если мы оцениваем комплексно, эти методы не являются показателем того, что клинический исход соответствует ожидаемым результатам. То есть, мы не можем какие-то отдельные изменения в клинической картине воспринимать как признак того, что метод работает. То есть, избирательная фокусировка некорректна. Следующий пункт – опора на фундаментальные науки без доказательств. Да, таких, к сожалению, концепций достаточно много. То есть, они напоминают культ-карго. И все-таки, когда мы практикуем КПТ, мы понимаем, что под когнитивно-поведенческой терапией есть некая фундаментальная наука. И мы эту науку цитируем, используем. И есть совершенно весомые очевидные доказательства. Следующий пункт – статистика. Статистика, конечно же, в доказательном подходе таким образом оценивается, чтобы можно было бы избежать систематических ошибок. И другой пункт говорит о так называемых выборках, о численности. Тогда, когда мы апеллируем к тому, что на основании 10 клиентов видим то, что метод работает, конечно же, это неправильно. Речь должна идти именно о так называемых эпидемиологических выборках, то есть о серьезных, многотысячных наблюдениях, которые позволяют нам делать серьезные выводы. Ну и такой пункт, который является часто заметным в нашей сфере – это медицина авторитетов. Тогда, когда какой-то метод или направление начинает принимать обороты, начинает использоваться, и его апологеты ссылаются на то, что есть некий культ, некое светило, некий авторитет, который сказал незыблемые формулировки, и только они являются истинными. При этом абсолютно игнорируются какие-то, опять же, доказательства и какие-то факты, которые говорят о том, работает метод или нет. Ну, коротко по тому, что лежит в основе нашего подхода. Конечно же, тогда, когда мы говорим о том, что метод работает, мы используем так называемые метааналитические исследования, проведенные на основе РКИ, рандомизированных, контролируемых исследований. И это достаточно серьезные выборки для того, чтобы понять, насколько масштабны эти выборки, в том числе и применительны к психотерапии, достаточно зайти в так называемую Кокрайновскую библиотеку, где довольно много содержится материала, посвященного исследованию психотерапии, в том числе и методов. И там абсолютно разительная разница. Видно, что когнитивно-поведенческий подход эффективнее, чем другие методы. И более того, третья волна исследовалась достаточно серьезно. И там есть несколько метаанализов в этой библиотеке. Дмитрий Викторович будет сегодня рассказывать о майндфулнессе. Майндфулнесс, несмотря на всю свою внешнюю эзотеричность, близость к восточным традициям, имеет под собой довольно четкое, понятное биологическое функционирование. И за счет доказательного подхода, используя именно термины, понятия и теорию когнитивно-поведенческой терапии, мы прекрасно понимаем, почему майндфулнесс работает, почему он именно такие эффекты дает. То есть это не что-то непонятное, не что-то работающее, потому что есть какие-то магические воздействия, а это абсолютно научно обоснованный метод, который приводит к определенным изменениям на уровне мозга, которые меняют его состояние, меняют установки, меняют степень возбуждения и помогают нашим клиентам. Ну, завершая доказательность, я бы хотел сказать, что все-таки даже в основах наших методов, в основе когнитивно-поведенческой терапии доказательность лежит неким таким фундаментом. Наши основоположники, Альберт Эллис и Аарон Бек, в своих работах постоянно апеллируют к тому, что надо искать доказательства. Альберт Эллис взывал к тому, чтобы пациенты развивали критическое мышление, и он постоянно в работе с пациентами приводил их к тому, что они должны искать доказательства, что это базовый инструмент, который помогает им в понимании, где они ошибаются, где они сами вызывают у себя страдания, где они могут изменить свои установки. А Аарон Бек призывал к так называемой эмпирической проверке своих убеждений. Что доказывает предположение? То есть, благодаря именно эмпирической проверке своих убеждений, пациент мог прийти к выводу о том, что является заблуждением, а что же все-таки является истинной установкой. Ну и теперь, как же в современном мире выстроена система образования? Но я начну с Российской Федерации, коротко о том, чтобы так пробежаться по последнему приказу, который был издан 8 октября 2015 года. В этом приказе говорится о квалификационных требованиях. То есть, что за специалисты могут называться психотерапевтами? Кто это такие? А в приложении к этому приказу есть табличка, где четко сказано, что психотерапевтом может называться специалист, имеющий высшее медицинское образование по специальности лечебное дело или педиатрия, и прошедший подготовку в ординатуре. Это первый вариант. И второй вариант. Психотерапевтом может называться специалист, прошедший интернатуру по специальности психиатрия, и далее прошедший переподготовку по специальности психотерапии, так называемую первичную переподготовку. То есть, уже упоминавшееся Леонидом Леонидовичем трехуровневое образование в Российской Федерации, безусловно, именно в схематичной форме присутствует. Я не уделяю внимания именно содержанию, но, тем не менее, есть некое базовое медицинское образование, которое получает специалист, есть некая специализация, которую он получает в ординатуре, и есть уже после такое дипломное образование, если так можно сказать, уже дальнейшее развитие специалиста, которое заключается в том, что выпускник ординатуры находит тот метод, который ближе ему, и продолжает повышать свое образование. И, в частности, здесь у нас присутствуют два представителя кафедры психотерапии, Сергей Михайлович Бабин, нынешний заведующий, и Виктор Анатольевич Ташлыков, заведующий кафедрой. Я заканчивал период руководства Виктором Анатольевичем кафедрой. Могу сказать, что, безусловно, ординатура дает представление о методах психотерапии, но она не делает из себя работающего специалиста. Я прекрасно об этом могу судить даже по тем врачам, которые к нам приходят. У нас работают некоторые выпускники кафедры психотерапии, и они приходят, конечно же, сырыми. То есть они приходят неготовыми к тому, чтобы заниматься такой клинической работой. А более того, в коммерческой медицине это же сопряжено определенными рисками. То есть здесь требуется еще достаточно серьезная подготовка, развитие, наработка навыков такими молодыми специалистами. И для этого существующие профессиональные ассоциации или сообщества создают возможности для таких врачей. Я в свое время, к сожалению, не имел такой возможности, но, к счастью, я встретил Дмитрия Викторовича, и благодаря ему я погрузился в когнитивно-поведенческую терапию. Дмитрий Викторович, безусловно, мой первый учитель, и я ему благодарен за тот, конечно, колоссальный опыт и развитие в этом направлении. То есть, еще раз резюмируя, безусловно, вот это трехуровневое образование, оно имеет под собой достаточно четкий такой базис, и мы должны понимать прекрасно, что специалист, даже закончив ВУЗ, закончив ординатуру, он к реальной работе не готов. Константин Витальевич говорил об окрошке, и я полностью согласен, что, по сути, специалист, который заканчивает ординатуру, он выходит, содержа в своей голове некую окрошку, то есть набор методов, технологий, но пока не будет какого-то четкого своего внутреннего концепта, какой-то своей четкой мировоззренческой позиции, которая помогает тебе видеть клиента так, как ты считаешь правильным, человек не может состояться как психотерапевт, полноценный работающий. То есть пока в голове будет какая-то солянка, это, безусловно, как уже говорил Леонид Леонидович, больше двух методов, это будет к постоянным ошибкам, к постоянным сбоям, и это иллюзия, что человек может порой противоречивые методы сочетать в себе, как можно психодинамическую терапию с когнитивно-поминической сочетать. Мне кажется, это абсолютно конфронтирующие методы, и мы не можем их друг другом взаимодействовать. То есть мы можем, конечно, находить какие-то пути взаимодействия, но идеологически это все-таки будет не совсем корректно. Но двигаемся дальше. Посмотрим на зарубежный опыт. США. В США первая ассоциация бихевиоральной когнитивной терапии была основана еще в 1966 году. Это был коллектив из девяти терапевтов и клинических психологов, один из них был, кстати, Лазарус. И они создали ассоциацию для того, чтобы можно было обмениваться опытом, обмениваться материалами, обсуждать проблемы с пациентом и каким-то образом развиваться. Эта ассоциация существует до сих пор, она работает. В основном ее функция заключается именно в таком объединении специалистов, предоставлении им информации о каких-то семинарах. Но она не претендует на какую-то образовательную деятельность, которая сертифицирует специалистов. То есть это в большей степени такая объединяющая функция. И они принимают и практикующих врачей, они занимаются исследованиями в том числе и привлекают таких специалистов. Ну и, естественно, они еще привлекают всех заинтересованных к себе людей. И это исторически, конечно, первая ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии. Я не буду подробно останавливаться на ассоциациях, которые есть в других странах, а их на самом деле почти столько же, сколько стран на планете. Ну, за исключением, может быть, Сомали, Пакистана и других каких-нибудь странах, где все-таки такие условия жизни, которые не позволяют развиваться в медицине в полноценном понимании. Упомяну, что, конечно, в Британии есть своя ассоциация и во всех других странах. Двигаемся дальше по США. Фундаментальным источником образования в США по когнитивной и поведенческой терапии, конечно же, это институт Аарона Бека. Он предоставляет именно такую возможность. Кстати, здесь их обновленный логотип. Они произвели ребрендинг недавно. И обращаю внимание, что, конечно же, на протяжении многих последних десятилетий в названии института Бека не используется термин только когнитивная терапия. Аарон Бек уже давно использует когнитивно-поведенческую терапию. То есть это взаимосвязанные вещи, мы это прекрасно все понимаем. Итак, как выстроено образование в институте Аарона Бека? Институт Аарона Бека предлагает линейку семинаров 18-часовых, то есть продолжительностью по 3 дня, и эти семинары посвящены нозологиям. То есть это разные нозологические формы, которые лечатся при помощи когнитивной терапии. У них есть три так называемых ядерных, то есть кор-семинара, базовых семинаров. Это фиктивные расстройства, то есть когнитивная терапия депрессивных расстройств. Это тревожные расстройства и личностные расстройства. И это такая базовая линейка. Есть так называемые дополнительные семинары по посттравматическому стрессовому расстройству, по зависимостям, по терапии подростков и детей и так далее. То есть там достаточно серьезная выборка. Но этот сертификат в США не дает возможность себя называть когнитивным терапевтом. То есть этот сертификат показывает, что ты прошел некую подготовку, и ты, по сути, стоишь на пороге того, чтобы состояться полностью уже как когнитивный терапевт. Что же нужно для того, чтобы называться в США когнитивным терапевтом? Для этого необходимо закончить Академию когнитивной терапии. Но Академия — это лишь название, за этим не подразумевается какой-то мощный комплекс зданий или какая-то мощная организация. По большому счету это тоже сообщество. То есть это тоже некая некоммерческая организация, которая предоставляет ее членам возможность пройти перед подготовкой, систематизировать свои знания и получить некое подтверждение своим навыкам. Прежде всего, преференции, которые предоставляет членство Академии, это, конечно же, некий документ, сертификат, доступ к обмену информацией и опытом с коллегами из других стран, это возможность быть на сайте. То есть специалисты, которые проходят сертификацию в Академии, они обязательно опубликованы на сайте. Данные у них, где они располагаются, где работают. Это, в общем, профессиональная поддержка, скидки на мероприятия и так далее. То есть, по сути, если вернуться к предыдущему, Институт Ароны Бека и Академия когнитивной терапии — это фундамент образования по когнитивной терапии в США, по когнитивно-помедической терапии в США. Безусловно, есть другие центры, есть другие университеты, которые предлагают свои программы. Но поскольку нет какого-то узаконенного требования стандарта в США, который говорит, что вот только лишь этот институт может давать сертификат, там в условиях свободной конкуренции разные специалисты, разные университеты предлагают разные программы. Я просто о них не буду здесь упоминать, поскольку классикой мы считаем именно Институт Ароны Бека и Академию когнитивной терапии. Да, и, конечно же, Институт Альберта Эллиса. Безусловно. Просто я сделал акцент на когнитивную терапию Ароны Бека. Конечно же, одним из столпов, основоположников когнитивной терапии является Альберт Эллис. И есть институт его имени, который располагается в Нью-Йорке. Они существуют автономно. То есть это такая организация, которая, по сути, предлагает образовательные программы параллельно к Академии когнитивной терапии, параллельно к Институту Альберта Эллиса. Но, опять же, в условиях свободного рынка эта организация существует, и она дает тоже достаточно серьезное и фундаментальное образование. У нас Дмитрий Викторович, кстати, заканчивает обучение, многоуровневое обучение, которое требует на протяжении трех лет прохождения разных циклов. И Дмитрий Викторович, мы ждем, когда он будет сертифицирован у нас как полноценный рационально-эмоционально-поведенческий терапевт в рамках нашей ассоциации. То есть, если вспомнить о институте... Имеется в виду, чтобы было достигнуто полностью в соответствии с их требованиями, то есть то, что они постулируют в своих условиях сертификации. Но двигаемся дальше. Вернемся к Институту Аарона Бека и Академии когнитивной терапии. Академия когнитивной терапии двигает некие критерии для сертификации. Что же это за критерии? Так же, как и у нас в Российской Федерации, чтобы пойти в ординатуру и получить в итоге свидетельство об образовании, надо иметь высшее образование. Либо медицинское, либо клиническое, психологическое образование. И для США, конечно же, необходимо иметь лицензию на самостоятельную практику. Второе требование необходимо пройти 40 часов специализированного обучения в когнитивной терапии. Речь идет о посещении тех циклов, о которых я говорил, о тех семинарах, которые проводятся в Институте Аарона Бека. То есть в сумме, когда специалист набирает нужное количество часов, он может уже подавать документы на сертификацию в Институте Аарона Бека. Необходимо иметь это следующий критерий. По крайней мере, один год клинического опыта. То есть все-таки в своей практике, после того, когда специалист прошел какой-либо из циклов образовательных, он должен в течение года как минимум с 10 пациентами поработать, чтобы уже можно было потом предоставить результаты его работы. Ну и четвертый пункт, он для нас не актуален, это профессиональная страховка. В США все специалисты, и медики, и клинические психологи имеют страховку для того, чтобы можно было себя защитить от претензий со стороны пациентов. По поступлению каждый специалист, прежде чем он попадает в Академию когнитивной терапии, проходит два этапа. Первый этап – это предварительный обзор, когда предоставляется информация о полученном образовании, практике и так далее. Второй этап – это оценка клинической компетентности. То есть здесь уже требуется более детальное описание тех результатов терапии, которые были проведены с пациентами, предоставлении аудиозаписей. То есть уже более подробное, задокументированное предоставление информации. То есть вот таким образом выглядит образование в области когнитивно-пометнической психотерапии в США. Возьмем теперь Европейский союз. В Европейском союзе существует Европейская ассоциация когнитивной и бихевиоральной терапии. Эта ассоциация включает в себя порядка 50, по-моему, 4-х членов. Их даже больше, чем всего стран в Европе. Потому что есть страны, в которых несколько ассоциаций когнитивной и бихевиоральной терапии. Есть страны, где, допустим, в той же Финляндии две ассоциации, в маленькой Швейцарии три ассоциации. И они все вступают в эту Европейскую ассоциацию, проходят там определенную аккредитацию и становятся почетными членами. Но что любопытно, если сравнить требования, которые предъявляет к своим членам та же Академия когнитивной терапии ЕС, эти требования разительные. В ЕС очень жесткие требования. То есть они удивительно сложно выполнимы для некоторых специалистов. То есть здесь, если мы обратим внимание, требуется не менее 450 часов теории и практики, требуется 200-200 часов клинической практики и так далее. То есть здесь достаточно широкие требования, которые предъявляют к кандидатам. И вот такой парадокс существует, что, казалось бы, основоположники более лояльны к своим учащимся, нежели те, кто развивает учения в Европейском Союзе. Но двигаемся дальше. Еще необходимо вспомнить о таком международном институте, как Интернациональная ассоциация когнитивной психотерапии. Это ассоциация, которая объединяет специалистов в области не только когнитивной терапии, но и в области поведенческой терапии. Она существует с 1990 года. Президентами этой ассоциации были известны Артур Фриман, автор книг, которые даже издавались в Российской Федерации, Дэвид Кларк, Кристин Подески, автор книги, вместе с коллегой управления настроением. И в настоящее время возглавляет эту ассоциацию Стефан Хоффман, руководитель лаборатории по психотерапии и исследованию эмоций в Бостоне. Хоффман известен еще тем, что в 2012 году он вместе со своими коллегами провел очень серьезный метаанализ исследований, посвященных именно когнитивно-погнитической терапии. И в этом метаанализе была сделана выборка, по-моему, из 109 РКИ, рандомизированных контролируемых исследований. И в результате они пришли к выводу, что, конечно же, когнитивная терапия превосходит другие методы по эффективности, и что она, что для условий США немаловажно, она экономически более целесообразна была. Еще бы хотел упомянуть о том, что с 2003 года по 2008 год возглавлял Интернациональную ассоциацию когнитивной психотерапии Роберт Лихи. Роберт Лихи приезжает к нам в следующем году, и он, я думаю, что поделится тоже в том числе и своим опытом с нами с удовольствием. Вот так выглядит подход к образованию в области когнитивно-погнитической психотерапии в мире, если так коротко, выборочно посмотреть. Что же происходит в Российской Федерации? В Российской Федерации существует ассоциация когнитивно-погнитической психотерапии, которая существует де-факто с 1999 года. Де юре лицензирование в Министерстве юстиции было пройдено несколько лет тому назад. Это же, конечно, наша ассоциация. Мы, когда анализировали, каким образом нам выстраивать модель обучения, и преподавание, конечно же, исследовали и американские, и европейские опыты, пытались найти что-то, что было бы конгруентно нашему российскому опыту и нашим требованиям, чтобы не было никаких, скажем так, заимствований, которые неуместны для нашей среды и для нашего образования. И тогда, когда мы выстраивали нашу программу, мы пришли к выводу, что ее необходимо делать из трех этапов. То есть некий базовый курс, основная цель которого – это введение в когнитивно-поведенческую психотерапию, изучение теоретического базиса, отработка навыков, которые лежат в основе работы когнитивного психотерапевта, личностное развитие психотерапевта. И продолжительность этого курса составляет в рамках нашей ассоциации 200 академических часов, плюс обязательно супервизия 20 часов и интервизия 20 часов. Так выглядит базовый курс. Второй год обучения, который мы условно обозначили как продвинутый курс, здесь уже мы посвящаем его совершенствованию профессионального уровня когнитивно-поведенческого психотерапевта. Здесь уже более серьезные задачи ставятся, то есть уже более глубокое изучение, более глубокое погружение в метод. И кроме исследования подходов разных волн, в том числе и второй, и третий, то есть того же Mindfulness, схема терапии, здесь еще уделяется внимание работе с разными нозологическими формами, с зависимостями, с тревожными расстройствами. То есть после первого года, когда были освоены базовые подходы, мы уже сфокусировано начинаем изучать, что же лучше использовать в том или ином случае с пациентом. Также в течение второго года предлагаются семинары по работе с разными возрастными категориями, то есть с детьми, с подростками. Продолжительность этого курса тоже 200 часов, и интервизия, и супервизия также составляют 20 часов. И завершает подготовку когнитивного терапевта в рамках нашей ассоциации так называемый мастерский курс. И здесь мы уже готовим специалистов к супервизорской практике и к самостоятельному введению дидактических программ. В частности, одна из задач, которая стоит перед учащимся на третьем курсе, это самостоятельная подготовка и разработка некой программы, которую он должен предоставить и защитить. И уже на основании его защиты принимается решение о выдаче ему документации прохождения полного курса. Общее количество часов здесь также 200 составляет. То есть вот таким образом выглядит программа ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Но просто хочу рассказать о том, почему мы считаем все-таки, что наша модель, она более приемлема для нашего сообщества. Все-таки мы, как я изначально говорил, и делая вступление о доказательности, позиционируем себя как специалисты, работающие в рамках современного тренда, то есть в рамках доказательной медицины. И поэтому мы, конечно же, работаем в научно-обоснованной парадигме. Используем методы с доказательной эффективностью. Причем эта эффективность не только в исследованиях доказана, она и на практике демонстрирует себя. Мы имеем свою клиническую базу. То есть это клиника, где сейчас мы проводим семинар, что тоже немаловажно для ассоциации, потому что мы здесь можем проводить и исследования, и какие-то практические занятия для наших учащихся. Все специалисты, которые в нашей ассоциации работают, конечно же, имеют фундаментальное образование. То есть те, кто у нас занимается преподаванием, это серьезные специалисты. И здесь нет смысла дополнительно раскрывать, потому что вы все прекрасно знаете, кто у нас преподает в ассоциации, кто является ведущим специалистом. Дмитрий Викторович Ковпак и другие тоже коллеги, которые прибылают отдельные циклы. – Снежана Александровна Замальева. – То есть… – Это все известные специалисты не только на нашей стране, но и на зарубежном. – Достаточно серьезная, конечно… – Снежана Александровна Замальева. – Снежана Александровна Замальева, да. – Са автор вместе с Брайаном Трейси, нового хита, так сказать, бизнес-гуру Брайан Трейси. – Замечательно. – Буквально был осчастливлен тем, что со смыслами работала с ним Снежана Александровна. – Это вот… – Так вот стоит только такое упоминание. А сколько еще талантов? – Да. – Перечислять отдельно за выгрузку? – Дело в том, что когда формировали коллектив, то, конечно же, достаточно серьезно подходили к тому, кто будет заниматься преподаванием. Поэтому вот такой у нас коллектив замечательный. Проводим мы обучение с 99-го года. То есть фактически, как только ассоциация была основана, мы стали заниматься уже обучением коллегам. Ну и постепенно обрастали опытом и достигли того уровня, который сейчас собой представляем. Но на этом не останавливаемся. – Мы сертифицированы, некоторые специалисты в институте БЭКа, но это не, скажем так, финальная точка. Мы продолжаем свой рост и развитие, чтобы все-таки соответствовать тем критериям, которые применимы в международном сообществе. Вот таким образом выглядит, собственно, работа нашей ассоциации. Но и в завершении просто я бы хотел сказать, что все-таки если в общем и целом говорить и о том подходе, который мы используем в образовании, и о том подходе, который мы используем в работе с пациентами, конечно же, можно выразить словами Ивана Петровича Павлова, что главная задача ума – это правильное видение действительности, ясное и точное познание ее. Конечно, коллеги занимаются тем же самым, просто мы используем разные инструменты, и я надеюсь, что мы будем в дальнейшем сотрудничать, как я уже говорил в начале, в том числе и с другими нашими соратниками. Спасибо. Почему в вашей презентации нет портретов российских учителей в этом методе? Где портреты? Компакт, почему его нет? Виктор Анатольевич, вы же здесь присутствуете, Дмитрий Викторович. А где вы, где? Надо же выводить в эту презентацию, а то вы там показываете Бека, Эдисон, а себя нет. А второй вопрос. Вообще личная терапия не предполагается в этом методе, никогда, как бы, нигде о ней не говорится. Она предполагается, но что интересно, подходы, опять же, в странах Западной Европы, то есть требования Европейской ассоциации, требования, которые предъявляет Академия когнитивной терапии, кардинально отличаются. Когда у нас была Донна Судак в этом году, мы выясняли этот вопрос, и в соответствии со стандартами американского подхода нет обязательности в прохождении личной терапии. Если есть запрос, тогда терапевт может ее пройти. Без запроса никто не будет заставлять терапевта проходить личную терапию. У Европейской ассоциации все-таки существует такое требование, они требуют. Но, как я уже говорила, у них более жесткий, у них более структурированный и требовательный подход. Мы стараемся высокие стандарты использовать, и у нас есть группа личного опыта, как много лет идет у Константина Витальевича. Она позволяет в рамках этой группы и личную терапию получить, возможно, и индивидуальную, безусловно, и такие элементы интервизии, хотя есть и отдельная интервизионная группа, и одновременно такие дидактические способы более глубокого погружения через практику, прояснять теорию. И даже элементы супервизии в таких группах личного опыта, они тоже присутствуют, и поэтому это такие комплексные группы, которые позволяют сразу несколько задач решать. И большинство участников всех курсов, они стараются использовать такую возможность. За время существования ассоциации я успел защитить свою диссертацию, которая была защищена уже кандидатская по теме как раз когнитивно-поведенческой психотерапии. Это в структуре работы нашей ассоциации. В 2005 году. В 2015. Виктор Иванович, я постараюсь исправиться. Алиса Игоревна тоже защитила. А еще Алиса Игоревна у нас защитила кандидатскую по психологии. Как раз там полностью была использована модель когнитивно-поведенческого подхода. Да, это не единственная работа, это просто как примеры такие показательные, наверное. Но я понял Ваш намек, Виктор Анатольевич, и благодаря Вашим же усилиям, потому что коллеги знают многие. Виктор Анатольевич разбивается. А что все время? К сожалению. Да, вот видите, организационная работа. 50 выходных этого года я провел в регионах. Могу сказать, что вот... В Америке сколько? Из них часть в Америке. Это тоже наш регион. Да, да, да. Не будем преувеличивать значение региона Соединенных Штатов. То есть это как источник, безусловно, важных знаний и европейские коллеги, и американские. Но, естественно, мы не забываем и об отечественной школе, и работы Ивана Петровича Павлова. Переоткрываются нами, для наших зарубежных коллег, и в том числе американских. Они после того, как мы не то чтобы открываем глаза, а такую реинтерпретацию даем того, что они хорошо знают о собаках Павлова, и говорят, что вот это интересная, свежая мысль. И в этом отношении, конечно, Александр Петрович Федоров, патриарх поведенческой терапии в нашей стране, он у нас лидер в практической части, он ведет большую часть семинаров на базовом цикле. Так что, и я каюсь, Виктор Анатольевич, я понимаю. Виктор Анатольевич, просто те, кто не знает, мой научный руководитель моей первой диссертации, и, да, второй, но вот тут разбиваются действительно. Но я обещаю вот сейчас уже вернуться в лоно науки, так сказать, в полный рост. А среди когнитивных терапевтов есть кто-то коррекционерская гипнотерапия? Да, 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 да. Есть даже книга «Когнитивная гипнотерапия». Ну, не то чтобы их как-то презирают в сообществе или как-то за рамки выводят официальной традиции, просто сегодня, и я коротко понимаю, что время и остынея сейчас уже берут свое, мне сложно будет развернуть свой доклад, но я коротко упомяну, что третья волна сейчас просто не расширяет, а разрывает рамки когнитивно-поведенческого подхода. То есть здесь есть свои плюсы и минусы, безусловно, но вот он стал настолько широким, что здесь уже гипнотерапия – это детские шалости по сравнению с тем, что теперь вошло в поле когнитивно-поведенческого подхода, что тут уже никаким образом нельзя на это как бы сукаризной смотреть, когда вот то, что раньше считалось эзотерикой, и вообще за гранью добра и зла… – Доказательная эзотерика, вот это… – Следующий шаг, безусловно, да. – Можно буквально пару слов, я сам просто боюсь, что я должен буду уйти скоро. Я вообще хотел бы сказать, что я, конечно, потрясен результатами, на самом деле мне кажется, что это хороший образец такой, помните, конференция была когнитивная два года назад, мы говорим, что это образец того, как вот надо профессиональное сообщество выстраивать. Я считаю, что, конечно, мы сделали замечательные шаги, и надо действительно этот опыт распространять, потому что это очень важно, мне кажется. Это хорошая модель вот того, что проводится. И как должна действительно специализированная подготовка, уже на четвертом уровне проводиться, потому что три действительно есть в стране, а вот вы могли бы более глубоко. Вот, у меня возникло два переживания просто, да. Значит, одно здесь связано с тем, что когда мы говорим, у меня возникает такое впечатление, что и коллега тоже говорил, да, как будто бы мы говорим только про врачей. Но мы должны сказать коллегам и в регионах тоже, да, что психотерапия, это же и так же целая бригада, это самое главное, это клинический медицинский психолог, это ближайший партнер врача-психотерапевта, причем не подчиненная фигура, а именно партнер, у которого даже по нормативным актам, которые Леонид Ильич ругает, но там прописана четкая позиция участия в психотерапии, да, то есть, по сути, психотерапевт в стране заниматься психотерапией может. Вот это же касается, значит, и социальных специалистов, я думаю, что, надеюсь, что в вашей ассоциации и клинический психолог может пройти подготовку, да, вот если он, все-таки, тогда надо сделать две просто штучки, вот, значит, врач, психиатр, там, потом, значит, другой, и медицинский психолог, кто медицинский, и потом может, наверное, тоже учить подготовку. Ты правильно ведешь, да? Я дополню, Леонид Ильич, конечно же, в уставе предусмотрено, даже причислено, кто именно может пройти. Да-да, нет, чтобы просто коллеги знали, о том мы сейчас говорим, что-то все про врачей, это очень опасно, потому что психолог, это, еще раз, это важнейший партнер врача-психотерапевта. Без психолога сегодня современная психотерапия, конечно, с трудом может быть проведена, почти вообще невозможно проводить. Вот, если позволите, второй комментарий, вот, все-таки, понимаете, когда мы выходим в такие свои узкие границы каких-то методов, то, конечно, возникают некоторые вопросы, что, а можем ли мы тогда, значит, ну, судить другие, как бы, да, какие-то взгляды. Вы смотрите, например, сказали, когнитивная психотерапия и аналитическая психотерапия – несопоставимые вещи, да, но ведь есть же метод Келли и Реле, когнитивно-аналитической, и они вполне, в общем, корректно обосновывают свою работу, показывая, что эти тенденции могут сочетаться. Борис Кассич, я апеллировал исключительно к доказательному подходу. Если мы возьмем, опять же, наличие какого-то метаанализа или каких-то РКИ, то, к сожалению, по этому методу нет таких работ. Только лишь я использовал такой метод, такой способ для того, чтобы сказать, что работает, что не работает. Но это субъективная точка зрения, если говорить глобально. Безусловно, можно использовать разные подходы. Но если для себя, допустим, я беру ориентир именно на доказательность, то, конечно, с этой позиции есть методы, которые мы можем расценивать как эффективные, а есть методы, которые не попадают в эту категорию. То есть вот такой критерий оценки. — Знаете, что вы про доказательную медицину? Крульбинский является таким важным носителем. Показывает, что просто есть разные степени доказательства. Про эти излучения одного случая — это тоже доказательство. Но там многое диск в уровне, не очень хорошее. Мы стремимся к экономизированному, но это сложно. Но все-таки не надо оценивать другие цели. — Да, такие методы есть. Но все-таки вы правы. Мы стремимся к тому, чтобы собрать в совокупности как можно большее количество методов, чтобы это обрело именно эпидемиологический характер, чтобы можно было сделать какие-то весомые выводы, а не основные на какой-то единичной статистике. — И в дополнение, как раз вы правы, Равел Кассич, обучаясь на семинарах в институте БЭКа, которые проводила и Джудит БЭК, и на которых присутствовал сам Аарон БЭК, аудитория, 70% — это психологи. И социальные работники там тоже присутствуют, и там нет такой дискриминации, что им не выдают сертификатов, что их не признают в сообществе. Да, да. Поэтому мы как раз здесь ориентируемся вот на такие стандарты западные. В этом отношении они египтчики, и в область здравого смысла больше и практики нацелена. Спасибо большое. Коллеги, еще вопросы? — У меня вопрос, вот здесь вот, ну, немножко не совсем, может быть, по теме выступления вопрос, но прям очень злободневный вопрос для психотерапевтов, практикующих, ну, не в частной практике, а в государственных учреждениях, и коллеги из Амурской области надеются услышать ответ. Какими нормативными актами руководствуется прием и норма часов времени современной психотерапевтической государственной клиники? Вот приказ, потому что вот сейчас, к сожалению, это 750-й приказ, который от 85-го года, и вот наши власти региональные, вот пока вот нас к этому закону ориентируют. Вот если есть возможность, ответьте. — Спасибо, Света. Вот, значит, передайте коллегам тоже, и, значит, ну, администраторам, я думаю, что ассоциация вполне это может сделать. На настоящий момент, мездравовскими приказами отменены нормативы, отменены, то есть никаких нормативов нет. Значит, организация психотерапевтической помощи определяется, значит, порядками оказания психиатрической помощи по психиатрии. Там два раздела есть, как раз сеть, то есть кабинеты и отделение стационарное. Сейчас мы с Натальей Букреевой, вместе с Сергеем Михайловичем, добавляем туда положение о психотерапевтическом региональном центре, и она, вроде бы, как говорит, что все проходит, и, возможно, мы вот в ближайшее время увидим, что в порядке появляется региональный психотерапевтический центр. Вот, что касается внутренней работы, которая устроена там, то этот главный психотерапевт должен выйти с определенным предложением, значит, в, ну, скажем, администрацию, например, Амурской области, а также, что сейчас более важное, фонд обязательного медицинского страхования, понимаете, и согласовать несколько важных вещей. Первое, что сессия врача-психотерапевта 50 минут продолжается, это первое, да. Количество сессий на случай, значит, может быть, определено тоже вами, или есть ориентиры, разработанные институтом Бехтерева, определенные, да, и этими же нормативами определяется, в частности, работа клинического психолога, которая, ну, сходная врачу-психотерапевту, только там еще есть функции психодиагностики, да, и там, работа с персоналом и так далее. Но ссылка вот на эти архаические приказы, там, прошлого века, что там какие-то нормативы, там, я вижу там, что там психотерапевт должен 15 минут работать, это все не соответствует действительности, и это все незаконно. — А каким приказом отменено? — Значит, я это самое сейчас точно сказать не могу, просто, Коль, не помню, да, вот, просто обещаю, что нет, найдем все эти вещи, но, по-моему, вот этими порядками оказания психиатрической помощи снимаются все эти вопросы, то есть там все написано, как бы, да, и, кроме того, я прошу, и кроме того, я прошу прощения, нет, подготовим, давайте договоримся, и вот ассоциация российская обязательно эти данные представит и зашлет в интернете. Вот, и, значит, также, вот это тоже очень важная вещь, смотрите, существует 300, 438-й приказ от 16-го, значит, 0-9-го, 2003-го, он тоже действует, да, порядки оказания помощи не отменяют приказ по психотерапии, там многие вещи прописаны, и вполне можно им пользоваться. Поэтому, я думаю, что вашим коллегам нужно просто организоваться, да, и действовать, дать вопросы, и все может изменить. — Сейчас, позвольте, предоставить слово уже проанонсированному нашему блестящему специалисту в плане не просто мультимодальности, о многовекторности и возможности, и потенциала развития психотерапевта, Снежана Александровна Замолеева как раз и является, ну, на мой взгляд, фантастическим просто примером. Снежана Александровна многолетний опыт имеет обучение как психоаналитика, практике как психоаналитика, и прошла многие этапы и ступени супервизии и в нашей стране, и в Европе, и в Соединенных Штатах. У самых блестящих, наверное, известных имен в психоанализе в Соединенных Штатах. Она является специалистом в другом еще направлении, экзистенциально-гуманистическом. Прошла не просто полный курс обучения логотерапии Виктора Франкла, но теперь является еще и сертифицированным специалистом, прошедшим обучение в Американском институте логотерапии. И, насколько я понимаю, на таком высоком уровне прошла защита, что Снежану и Александровну хотят видеть там преподавателем, хотят видеть там супервизором, хотят видеть там просто человеком, который двигает развитие этого американского института. Вы представляете? Поэтому вот человек в двух парадигмах, и теперь уже в третьей, поскольку очень многое оказалось созвучным когнитивно-поведенческой терапией. И вот можем честно признать, что такой импульс к развитию и нашей ассоциации приложила руку Снежану Александровну, подарив нам такую блестящую фигуру, как Джон Виттерита, их личный контакт, потому что Джон Виттерита тоже проходил обучение в этом американском институте. Его не зовут туда преподавать, в отличие от Снежаны Александровны, потому что она показала более блестящие и феноменальные результаты. Вот такие люди, которые воплощают в себе знания всех трех направлений, ну, возможно, вот в таком фантастическом варианте мы можем говорить о мультимодальном специалисте с таким мощным клиническим подходом, который знает когнитивно-поведенческую психотерапию на высоком профессиональном уровне, который владеет экзистенциально-гуманистическим подходом, является не только в данном случае сертифицированным специалистом, но даже и может проводить супервизию, и еще очень высокого уровня психоаналитикам. Вот, пожалуй, такой сумасшедший по вкладу сил, времени, других ресурсов, не говоря уже о денежных, чтобы ездить в разные страны, не только на конференции, но и на долгосрочные курсы обучения, вот какой путь придется пройти психотерапию у нас в стране. Представьте, чтобы претендовать на то, чтобы, ну да, я теперь могу действительно разные подходы, не просто я с ними ознакомлен, послушал, почитал что-то, а вот я по-настоящему проникся и прошел. Ну вот, на мой взгляд, Сержана Александровна является уникальным примером таким. Поэтому я с удовольствием передаю ей слово, потому что, понимаете, вот говоря о клинической психотерапии, вот теперь мы можем услышать человека, который может фундаментально заявлять, да, я вот могу заниматься этим вопросом. Спасибо большое, Дмитрий, за представление, такое лестное, за такую одновременно высокую планку ожиданий от моего доклада. Да, очень непростой и сложный был путь становления и формирования профессиональной идентичности. И есть у меня ощущение, что до сих пор, естественно, я иду по этому пути. И в первую очередь я хочу поприветствовать всех присутствующих, обратиться к регионам и поприветствовать регионы, и я постараюсь быть достаточно краткой и уложиться в тот регламент, который имеется. Я очень рада, что я сегодня смогу поделиться, в принципе, своими рассуждениями относительно смысла искания как ведущего тренда в 21 веке. И логика моего выступления следующего. В мажорной тональности я хочу сказать несколько слов о кризисе, и не только кризисе экономическом, социально-экономическом, но и философско-антропологическом, то есть в контексте кризиса человека, утрата модели человека. Далее мне бы хотелось просто порассуждать, каким образом запрос на смысл, запрос об утрате смысла проявляется в клинической практике. И последним пунктом, тезисно, конечно, о логотерапии и экзистенциальном анализе. И тут хочу вспомнить Дональда Винникотта, его достаточно хорошая мать, и вот логотерапия как достаточно хороший инструмент для работы с подобными запросами. И хочу я начать с двух цитат. Первая цитата это Виктора Франкла, отца основателя третьей Венской школы психотерапии, а именно логотерапии и экзистенциального анализа, вторая, Карла Густава Юнга. Франкл писал, нужно спросить себя, от чего страдает человечество, от чего страдает обычный и средний человек в повседневной жизни больше всего? Страдает ли он от последствий чувства неполноценности? И тогда мы придем к тому, что скажем, нет, сегодня и все больше и больше обычным человеком обладевает чувство бессмысленности. Карл Юнг. Бессмысленность подавляет полноту жизни, следовательно, она равнозначна болезни. Смысл дает возможность многое что перетерпеть, возможно, даже все. И вот когда-то Эмиль Дюргеймер характеризовал кризисное состояние общества термином «аномия», подчеркивая, что именно в такие периоды общество находится в полнейшей растерянности, то есть когда старые нормы, ценности и смыслы утрачены, а новые еще не созданы и не найдены. Итак, кризис. В китайском языке слово «кризис», как уже хорошо известно, состоит из двух иероглифов. Один означает опасность, а другой представляет собой возможность. А что такое возможности? Это в том числе и те новые смыслы, которые человек находит в мире, реализуя их, наполняет свою жизнь новыми смыслами, проживает ее как аутентичную и подлинную. Недавно в Москве прошел Synergy Global Forum, и, несомненно, это большое событие в мире бизнеса. Была возможность посетить лекции, мастер-классы таких выдающихся и легендарных экспертов, спикеров, как Роберт Челдини, Алан Пис, Брайан Тресси, Ицхак Адизис. И, конечно, краеугольным камнем стала тема кризиса, а именно адаптации к новым условиям. Что делать? Как адаптироваться? И вообще, насколько это возможно? Многие эксперты подчеркивают, что этот кризис совершенно иной. Он отличается от кризисов 1998 и 2008 годов. Те кризисы были цикличны, то есть было дно, мы проваливались и поднимались. Этот кризис характеризуется как турбулентный, то есть идет некая дезинтеграция систем, которая сопровождается различными структурными проблемами. Мы видим падение цен на нефть, мы видим разные санкции, но что в том числе мы видим в запросах и работая с нашими клиентами, мы видим растущее чувство отчуждения, изоляции, а также смысла утраты. Это одна сторона кризиса, хорошо нам известная. Вторая сторона, может быть, она менее попадает в зону нашей осознанности, но тем не менее, на мой взгляд, она очень важная. Есть кризис модели человек. Это кризис, который с конца XX века стал актуальным для такой науки, как философская антропология. И как теперь мы отвечаем на этот вопрос, что есть человек? Мы сегодня вкратце касались и философского основания психотерапии. Ну и, собственно говоря, вот этот вопрос является центральным, на мой взгляд. Ведь XX век он пошатнул одну из фундаментальных установок, что человек – это существо по образу и подобию творца. И Виктор Франкл хорошо проиллюстрировал данный тезис, сказав следующее. Мы изучили человека так, как никогда не изучало ни одно поколение. Что есть человек? Это существо, которое всегда решает сам, каким быть в следующий момент. Это существо, которое изобрело газовые камеры, и это же существо шло, гордо вытянувшись с молитвой на устах в эти камеры. Что мы, как клиницисты, как психологи, как психотерапевты, можем и должны учитывать в сложившейся ситуации, на что обращать дополнительное внимание? Мне кажется, существуют две глобальные задачи. И первая, конечно, она непростая. И заключается она в осознанности относительно модели человека. И для меня любая психотерапия начинается, в принципе, с такого глубинного осмысления ответа на этот вопрос, что есть человек, какова для меня модель человека. И от этого вопроса очень многое зависит. Как мы видим человека как существо полностью детерминированное, я не хозяин на сцене, или мы видим человека как сотворца, как человека свободного и ответственного в духе логофилософии Виктора Франкла, который скажет, что человек гораздо больше, чем психика. Человек — это дух, апеллируя тем самым к своей интегральной модели, к дименсиональной антологии. А вторая задача, которая, опять же, очень актуальна и важна для нас — понимание и осознание того, как кризис можно превратить в ресурс. Скорость изменений высока. И если задуматься, мы принимаем стратегические решения кратно чаще, в разы чаще, чем, допустим, 50 лет назад. И в период кризисов при высокой скорости изменений возникает, естественно, большое количество вызовов, которые требуют незамедлительной реакции. И эти вызовы часто ассоциируются, мы их ассоциируем с проблемами. Однако те же самые проблемы, они имеют и возможности в своей природе. И здесь мне нравится модель Ицхака Одизиса, который интегрировал два слова — проблемы и возможности. Получилось у него такое смешное слово, если переводить на русский язык, но тем не менее про можности. То есть есть проблема, есть возможность. Как сфокусироваться на возможности, на поиске нового смысла, на умение находить и воплощать этот смысл. И, несомненно, сам вопрос о смысле, причем как онтологическом, это смысл жизни как таковой, так и экзистенциальном, это смысл в жизни, является мегатрендом 21 века. Еще в прошлом веке, уже в прошлом веке Франкл писал о нарастающей бессмысленности бытия и духовном вакууме, тем самым он подчеркивал, подчеркивал, что эти факторы приводят к широкому распространению неврозов и социопатий, таких как депрессия, наркомания, алкоголизм, агрессивность. В 21 веке это не только российская, но и общемировая проблема. Например, по данным представленным в Европейский парламент в 2011 году, общее число лиц страдающих субклиническими и клиническими расстройствами в Евросоюзе составляет треть популяции, это 160 миллионов человек. В России ситуация не лучше. Часто клиницисты рассматривают бессмысленность как симптом какого-то более значимого базисного состояния, аффективного расстройства, то есть депрессии, кризиса идентичности, различных форм зависимости. Но озабоченность смыслом жизни не обязательно должна быть признаком болезни или невроза. Она может быть таким признаком, но, с другой стороны, страдание духовное может иметь очень мало связи с болезнью психики. Мало кто из терапевтов не согласится с тем, что запрос, связанный с изменениями, как их принять, как адаптироваться, что в конце концов с этим делать, является достаточно распространенным. И в числе своих проблем пациенты часто говорят о том, что испытывают субъективные ощущения потери смысла. Но, может быть, они говорят, что есть неопределенность жизненных задач, есть ощущение бесцельности, я как если бы плыву по течению. И чаще всего пациенты озадачены не смыслом жизни вообще, а конкретным смыслом жизни конкретной личности в конкретный момент. И таким образом мы понимаем этот смысл жизни как экзистенциальный смысл. И в данном контексте человек является сотворцом, его смысл существования зависит от него самого. И этот смысл актуализируется согласно учению Франкла, логофилософии Франкла, в том числе и посредством реализации ценностной триады, это ценности творчества, переживания и отношения к какой-либо ситуации. Что же нам известно о клинических проявлениях бессмысленности? Во-первых, это повсеместность. Очень часто пациенты выражают ту или иную степень беспокойства по поводу отсутствия смысла, либо они положительно откликаются на инициирование подобной дискуссии, подобного обсуждения. В логотерапии различают две стадии синдрома бессмысленности, это экзистенциальная фрустрация и наогенный невроз. Экзистенциальная фрустрация является достаточно распространенным феноменом, и она характеризуется субъективным переживанием скуки, пустоты, апатии. Часто человек настроен достаточно цинично, лишен чувства направленности жизни, ставит под сомнение или обесценивает текущие жизненные задачи. А вот если пациент в дополнение к субъективным ощущениям бессмысленности развивает явную клиническую невротическую симптоматику, то тогда это то состояние, которое Франкл назвал наогенным неврозом. И вот от психогенного экзогенного невроза наогенный отличается тем, что симптомы манифестируют блокированную волю к смыслу. Опять же, наогенный невроз, согласно Франклу, может принимать любую клиническую невротическую форму этой депрессии, навязчивости, агрессивное поведение и так далее. Если говорить о поведенческих паттернах, здесь тоже проявляется кризис смысла искания. Он проявляется в двух основных тенденциях как реакция на кризис ценностей. Это конформизм, я буду делать, что хотят другие, тоталитаризм, я буду делать то, что от меня хотят. И очень часто человек не соприкасается со своими ценностями, и, быть может, он даже их не осознает. Часто клинической формой бессмысленности является паттерн многозадачности, спешки, гиперактивности, которая настолько истощает энергию, что проблема смысла теряет свою остроту. Также можно говорить о феномене ложного центрирования жизни, и существует масса примеров, когда человек, ищущий смысл жизни в карьерных достижениях, в определенном социальном положении, престиже внезапно может поставить под вопрос ценность этих целей как главного устремления в жизни. И в заключении несколько буквально тезисно о логотерапии и экзистенциальном анализе логофилософии Виктора Франкла. В своих московских лекциях Франкл обозначил три ключевых момента, которые выражают специфику его теории, и мне бы хотелось к ним как раз и вернуться. Во-первых, логотерапия – это терапия, основанная на смысле, и она рассматривает человека как существо, ориентированное на смысл. Таким образом, Франкл полемизирует и с Фрейдом, и с Адлером. Он немного обыгрывает принцип удовольствия психоаналитической теории. Он говорит как воля к удовольствию, воля к власти у Адлера, а воля к смыслу – то, что движет на самом деле человеком. Второй тезис – логотерапия неприменима абсолютно для всех случаев, и здесь есть деление на специфический и неспецифический вид терапии. Специфический, соответственно, это работа с ноогенными неврозами, а неспецифическая – это когда логотерапию можно будет интегрировать с любыми другими направлениями. И чуть позже буквально несколько слов я тоже скажу об интеграции методов, очень та тема, которая меня интересует. Я соглашусь, в принципе, Франкл соглашался, но очень часто логотерапия относит больше как к экзистенциальному направлению. Пожалуй, для меня вариант Ленгла, логотерапия – экзистенциальный анализ Альфреда Ленгла, вот это больше экзистенциальный подход. А Франкл у меня все-таки ассоциируется больше как к когнитивное направление. Он сам соглашался и говорил, что да, совершенно верно, у нас на первый план выходит мышление, аргументирование, воля, решение, этика, ответственность, мировоззрительные вопросы. Здесь такой мост между Беком и Элисом мы видим. Дальше важно, часто логотерапия обвиняют в такой религии, психологической обертке. И Франкл говорил о том, что логотерапия не выходит за границы научного знания в областиологии, но в отличие от других психотерапевтических систем, логотерапия оставляет открытым путь от человека к сверхчеловеческому началу. Но это тоже не что-то новое в терапии. Юнг тоже считал, что итогом психотерапии может быть, скажем так, шаг в духовность, выбор какой-либо из религиозных конфессий. И хотела бы я закончить тем, как раз относительно интеграции. Опять же, для меня один из самых важных вопросов, на которые мы каждый себе отвечаем, что есть человек. Именно понимая модель человека, мы можем интегрировать различные методы или можем не интегрировать, потому что это невозможно. Если для нас человек детерминирован, если это двухмерная модель тела и психики, то не будет интеграции. Чем лично для меня был интересен Франкл, и именно этому я посвятила пять лет назад диссертацию и защитила ее на философском. Моя диссертация была посвящена модели человека. Так вот, трехмерная модель Франкла, которая включает в себя, естественно, переработанную модель древнегреческой философии Шеллера. Но она трехмерна. Человек, как если бы такая картинка в 3D, это телесное измерение, психическое и ноэтическое. Измерение, в котором концентрируются смыслы, в котором, собственно говоря, и обитает вот эта воля смысла. И в контексте этой модели, безусловно, можно интегрировать методы. И сам Франкл пишет, что порой психодинамическая интерпретация просто необходима. У меня многие годы, когда разное было отношение к психоанализу в процессе обучения и прохождения многих сотен часов по требованиям личного анализа и супервизии, у меня колебалось мое отношение к методу. Но меня поддерживали слова профессора Карвасарского, который говорил, что очень важно изучить психодинамический подход, чтобы иметь более системное представление и работать более качественно, быть более качественным психотерапевтом. И вот теперь, совсем в завершении, это слова Франкла, которые говорят о том, что я вижу силу логотерапии именно в том, что она задает формальную и структурную рамку. Она остается содержательной и мировоззренчески открытой, соединима с различными в политическом отношении содержаниями, а в религиозном отношении этот спектр простирается от атеизма до теизма и открыта для всех диапазонов личностных вариаций полов и возрастов. Большое спасибо за внимание. Позвольте тогда предоставить слово Павлу Константиновичу Слободскому. Он представляет здесь еще одну форму такой не клинической психотерапии, не клинической психологии, а такого формата как коучинг, что тоже очень интересно, как представитель немецкой школы коучинга. Но при этом сейчас мы поговорим о клинической составляющей, как можно использовать это для, например, посттравматических расстройств. И его доклад будет посвящен такой терапии с помощью движений глаз ЕМДР, очень известное на западе направление, но недостаточно еще пока широко распространенное в Российской Федерации на постсоветском пространстве. Хотя, конечно, уже многие специалисты начинают не только испытывать интерес, но уже и практиковать такой метод. И вот тем интереснее будет доклад Павла Константиновича. Поэтому спасибо вам за терпение, что уже выходя за рамки отведенного времени, вы все-таки смогли дождаться своего доклада. И очень ждем ваш рассказ и описание этого метода. Начнем на десерт. По профессии я клинический медицинский психолог. В 2004 году, заканчивая медицинский университет, я, выпускаясь, познакомился с таким методом, который назывался МДР-терапия или по-русски десенсибилизация и переработка движениями глаз. Исторически этот метод появился еще в 1987 году в Соединенных Штатах. Создателем его считается Фрэнсин Шапира, американский психотерапевт. И 1987 год считается как раз основанием, когда была замечена связь эмоциональных переживаний человека с тем, какие движения глазами он при этом осуществляет. Это направление дальше стало развивать. И в 1990 году оказалось, что не только движения глазами, но и другие виды сенсорной стимуляции оказывают влияние на изменение эмоционального состояния человека и его восприятия самого себя. В России метод стал известен благодаря Институту гипноза в Москве. И была издана книга, переведена книга Фрэнсин Шапира в 2003 году, поданный одноименным названием ДПДГ «Десенсибилизация и переработка движениями глаз». Этот метод среди классиков психотерапии встретил очень серьезное сопротивление, так как это позволяло в достаточно быстрые сроки изменить состояние человека, и эти состояния были долгосрочными. И там используется одна из моделей, так называемая нейродинамическая модель адаптивной переработки информации. Гласит она о том, что в нашей нейронной сети при столкновении с каким-либо психотравматичным опытом, непосредственно угрожающим жизни, физическому или эмоциональному состоянию, либо длительно накапливающимся, вызывающим внутренние конфликты, они оказывают впоследствии то действие, которое проявляется у нашего клиента, когда он к нам обращается. И в этом как раз есть сходство с моделью психоаналитической, о том, что в том состоянии, которое есть у человека, переживающим то или иное эмоциональное состояние, какая-то есть причина, произошедшая намного раньше, в том числе может произойти в его детстве. И там говорит о том, что чем древнее была образована нейронная связь, нейронная сеть, тем она прочнее, и тем большее влияние она оказывает на жизнь человека. Вот. Система доказательств, которая происходила, стала проявляться в виде различного рода исследований, прежде всего с развитием инструментария, способного отследить изменения, происходящие в мозге человека до применения метода и после применения метода. Эти исследования были проведены над пациентами, которые испытывали различные виды насилия, сексуального насилия, люди, которые переживали катастрофы, аварии, дорожно-транспортные происшествия. И благодаря этому большому количеству исследований этот метод был признан именно как психотерапевтическим методом в 2010 году. А в 2013 году этот метод был рекомендован Всемирной организации здравоохранения при первичном оказании помощи при посттравматическом стрессовом синдроме, после аварии и катастроф. И он используется, например, в том числе и рекомендован нашими коллегами, которые работают в Центре кризисной психологии при МЧС. Их там обучают, проводят занятия, связанные как раз при оказании этой помощи. При этом какие же особенности есть у этого метода, и что он из себя в целом представляет? Это интегративный метод. И в нем при проведении процедуры, интервенции, которая состоит из стандартизованных восьми шагов, который был в 1987 году. Идея эта возникла. А только в 1996 году был выработан этот стандартный протокол, который на сегодняшний день является базовым. И он отражен, например, в книге Фрэнсин. Там можно наблюдать, например, элементы, связанные с гештальтом. Связь, потому что это ориентированность на процессы, это ориентированность на повышение осознанности. Это элементы, которые происходят здесь и сейчас, на те изменения, которые есть. Это связь когнитивно-поведенческой психотерапии. Есть элементы, потому что одним из элементов в протоколе является обнаружение негативной я когниции, то есть того фильтра, через который человек воспринимает себя сейчас, вспоминая ту ситуацию, которая у него была, или представляя ту ситуацию, которая будет у него впереди. И также это работа с ресурсными состояниями, когда ему нужно понять, на какую я когницу мы будем это менять, и исследовать, какие ресурсы у него есть. Следующий элемент, с которым он очень соотносится, это те, кто использует гипноз, могут найти элементы трансовых состояний. Потому что, когда происходит билатеральная стимуляция, то есть стимуляция движения глазами, либо аудиальный человек находится в легком трансовом состоянии, что позволяет ему выходить за те рамки, в которых он находится, и осуществлять изменения. Есть элементы психодраммы, системные работы, то есть человек может визуализировать, то есть это показывает ин виво или ин зензо. Такие принципы, когда можно в виде непосредственного нахождения ситуации здесь и сейчас, либо в представлении. Это позволяет, например, работать с такими видами деятельности, как спортивная психология. То есть у человека при реабилитации после спортивных травм, когда он физически уже восстановился, но психологически оказывается еще в травме, что мешает ему повышать эффективность в тренировочном процессе, либо какие-то представления, связанные с соревновательным процессом или выходом из него. Исследования, которые были проведены, оказалось, что движения глаз снижают процесс возбуждения и релаксации. И эти исследования есть в том числе и в нашей стране, когда пульсация белым светом снижает степень напряжения, снимает уровень сердечного ритма у кардиологических больных. При движении глаз происходит снижение живости образов, то есть они меняют либо свою яркость, цветность, либо меняют свои размеры, удаленность, либо вообще пропадают. Кроме того, элемент, связанный с дистанцированием, то есть некой диссоциацией от того состояния, в котором он находится, позволяет его оценить с разных сторон и находить те ресурсы, которые есть у человека. В чем здесь есть еще преимущество этого метода? В том, что психолог, психотерапевт, который использует этот метод работы, он свободен от тех интерпретаций, в которых он может находиться под влиянием своего собственного жизненного опыта, своего профессионального опыта, либо той модели, в которой он находится. То есть здесь идет именно за процессом. То есть психолог может, например, утверждать, что то, что с тобой происходит, в этом причина тех отношений, которые у тебя не сложились с твоими родными, близкими, или то, что было в переводе, приходит у тебя по наследству от кого-то. Здесь мы ориентированы только на те свободные ассоциации, которые происходят во время терапевтического процесса. Несмотря на то, что метод, базовый протокол, состоит всего лишь из восьми шагов, каждый практически человек может, находясь перед другим, осуществлять перед его глазами определенные движения, осуществлять пощелкивания. Но при этом это не будет приводить к какому-либо эффекту. Потому что искусство здесь терапевта, который использует этот метод, это поиск именно вот иррациональных, негативных я-убеждений, которые есть у человека, и до сих пор не помогают ему найти решение той ситуации, в которой он находился. То есть искусство — это именно поиск, то, что называется мишенью переработки. И основное время к сессии, которое посвящено, именно направлено на это, на поиск мишени. На сегодняшний день две недели тому назад проходила вторая конференция российской МДР-терапии, вот она проходила в Москве, и там было знакомство с протоколами специфическими для тех или иных ситуаций, с которыми обращаются клиенты. То есть это работа с депрессиями, это работа с зависимостями, это особенности работы с детьми и особенности работы группового протокола. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем только те виды исследований и протоколы, которые были сделаны в Соединенных Штатах и в Европе. Уровень подготовки — это тоже одна из проблем, которая на сегодняшний день состоит. Дело в том, что согласно стандартам, которые в Американской ассоциации МДР-терапии и Европейской ассоциации МДР-терапии, в Российской Федерации преподаватели, которые имеют право согласно этим стандартам давать обучать специалистов, нет. Этот процесс подготовки очень длительный. Мои коллеги, которые со мной вместе проходили обучение у европейских специалистов еще в 2011 году и выбрали свое направление движения именно осуществлять в дальнейшем обучении МДР-терапии, на сегодняшний день за четыре года добрались только до подготовки супервизоров. Это процесс очень длительный, связанный с определенным прохождением курсов, супервизией, собственной практики. Это длительный процесс. И специалисты, которые выпускаются, которые проходят это обучение, на сегодняшний день проходит только в двух городах у нас в России, это в Санкт-Петербурге и в Москве. И обучение проводят именно европейские специалисты, которые приезжают из Израиля, из Франции, приезжают из Соединенных Штатов, приезжают либо русскоговорящие, либо через переводчиков. И по поводу как раз той проблемы, которая сегодня обсуждалась, хотел бы сказать, что стандарты обучения или курсы обучения, которые на сегодняшний день проводятся в России по различным направлениям психотерапии, программы эти запаздывают от того работающего печатного станка, который сегодня выпускает огромное количество литературы по тем самым количествам, 800 видов различной психотерапии. И рынок сегодня предлагает, человек прочитал книгу, решил, я буду проводить такой курс, не имея либо какой подготовки, либо уровень знаний, у него только основано на той интерпретации, которую сделал переводчик, и то, что потом он еще прочитал, как он проинтерпретировал, на какую модель, собственно, он это положил. Поэтому курсов-то сегодня как раз очень много, интерпретационных моделей тоже очень много, они оказывают воздействие и на самих психотерапевтов, и на клиентов, которые к ним приходят. Например, метод МДР-терапии позволяет помогать самим психотерапевтам. Наш вид деятельности все время связан с рисками, касающиеся профессионального выгорания, эмоциональной деформации, а также собственной травматизации при столкновении с теми или иными ситуациями наших клиентов. И МДР-терапия, есть определенный режим, он называется режим инкогнито, который позволяет работать с ситуацией с историей самого психотерапевта, сохраняя в тайне ту историю, которая вызвала у него отголосок, то есть тайну даже самого клиента, который у него связался. Поскольку мы ограничены во времени, существуют негативные когниции, с которыми сталкивается клиент, например, это когница ответственности, я никчемный, я опозоренный, недостаточно хорош, я не такой, как все, должен знать, как лучше, я виноват в том, как случилось. Негативная когниция контроля, я беспомощен, я не владею ситуацией, мне нельзя доверять. И когниция безопасности, я в опасности, я не могу себя защитить, не могу никому доверять, мне опасно вообще что-либо чувствовать. И здесь как раз вот есть элемент, обращение как раз с чувством и эмоциям клиента, и раскрытие для него вот этого вот богатства, которое у него есть. И это один тоже из элементов, интегративного элемента, который есть, это телесно-ориентированная терапия. То есть многие изменения, которые происходят с клиентом во время сессии, это прежде всего, какие изменения происходят у него в теле в этот момент. Каким образом можно измерять изменения, которые есть у клиента, там используются две шкалы. Одна шкала от нуля до десяти, это шкала субъективного беспокойства, то есть насколько сейчас клиент беспокоит та ситуация, которую мы перерабатываем. И шкала достоверности, шкала от одного до семи, это та шкала, которая измеряет уровень достоверности позитивной когниции во время переработки. То есть если это единица, значит это вообще не соответствует действительности, 7 соответствует полностью на 6-7 баллов. Ну и я предлагаю вам познакомиться с этим элементом, с одним из элементов, который вы можете использовать для самопомощи. Ну и как говорится, десерт это всегда ж на сладкое. Я предлагаю вам сейчас просто закрыть глаза, прислушаться к себе, к тем ощущениям, которые есть у вас в вашем теле, связанные с сегодняшним днем. просто найдите ту область, в которой вы испытываете дискомфорт. И моя некая специализация сейчас тоже будет оказывать на вас влияние. И подумайте, что бы вам могло помочь избавиться от этого. И какое бы ощущение вы хотели испытывать вместо того, что есть сейчас. И вспомните момент вашей жизни, когда вы испытывали то положительное, что хотите испытать прямо сейчас. И неважно, когда оно было, в какое время и какое по продолжительности. Вспоминая этот момент, я прошу вас положить руки на колени. И осуществляем легкие похлопывания по одной и другой. Просто быть с этим моментом, с этим воспоминанием. Когда вы чувствовали что-то то, что нужно вам сейчас. И просто будьте с тем ощущением, которое происходит у вас в теле. Просто будьте с этим. Хорошо. Теперь можно остановиться. И сделать глубокий вдох и выдох. И отследите, пожалуйста, те изменения, которые у вас произошли. И можно опять снова вернуться в это хорошее воспоминание. Положить руки на колени. И продолжить то небольшое путешествие, которое вы осуществили. Ваше хорошее, приятное воспоминание. И продолжая похлопывать, просто будьте с этими изменениями. Ваше хорошее воспоминание. Можно остановиться, сделать глубокий вдох. Спасибо. Вот какие есть вопросы? Потому что по времени я даже уложился в отпущенные 15 минут. Вопрос связан с упомянутыми вами когнициями. Это собственная разработка метода или же это заимствование из когнитивной терапии? Потому что очень созвучно то, что вы проговаривали с концепцией Джудит Бек о двух базовых глубинных установках беспомощности и неприятия, нелюбви. Интересно, откуда в этом направлении эти когниции? Список негативных когниц очень большой. И даже если человек испытывает трудности с определением негативной когниции, ему просто представляется список, из которого он может выбрать ту когницу, которая наиболее соответствует его состоянию. Откуда этот список появился у Фрэнсина, я не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Знаю, что этот список постоянно пополняется. Благодаря этому, наверное, МДР-терапия стала представителем третьей волны когнитивно-пофедической терапии. Точно так же идет представление списка, связанного с позитивными когницами. И они часто могут быть не полностью противоположны. Например, человек негативная когница – я в опасности, а может позитивная когница у него быть – я способен преодолеть это. Или у меня есть возможности. То есть вот эти списки не всегда симметричны. – Спасибо большое. А можно вопрос? Сейчас вот это упражнение, оно не касалось движений глаз? То есть это уже выходит за рамки только глазодвигательных техник? – Да, не смогло. Поскольку было исследование, в начале 87-м было исследовано, что движения глазами оказывают влияние на изменение эмоционального состояния. Да, только в 90-м году стало изменение, что другие виды билатеральной стимуляции оказывают влияние. Метод оставили то самое название, которое было первоначально. И все равно, даже когда происходит стимуляция по коленям, по плечам либо аудиальной, даже с закрытыми глазами у человека все равно происходит смена. Вот называется элемент двойной фокусировки. Когда человек фокусируется на состоянии и на каком-либо осуществлении движения, это один из элементов, что оказывает влияние. Все равно человек осуществляет движения даже виртуально, представляя, как он двигает глазами и смотрит на одну и на другую сторону. – То есть можно говорить об эволюции некое, что только движения глазами пришли к движениям в целом, чтобы они были билатеральными? – Да, билатеральные движения. И это как раз использование нейродинамической модели, основанной на том, каким образом работает наш мозг. И один из элементов, который пытается объяснить, почему это работает, это моделирование быстрой фазы сна, которая у нас происходит. Когда мы спим и видим сны, когда идет повышение работы мозга, когда у нас происходит переработка информации, интеграции нейронных сетей, и поиск ответа на вопросы, мы интенсивно двигаем глазами под веками. Это одно из объяснений, почему это может работать. Второй элемент, когда происходит элемент двойной фокусировки, как говорят некоторые нейропсихологи в Соединенных Штатах, это префронтальная кора догоняет лимбическую систему. Двойная фокусировка заставляет префронтальную кору быть более активной, а это связано сразу с управлением лимбической системы, с концентрацией, с анализом и со всеми остальными элементами. – Есть доказательные эзотерика где-то здесь, а что они полушага и люди там, догонят кору, и они там с логической системой встретятся. – Ну, они встречаются? – Встречаются. – Встречаются. – Им надо чаще встречаться, да, то, что мы говорим как раз и про осознанность, и про mindfulness, да, вот то, что концентрация, да, и когда мы можем осуществлять вот эти вот изменения, выстраивать диалог, ну, условный диалог между лимбической системой и префронтальной корой, думаю, что это где-то примерно рядом. – Я, на самом деле, только отчасти шучу. Я очень жду, на самом деле, всерьез, с нетерпением, когда же встретятся эти две такие одинаково полярные полярности, доказательности, ее такого воинственного варианта и также эзотерика, которая, безусловно, работает, и мы пользуемся плодами. Мне кажется, уже пора встретиться, потому что иначе это яростно раздирает нас, и без того сложный мир. И вот я вижу в сегодняшней встрече не только многообразие, но и шанс прорыва, и вот когда разные заклинания, в частности заклинания к префронтальной коре, будут приниматься как ценная валюта наравне с более известными, более традиционными заклинаниями вуду. Ну, то есть, мне кажется, в этом есть большой потенциал. – Ну, насколько мне известно, в Соединенных Штатах есть исследования, которые исследовали различные шаманские практики, да, и так называемые экстастические трансы, которые есть на сегодняшний день, да, они как раз тоже исследования об изменении работы головного мозга, которые проводятся, да, исследования, которые проводились в Институте Бехтерева, да, по поводу исследования работы мозга, ну, когда человек находится в различных, там, молитвенных состояниях, да, когда они обозначили это, что четвертое состояние сознания. Ну, вот, так что, думаю, иногда новое – это хорошо забытое старое. – Уважаемые коллеги, позвольте предоставить слово, если нет вопросов активных, Кирилл Сергеевичу Шаркову с его докладом о роли медиа в профессиональном сообществе. – Спасибо, Дмитрий Викторович. Спасибо. Я, действительно, буду говорить про потенциал медиаресурсов в развитии психотерапии и попытаюсь вложиться в 10-минутный формат своего выступления. Буду это делать через, в основном, через призму своего медиажурнала, но не только моего, да, я так не побоюсь сказать, что многие здесь присутствующих делают этот проект вместе со мной, и по такой счастливой, чудесной случайности нам сегодня, нашему журналу как раз исполнилось три года. 4 декабря 2012 года вышел первый выпуск. Я буду говорить о информации и о том, как она перемещается в современной психотерапевтической практике, науке. Есть границы методов, есть интегративные тенденции, есть тенденции к разделению разных методов, и мы ищем сотрудничество. Но вот с моей точки зрения, как раз информационное поле, оно единое. И оно, здесь, наверное, Раиль Каисыч бы со мной поспорил, оно как раз психолого-психотерапевтическое, оно такое объединенное. Для меня вот лично нет разделения психолог, психотерапевт, клиническая психотерапия, неклиническая. Для меня все это представители единого пространства. И с точки зрения своего медиа-журнала я рассматриваю просто разные группы, две группы целевой аудитории, так называемой, и группу специалистов, которые являются участниками выпусков. Соответственно, каждая группа может получить, благодаря любому медиа-проекту, в данном случае медиа-журналу, определенное. И медиа-журнал выступает в качестве такой прослойки, посредника. Мои соратники даже высказали слово «прокладка», но мне оно не очень нравится. Прослойка, посредник между разными группами единого поля, благодаря чему информация перетекает как от условных носителей этой информации к народу, так и от народа обратно к носителям. То есть у нас есть возможность получать обратную связь. Что же могут получить специалисты, которые становятся участниками выпусков, и в этой аудитории таких людей немало? Во-первых, такие задачи – возможность информационного обмена. То есть люди встречаются, люди знакомятся. после передач, я знаю, что люди делают совместные проекты, не будучи знакомыми до передачи. И, конечно, для специалистов это возможность высказаться, донести в более таком широком формате свои мысли до потенциальной аудитории. Ну вот, в частности, люди, которые выступают часто на телевидении. Дмитрий Викторович согласится, что телевидение кромсает, режет комментарии жестоко. В этом смысле эфирное время, которое есть у специализированных проектов, таких как медиа-журнал, гораздо больше, больше возможностей. И мы делаем телевидение сами, в общем-то. И сейчас мы тоже его делаем непосредственно благодаря Дмитрию Викторовичу. Также у специалистов есть возможность непосредственно к рекламе и пиару своих различных проектов, центров. И в процессе выпуска, бывает, рождаются новые идеи, новые предложения. И я буду ссылаться далее на нашу последнюю передачу, которая была посвящена развитию психотерапевтических сообществ. И такой новый формат, когда у участников дискуссии есть возможность задать вопрос друг другу, он, мне кажется, в этом смысле полезен в плане рождения реальных предложений. На мой взгляд, чего нам не хватает в нашему психотерапевтическому сообществу, у нас очень много вопросов, много обсуждений, но не хватает конкретики, не хватает ответов. А когда ответы появляются в головах участников передачи, это, мне кажется, такая прекрасная возможность. Вторая группа – это, собственно, специалисты, которые нас смотрят. У них возможность есть получить из первых рук информацию от метров, которые представлены в основном в столицах. Также есть возможность выбрать себе обучающую программу, выбрать себе супервизора. И для нас это возможность для медиа-журнала соприкоснуться с обратной связью, которую дают специалисты медиапроекту. Эта обратная связь касается не только развития самого медиапроекта, но и развития психотерапии. В конце я поделюсь парой таких комментариев, которые как раз пришли на последнюю передачу, и они пришли в личном общении от коллег. Они дали свое согласие на то, что я озвучил это. И потенциальные клиенты, интересующиеся, они могут получить информационную поддержку, и важно эту поддержку им давать на их языке, максимально приближенно к потенциальному потребителю услуги, присмотреться к методам, подходам и выбрать себе специалиста. И также дать какую-то обратную связь свою, может быть не профессиональную, но важную. Куда нам дальше всем развиваться? И под задачи медиажурнала в прошлом сезоне, в этом году, в марте 2015 года, проект был разделен на две составляющих. Собственно, медиажурнал «Основная линейка выпусков» стала больше ориентирована для обычных людей, которые профессионально не владеют психотерапией и практической психологией. И выделилась линейка информации для профессионалов, такой спецпроект «ПРО», где поднимаются вопросы, которые касаются специалистов развития сообщества, образования в области психотерапии, супервизии. И, собственно, то, что мы делаем, это усиление горизонтальных связей. И мне в этом смысле близка позиция Альянса Пробона, который является нашим информационным партнером, что просто необходимо создать условия для проявления и усиления горизонтальных связей, которые и так существуют. Также к информационным партнерам я мог отметить, среди информационных партнеров это «Психологическая газета», которая размещает наши передачи. Это портал «Руспси.нет.комьюнити», который базируется, его редакция в Монреале. Вот. И такая достаточно большая база существует. Специалистов, имеющих доступ к этим материалам. И журналы они выпускают. Обновленный сайт клиники неврозов, где тоже наш есть раздел. Ну и также большое количество неинформационного партнерства. Партнерство с Восточноевропейским гештальт-институтом, с ассоциацией когнитивно-поведенческой терапии, с Центром эмоциональной коррекции, с Российской психотерапевтической ассоциацией институтом Бориса Дмитриевича Корвасальского. То есть для меня как бы разделений здесь нет. Для меня это все единая информационная сеть. И сотрудничество может строиться. Мне так вот понравилось, не слышал выступление касательно твердости, ясности, открытости. Это какие-то мои такие базовые принципы в формировании сотрудничества. То есть мне спрашивают, почему мы еще не сотрудничали, например, с вами. Ну, значит, не было у меня на то каких-то оснований. Да, когда есть вот эта твердость, ясность, понимание взаимовыгодных потребностей, то тогда есть возможность для сотрудничества и проявления вот этих горизонтальных связей, для усиления их или развития психотерапии в целом. И также вот глаз народа, он крайне важен. И мы периодически делаем опросы, и вот это старый опрос от мая 2013 года. Но мне кажется феноменологично, что пункт о развитии психотерапии в целых и тенденция развития психотерапии в психологическом сообществе не набрал ни одного голоса. Проголосовало, конечно, не очень много людей. На научные данные не претендует этот опрос, научную точность. Но, тем не менее, мне кажется, это показательно, что люди голосуют за другое. Тем не менее, мы решили делать этот выпуск про психотерапевтические сообщества. И есть более свежий опрос, более массовый, от января 2015 года. Мы спрашивали людей о том, какие передачи они хотят увидеть. И здесь безусловные лидеры – это психосоматика, посттравматическое стрессовое расстройство, навязчивость, абсцессивно-компульсивное расстройство, детские возрастные кризисы. Но многие из этих передач уже сняты, выпущены или готовятся к выпуску. И в завершении хотел бы также сослаться на как раз наш последний выпуск из серии «Про», где присутствовали и участвовали Сергей Михайлович, Дмитрий Викторович, Раиль Каисович. И позволю себе зачитать комментарии двух специалистов. Один специалист – это психолог из нашего города, из города Санкт-Петербурга. Люди писали про то, чего им не хватило в этом разговоре. Мне кажется, может быть, это окажется важным для нас всех. Для меня точно эта информация важна. Я ее учитываю в следующих передачах о том, как развивать проект. Психолог Марина Новикова из Санкт-Петербурга, может быть, кто-то знаком, пишет, что это важный разговор. Было бы здорово, чтобы выпускники программ типа «Гармонии», «Гештальта» и так далее имели на сайте своего института одобренные их учителями программы для дальнейшего обучения. А то приходится каждому методам проб и ошибок идти. К примеру, мне очень не хватило клинических знаний. Но откуда я знаю, кто учит формально, а кто реально? Приходится ориентироваться по рекламе, а реклама врет. Ну и по отзывам коллег. В США, к примеру, каждая ассоциация предлагает выпускникам колледжей, университетов список программ для дальнейшего обучения. К примеру, «Гармония» входит в такой список ассоциаций, кажется, гуманистической терапией США. Не помню название. Клиническая и неклиническая терапии очень разобщены, идут параллельными путями и боятся друг друга, не доверяют друг другу, но очень нуждаются друг к друге объективно. У них разные идеологии, философии, каждый занимает свой сектор на рынке услуг, но, правда, не хватает единого информационного портала. То, о чем говорил Сергей Михайлович как раз в той передаче, на которую я ссылаюсь. Мне кажется, самое близкое к этому делает Влад Андрюшин в «Пробону». Он реально много делает для строительства сообщества, и клиентам помогает найти специалиста, и психологов, психотерапевтов информирует о мероприятиях и супервизиях. И все это за пределами узкого цеха определенного направления терапии. Вот такое высказывание Марины Новиковой. И второе высказывание, это Виктор Ефимович Каган прислал свой комментарий мне на почту. «Посмотрел про два, зачем нужны психотерапевтические сообщества. Смотрел глазами того самого одиночного психотерапевта и не нашел самого главного, что ему могут предложить сообщества и ассоциации. На него хотят опереться, от него хотят взносов, его хотят изучать, его хотят подучить, чтобы таким три точки не было и так далее. Я не о качестве ленты. Она как раз хороша, как и не об участниках личных, хотя при такой разнице платформ, подходов, мнения о сообществах, естественно, будут разными. А я, в общем, ощущения не мне дают, а от меня ждут, да и много вообще. А меня просто такая одиночка интересует конкретика. С моей точки зрения тоже конкретики нам не хватает, ответов не хватает, вопросов много, но как-то они повисают в воздухе. Надеюсь, что такие дискуссии, как сегодня, открытые для людей, которые находятся и в других регионах страны и не только страны, позволят нам двигаться ясно, открыто и твердо в каком-то таком позитивном направлении. Я, в этом смысле, оптимист больше. Спасибо большое. Мое выступление закончено. Очень откликнулся последний комментарий. Прямо чувствую себя вот этим одиночкой, что вот все ассоциации презентуют свои тут методы разные. Притом вроде как я их знаю, все там где-то изучал. Для меня действительно был интересный разговор. Я уже, ну, в завершении, наверное, мы уже будем завершать. Благодарен всем, кто здесь выступал. Для меня это очень такое странное мероприятие, честно говоря, потому что оно вроде как объединено темой вопросов частной практики, проблемы частной практики. Правильно же я услышал? Тренды в психотерапии вообще тема была изначально, но она касалась и организации психотерапии, и практики психотерапии, включая частной. Ну, даже если тренды здесь все равно так широко все представлено. С одной стороны, ясность, твердость, очень импонирующая мне такая энергия. Действительно, она важна ясность и твердость, и вообще в жизни, в принципе, воспитание в детей и в психотерапевтической деятельности. И, с другой стороны, это физиологические какие-то аспекты. То есть, я опять же задаюсь своим вопросом, ну, и буду им задаваться, наверное, еще очень долго, всю жизнь, что есть психотерапия. С одной стороны, это что-то связанное с физиологией, с хирургией практически, а с другой стороны, связанное с религией, где-то уже заходят туда, там, как там, вроде этого боимся, вроде как, не-не-не, мы там такие вопросы не трогаем. В самом деле, вроде как и трогаем. И, ну, с другой стороны, очень показательно, мы говорили о смыслах, о том, что сейчас турбулентность, кризис какой-то. То есть, я так понял, мы вошли в полосу кризиса, мы это люди, которые будут всегда. То есть, это вот так теперь. То есть, и он еще такой непонятный, вообще ничего не понятно, но очень важен смысл. Вот я надеюсь, что такие мероприятия будут помогать этот смысл искать, как-то каждый будет представлять свои фрагменты того, что важно для него. Потому что я уверен, что в этих докладах, которые представлены на совсем разные темы, для меня вот какие-то вообще, для меня неважные, но для человека это важно, это же вот он смысл свой выносит сюда. И соприкасаясь с смыслами других людей, как-то и свой смысл что-то там начинаешь понимать. Так, вопросов по ходу, конечно, много. Хотелось задавать и про культ карго поддержать тему. Там очень многое откликается тоже в связи с этим. Просто не хотелось задаваться в частности, в какие-то совсем нюансы. Про МДР можно поговорить. Например, есть спорный момент по поводу доказуемости. Есть идея, что движение глаз, они не так важны, что важно время экспозиции на разных переживаниях, образах. Там спорят. Я с коллегами как-то дискутировал на эту тему. Но эти все вопросы, мне кажется, они частные. То есть это уже внутри. Про гештальтерапию, про эффективность, про это все можно тоже очень много говорить. Наверное, это вопросы каких-то специальных дискурсий, когда уже внутри цеховых, может быть, они не так важны. Я буду уже закругляться. Еще раз спасибо. Спасибо, Дмитрий, за организацию. Я думаю, что такие вещи важно делать. Каждый будет находить в них свой смысл. Спасибо. Я был в финале, а теперь я хочу в начале. Когда я учился в медицинском, профессор говорил следующее. Тело профессионала покоится на трех слонах или китах. Первое – это образование и собственное развитие. То, что мы обозначаем обучение, супервизии, собственная психотерапия, но от которой мы проходим второй кит – это собственная практика. То есть тот опыт, который мы получаем в результате использования тех знаний, которые мы используем. И третий кит – это общение с коллегами. И такие подобные мероприятия позволяют кормить всех трех. Красиво. Красиво. Иногда позволять себе говорить так же, как Галилей, все-таки она вертится. Один из принципов доказательной медицины – это недогматичность. То есть отсутствие каких-либо догм. И один из постулатов когнитивной терапии – это критичность. Когда в таких сообществах я общаюсь с коллегами, которые другую точку зрения отображают, то я прекрасно понимаю, что я включаю когнитивную терапию. И я все-таки воспринимаю их доводы, аргументы. Это позволяет каким-то образом оценивать и свои позиции, и присматриваться как точки зрения. Поэтому я считаю, что очень полезные такие собрания. Они помогают действительно культивировать наши когнитивно-поведенческие традиции и доказательную медицину. И еще мне очень понравилось то, что сказал Константин Витальевич про твердость. То есть это созвучно именно доказательности. То есть твердость, очевидность, прозрачность. Поэтому в таком, может быть, не буквально измеримом контексте, а в таком метафорическом конгруентном. Так что спасибо всем участникам. Мне лично очень понравилось. Спасибо. Здесь можно соскользнуть на такую грубую шутку «твердый, не мягкий». Но здесь одновременно подразумевается, что мы обладаем не жесткостью, а гибкостью. То есть твердость намерений не подразумевает жесткости формы, директивности какого-то культа. Очень приятно, что простые русские слова подхвачены коллегами. И также приятно, что некоторые нерусские слова менее подхвачены. И все это очень приятно. И просто буквально назревает какой-то такой культурологический финал. И тост напрашивается за доказательности и дружбу с эзотерикой. Ну то есть совершенно что-то такое уже фестивальное мыслиться. А так мне очень понравилось, что мы не разругались. Потому что шансы такие были, на мой взгляд. Потому что мы говорим о очень разном. Из разных позиций, из разных школ, из разных жизненных опытов. Совершенно из разных мироощущений. И мне очень приятно, что всему этому действительно, по моему ощущению, есть место в этой прекрасной аудитории. И это для меня, я верю в то, что макропроцесс повторяет себя в микропроцессах. Это какое-то отражение того, что происходит в нашем обществе. И это опять же какое-то основание для меня для оптимистического мирового ощущения. То есть я рад, что наш мир сегодняшний смог поддержать присутствие столь разных людей с такими разными опытами. И я включаю сюда, конечно, и вас, уважаемые коллеги, кто пришел сегодня, и тех, кто смотрит нашу передачу сейчас. И то, что мы все нашли время в своей жизни для того, чтобы обсуждать такие, вообще-то, удивительные вещи. И вот эта возможность быть вместе при таком разнообразии, и то, что мы продолжаем двигаться вперед. И, на мой взгляд, вообще-то были ответы тоже, кроме вопросов. Но я всегда думал о том, что умные люди отличаются от всех остальных тем, что мы все-таки больше имеем вопросов, чем ответов. А те, у кого больше ответов, это вот те, которые другие, и пусть им повезет. А мы будем дальше работать. И я вот собираюсь дальше работать. И мне очень приятно, что я понимаю, что вот всех вас я увижу где-то вот тоже работающими. И здорово, потому что это профессиональная встреча. Я хочу поблагодарить всех-всех, кто высказал свою позицию отдельно от Дмитрия Викторовича. Вас и Алиса тоже. Вас, конечно, для меня это какой-то проект. И директора Андрея Геннадьевича, конечно же, и замечательную клинику как место, где мы все собрались. И для меня сегодня очень радостный день. Спасибо большое. Я продолжу коротко. Пять часов, да? Поразительно. Мы уже сидим. Это, конечно, в общем, показывает, как мы любим поговорить. Но какие интересные темы, на которые мы говорим. А если еще кто-то нас слушает, смотрит пять часов, это вообще герои, конечно, просто. Очень такой необычный формат, действительно. И здорово, что вы рискнули, и это получилось. Действительно, я могу согласиться, что, с одной стороны, масса каких-то тем, они разные и, может быть, там, противоположные. И, с одной стороны, хочется охватить как можно больше темы, на эту тему поговорить. С другой стороны, одновременно желание углубиться и застрять на каком-то узком вопросе и, так сказать, получить максимальные ответы на этот вопрос. И здесь золотой середины, наверное, не найдешь. Ну, здорово, что такая форма появилась. И чем больше будет различных площадок, форм для дискуссий в области психотерапии, чем интереснее будет нам жить и работать в этом. И, конечно, еще раз спасибо организаторам за то, что вы это сделали. Это получилось, и получилось очень интересно. Спасибо. Я бы тоже хотел поблагодарить хозяев, которые организовали это событие, вообще возбудили, собрали такое количество людей и всех нас, кто активно в это включился и пять часов выдержал. Хотел сказать, что я сюда пришел под влиянием мистического мировоззрения и страха. Мир первобытного человека, как вы знаете, насыщен архаическим страхом. И я, наблюдая процесс строительства Вавилонской башни психотерапии из 800 методов, я боялся, что у нас твердость часто появляется раньше ясности. И я рад, что открытость этого мероприятия позволила хотя бы чуть-чуть меня успокоить. И за это спасибо Дмитрию Викторовичу и всем организаторам, и всем, кто принимал участие в дискуссии. Спасибо. Спасибо огромное. Действительно, это такой риск был определенный. Это формат неформатный. И нам и хотелось в духе обсуждения вот этих наступающих новых времен, трендов, которые, надеюсь, такие подобные мероприятия и пытаются не только предугадать, но и обсуждать их намеки в микрособытиях, вот эти макрособытия будущего. И замечательно, что действительно дискуссия удалась, и очень многие интересные моменты были обсуждены. И спасибо вам огромное и за участие, и за терпение, потому что действительно мы вышли за рамки и третьей волны, и четвертой, и пятой. И за рамки времени из четырехчасового формата перешли в пятичасовой, ну и сам формат неформатный, что здесь тоже отразилась, мне кажется, часть современной психотерапии. Вот в том, что ее очень сложно уложить в какие-то четкие форматы, несмотря на желание, конечно, и ясности, и четкости, и структурированности, и твердости в этом. Но мы к этому идем, и я тоже разделяю оптимизм Константина Витальевича, и мне кажется, нам удалось это сделать в достаточно такой мирной, неконфронтационной атмосфере, дружеской достаточно, потому что большая часть здесь это друзья и коллеги, хорошо знающие друг друга. И спасибо всем, кто пришел на наше предложение, откликнулся, и спасибо тем, кто нас смотрит из регионов и потратили на это тоже и свои силы, и время, и энергию. Ну и спасибо тем, кто будет нас смотреть в дальнейшем. Мы постарались этот формат не оставить в рамках наших дружеских стен и объятий в таком совместном сидении думания и говорения. Надеюсь, это найдет свой отклик, и Кирилл Сергеевич пример того, как такие возможности медийные, они дают эхо, дают эффект депо, и дают возможность подумать и возвращаться к этому, и черпать новые смыслы и новые возможности. Спасибо вам большое, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok